ей ты специально делаешь смешные рожицы чтобы это да чтобы на youtube попала хорошо так тимур внимание внимание и мы потом вырежем просто потому что ты же помнишь тебе line уже рассказа что это работа так ты мне скажи на ютубе все появилось да все появилось можем все тогда пуляю короче мне вспоминается эта история когда fallout shelter выходил на мобилах у него была такая стандартная иконка пип бой на фоне этого на фоне короче говоря это этого знака радиоактивной опасности в определенный момент они выпустили первый глобальный апдейт и сделали игру как они написали more mobile friendly там короче пип бой начал орать на иконке на самом деле я не реально не понимаю как бы где психологический какой-то вот предел или как бы психологическое какое-то объяснение очень просто очень просто вообще элементарно абсолютно во вторых у тебя отрубилась камера прямо в самый нужный момент спасибо тебе большое тимур а я vpn просто отключил потому что twitter сам понимаешь иногда бывает что тупит у меня когда ты появишься у нас появишься у нас появлюсь конечно секунд через 15 мы будем без тебя это 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 просто это интрига сохраняется вместо тимура там сейчас жук оборотень просто да 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 как человек который смотрит на себя прямо сама самого сейчас могу сказать что вы ошибаетесь я просто становлюсь красивее в этот момент то что в данную секунду я прямо себе делаю стрелки на глазах понимаете и волосы зачесываю появился видишь селезон как красивый окселезованные ноги тимур опять макбук заводит с ручки работай мразь на машину круто сидит с вайфая в макдональдсе задней картинке судя по всему в сортире буквально в полевых условиях попросился в отдельную комнату чтобы меня пустили далее по несколько часов посидеть и попиздеть поэтому давай вот как бы вот не надо я уже я забыл объяснить наши логотипы сейчас объясню смотреть тимур от королева драмы оба арт-хаус я дурачок весельчак который любит музыку ну и максим он рассказать больше нечего так ну смотрите короче мы на самом деле несколько недель нас не было мы сейчас потихонечку собираем народ но вообще конечно сейчас скоро уже выйдем в эфир и будем нормально вещать рассказывать про всякие тупые штуки вообще как у вас дела в целом ну чисто так of the record ты ты имеешь ввиду ментально очень хуёво в целом нормально наверное даже не знаю как объяснить ментально очень плохо ну то на самом деле это грустно конечно не звучит очень я могу сказать братан что как бы зачем ничего не поделаешь да ничего не поменялось она как бы вот-вот прям наш кукушечка полетая над гнездом да где поэтому наша еженедельная психотерапия по понедельникам и это значит так называется подкасты да все сегодня у нас понедельник если что это понедельничный вечер вам кажется если он кто-то сказал что сегодня четверг то нет сегодня понедельник блять да абсолютно точно а что смотрел на часы а ты вдруг как и сегодня прежде чем сказать четверг такой думаю сегодня среда или нет 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 понедельник дима понедельник это как сегодня было по момент с подвохом типа у нас там чувак в чате сделал бота для покупки игры в в турции короче через psn и он такой типа ну там несколько опций можно нажать и там типа курс лиры и там чё-то типа 55 рублей за любую такую что блять быстро золотую корону проверить что за хуйня не чтобы что-то пропустил за последние дни вароне 4 3 так он не фух значит отлегло это сейчас когда пишет сейчас понедельник и такой что точно понедельник а у ау ау тимура точно фильма 24 в кадре происходит потому что он не может понять где реальность где вымысел и вообще живет в фильме ариастра все нормально меня сзади и есть если вдруг кто-то за не проползет в этом что такие знаешь сверху и снизу черные рамочки в элитных трейлерах анаморфная линза 21 на 9 чтобы такой фпс был точку более 24 кадра или там до 15 классно я тебе могу сказать сделаем из симура фильм маяк сегодня смотри графичный фпс так ну уже хорошо так отключу чтобы остальные логотипы не мешали от тимура каста сегодня вот так вот до глаз знаешь чтобы как сашу грей да я узнаю ее из тысячи мил халифу да не-не-не стой 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 вот так ладно отключу от логотипа шутка приелась очень быстро ну вообще димка этим могу сказать что плохо ты себя чувствовал только потому что подкаст наш не был давно если мы каждую неделю выходили да сочувствовал лучше и принципе ну тебе был бы как немножко поспокойнее напишешь вот так тимурчик у нас как кашпировский надо воду заряжать ставьте банки трехлитровые с автоматичкой перед экраном да да и заряжай и заряжайте через донатики пожалуйста нужные пожелания нам уже потихонечку пишут там донатики давайте зачитаем и кабин уже начнем тоже народу уже под подгребся потихонечку хорошо виталий за 500 рублей максу с димой на очпач макс с горящим чаем кабинет лора топчик пишите еще мы когда будем будем но мы запишем то запишем завтрака запишем лора все просто 150 рублей при этом мужики микро сезон кагу и пушка хот-тейк чё микро сезон есть какой-то я расскажу я расскажу сегодня не в курсе ладно роллинг украла сюжет гарри поттера из звездных войнов бородатый мужик забирает себе ребенка из семьи куда его сам же и подкинул чтобы обучить это интересный взгляд на сюжет за вы окей допустим у кан пухова занес нам 150 рублей очередное спасибо пока смотреть я буду после что-то хочется пересмотреть хроники убедиться что ты все еще получается знаешь так спустя полгода такой типа а чё это хроники не хуйня что ли вы типа а мне понравилось блин вы мне так напоминаете про них периодически что мне хочется самому пересмотреть убедиться что как бы кому тут даже это удава убедимся посмотрим я вот например хочу лоды и собрался убеждаться я буду про хочу посмотреть дюну чтобы убедиться что она все еще хороша а то вдруг мне показалось смотреть это говно смотрю такой господи пунчет долбоёб а потом дима посмотрит интерстелл расскажет чёрт сила ты любра скажу вот расскажу расскажу историю про силу короче я смотрел какого-то как теперь принято говорить грузинского видеоблогера и он занимается тем что рассказывает про науку всякие там нестандартные вещи поскольку он в ней ни хера не рубит он очень много книжек читает там на всяких к научно-популярных и так далее он их по сути пересказывает и вот он пересказывал книжку кипа торна кипа торна тот ученый который вместе с ноланом разрабатывал интерстеллар то есть вот он эту модель этой черной дыры он ее высчитывал там да ниже вроде гордились всегда тем это черная драма максимально реалистично показано с точки зрения математики после того как фильм прошел в кинотеатрах там по всем по всем историям киптор написал целую книжку она называется наука интерстеллара нет наука интерстеллар или как-то так и он в ней блять подробно объясняет почему вот этот вот такой-то показанный момент фильме показан именно вот так они вот сяк да почему там появился блять пятимерный шкаф как его звали я забыл как главный герой за купер это типа почему у черной дыры вот такой вот аккреационный диск такой странный какой-то непонятный вот как время течет как время течет и так далее короче вот этот блогер он по сути эту книжку она там блять страниц наверное 800 почитал ну вот и просто ее там своими словами пересказал я прям очень впечатлился я даже подумал блин пересмотреть интерстеллар еще раз знаешь там чтобы уже с новым обретенными знаниями такое на самом деле с интерстеллар мне очень понравилось что все пишут в чате что в книге всего одна глава и нолан гений да на каждой странице да 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 и повторяется да это кстати новая автобиография пингеймера также выглядит но я просто к тому что у кипа торна же история что вот они сделали эту черную дыру и ученые ругали торна и этого ноуна в том что они типа слишком много зрелища дают зрителю реальная астрономия скучнее и потом делают фотографию черной дыры настоящей черной дыры первая фотография это реально яркий бублик прям как в фильме один в один просто даже того же совсем бублик там то он похож на такой условно черный сатурн в котором все это дело переплетается да 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 а тут как бы у тебя реально бублик это такой думаешь может быть все таки напиздели и не совсем так короче если честно я хочу видеть когда найти там типа нормальное разрешение в телескопы подведут но чтобы ну там хотя бы 100 мегапикселей было ну короче чтобы картинки нормальные были хочу вот вот чтобы красиво чтобы вот я увидел вот эту черную дыру которой 20 триллионов лет там как бы она уже существует очень давно а там уже элитные элитное жилье стоит варки шурмой блин написать ему выйди вон вот это все да я вот хочу все это увидеть норм в нормальном разрешении пожалуйста подведь вот сделайте мне заебись сделайте пожалуйста эти итак тимур завтра кассе номер 288 попросил что если восемь не заебись знаете ли да зомбарта на 150 рублей подтверждение хотейка и там ссылка на youtube шорста и не буду открывать потому нет друг там и наконец брынгал дождь дуршломогович отправил нам 150 рублей привет дима это снова я это если что к разговору о дикции и произносении трудно произносимых имен максим давай твою любимую жук дардимидин гурак чада это первый монгольский космонавт господи ну гурбан гулыберда мухаммедов я помню как все учили и яфья таллёк удалька бы и как это было сложно ну да и мне это слово не дается кстати говоря яфья таллёк удаль но на самом деле разбить на слой она проще гурбан гулыберда мухаммедов и жук дардимидин гурак чо встретились на вершине вулкана ифья таллёк удаль что породило массовые самоубийства среди дикторов на радио а там джегуш мженшичекевич да да их снимал понимаешь спасибо большое спасибо тебе брынглдоши дуршломогович здраво с другой стороны какой-то казахский ведущего говоря про логотип тнв ушедший он в эфире казахского телевидения произносил какую-то скороговорку казахскую и это неожиданно завирусилась в западном интернете под заголовком вот так заводится дизель на морозе на спрошу за блогер не али случайно да именно но то есть как бы у него там ролик про интерстеллар что-то часа два с половиной идет наверное то есть он прям там блять всю книжку пересказывает реально всю с примерами из фильма это блять очень круто помните как мы книжку джейсона шрайера пересказывали несколько а потом пригласили и он пересказывал свою книжку да мне кажется это было довольно забавно и круто накачал кучу книг карл сагана хочу почитать о космосе вообще тут была смешная история с новым директором какой-то там лаборатория наса то есть это не не директор все от всей на самом-то как не поменялся поменялась директор какой-то лаборатории это короче девушка она там принимала присягу организации но вот и вместо там наш там типично библию поклясться на библии там поклясться на там конституции сша там прочее она поклялась на книжке сагана которая как там голубая точка и как эта фотография называлась когда бледная голубая . ну вот и короче книжка примерно также называется и вот она на ней поклялась типа что я буду во славу нас а работать искать внеземные цивилизации это такой спасибо нахуй это не то тебе предлагаю начать ладно добрый чердам и господа начинаем затрагаться номер 280 нас не было почти три недели но тому есть достаточно серьезные предпосылки дело в том что у максим там была одна ситуация в жизни скажем так не очень хорошая но к славу богу все ровы как разрешилось хорошо мурчик у нас в процессе переезда а дима это так что вот так бессменные ведущие с вами как всегда сегодня в прямом эфире если вы смотрите нас конечно на ю тубе и в записи если вы слушаете нас в своих мод и любимых наушниках дали смотрите в запись на ю тубе меня зовут дмитрий замбаксин со мной тимур все филюка взрослый тимур это я и максим зарецкий здравствуй максим к привет привет ну а начать мы хотим бы с того что во первых спасибо большое нашим подписчикам которые все еще подписан нас на патреоне на пусть и не отписались за три недели так могли ищики обещать большое вам спасибо что вы есть у вас есть вот а для тех кто не подписан вы пропустили много классного крутого контента которого там пока еще нет но скоро мне на самом деле контента куча как бы но кстати я хотел начать совершенно с отвлеченной историей о том что вы знаете я тут узнал совершенно очевидную штуку какую вы знаете люди короче когда злятся ты такой думаешь бля вот что у тебя там чего такое у тебя происходит почему ты такой почему тимур такой злой всегда а выяснили ученые знаете из-за чего люди буквально знаете как был ученые в говне моченые как говорит дима короче а блять один раз сказал и теперь это расхожие фра один раз нельзя ляпнуть стоило один раз выпить козу и все началось короче выяснилось что маркетологи сникерса буквально оказались как бы правы с научной точки зрения потому что если ты голодный то ты злой а почему ты голодный и злой это оказалось из-за того что когда тебе живут определенные бактерии и если эти бактерии в твоей микрофлоре кишечника если они не насыщены чувствую себя голодом они выделяют токсины после чего человек начинает быть злым то есть буквально токсичные бактерии буквально токсичные бактерии мне казалось на становишься токсичным токсик ебаный казалось что это описание твиттера сейчас происходило короче это все люди просто голодные поэтому надо просто накормить бактерии но грубо говоря накормить самого себя чтобы бактерии успокоились и ты против просто в эти токсины вычищаются и ты перестаешь быть злым не тормозись не краснеет а правда да да понимаешь просто тупо жрешь и ты перестаешь будешь идешь по улице все бесит купил шаурму хорошо да а вы думаете почему тимур постоянно ест в эфире он становится добрее потому что мы его раздражает пошел там заката я целых три килограмма набрал боже мой я потерял 10 пока обсуждал собой гран-туризм не надо было пойти покушать сразу интересно какие бактерии в голове у максим кистов что он гран-туризму любит как вы думаете граниса стоит туризма сон понимаешь какой-нибудь там тимур 2 токсичные бактерии подкаст мы так назовем выпуск и мур и 2 токсичные самому подкасту я хотел сказать важное то что смотрите во первых у нас вышел очень крутой спешил который если вы вдруг его не послушали это спешил с дэвидом перри то обязательно пойдите его послушайте потому что дэвид перри напоминаю вам что это тот самый замечательный человек который как раз таки создал такие игры как там аладдин миссия мдк мдк 2 червяк джим и прочее прочее собственно он же стоял у истоков гайкая сервиса который последствия превратился в playstation now собственно он и работал в sony какое-то время возглавляя этот самый playstation now вот поэтому послушайте очень крутое интервью мы очень долго старались ими и но только имейте ввиду что мы об этом везде говорим на всякий случай чтобы там не было лишних вопросов мы интервью записали год назад еще в прошлом январе и только сейчас мы умудрились его выпустить ну потому что так скажем до этого дошли руки вот кроме всего прочего у нас еще вышел новый по выпуск подкаста магнитное поле который мы делаем совместно с магнитом он довольно крутой потому что в нем у нас пришел по сути главный agile коуч в магните который нам рассказал очень интересные штуки инсайты о том вообще зачем нужен agile кому он нужен и типа можно ли без него жить спойлер можно если типа у вас определенный тип команд там и так далее ну и соответственно как вы встретите самые процессы в командах поэтому если вы там какой-нибудь project там или даже продакт или там типа в целом работаете там возглавляете команду разрабов там то обязательно послушайте потому что он ну очень интересные вещи говорит вот ну и соответственно у нас куча вышло крутых стримов у нас вышел дткд тоже 111 и поэтому имейте ввиду что вышло контент по нашем ютубе как минимум очень много и вы соответственно можете его посмотреть еще вы можете соответственно послушать вот целых два выпуска это магнитное поле и спешил с дэвидом бэрри и и делом мы переходим к нашу подкаст давайте с нашей любимой рубрики слухи недели начнем дело в том что да давайте наш любимый инсайдер том хендерсон пишет нам на щеки ц но давай разберем тобою написанная ты 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 знаешь это вот как раз про то что вспомнили дети счет дэвида пэрри можно сказать соня я либо готовит свою собственную портативку но не простую есть нюанс есть нюанс да и как всегда есть нюанс как это выглядит то есть смотрите на картинке сейчас нарисована vita на видео версии но на самом деле представлять надо распиленный пополам dualsense в центр которого воткнули экран от мобильника сейчас я попытаюсь это изобразить вот вот да вот спасибо вот максимка спасибо большое макс вот так примерно выглядит но только естественно побольше размером да и почище не знаю кстати куда не воткнут тачпэд на этой истории хорошим ним есть официального playstation держатель для айфона когда раздвигаешь 2 2 половинки дает у нас такая что вставляешь телефон она там прям буквально он выглядит как dualsense визуально который разрезали и там вот оставили место под телефон поэтому он уже существует и не знаю такое такое чувство будто sony может быть сделает ну типа уже прям шаг вперед чтобы не к телефону присоединять тебе геймпад а прям вообще полноценную по сути связку то есть геймпад плюс соответственно вот экранчик спереди да но для того чтобы типа супер ее сильно удешевить там типа будет какой-то очень простенький там android и максимум что на что они смогут претендовать это вот сделать какую-то очень 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 несложную штуку я нашел картинку которую кто-то кто-то сделал просто концепт как это примерно выглядит вот примерно так то выглядит но из история следующем хрен с ней с портативкой ну то есть очевидно что скорее всего sony вряд ли делает портативку поэтому в новости есть определенный нюанс это не просто портативка это облачная консоли смысл этой консоли в том что чисто стриминговый девайс она чисто предназначена для того чтобы работать в связке с playstation 5 до да да и играть вы будете по сути в игры со своей playstation 5 ну где хотите можете на домашнем вай-фай можете где-нибудь там на дороге на через телефон как-то выйти я не знаю хороший вопрос будет ли в ней я думаю в нибудь вайфай или что-нибудь похожее на сотовый модуль я думаю нет мне кажется вообще из того что я прочел туда понимаете одна вещь которую вы должны учитывать когда делу касается хардварных сливов это практически всегда испорченный телефон потому что кто-то что-то не договорил кто-то что-то не допонял кто-то что-то не так имел ввиду и в итоге мы получаем искаженную информацию и скорее всего это будет такой такой же опциональный девайс как про контроллер соневский который это скорее все будет реально долл сенс с экранчиком с просто минимальными возможностями и продавать его будут не как новую виду и не как новую psp а как типа ну ты купил playstation ну ты можешь 150 условных там 180 долларов потратить на девайс отдельный для ремонт-плея чтобы не кажется что это очень дорого для девайса для отдельного ремонт-плея 70 70 баксов стоит долл сенс накидывая еще ну 70 140 получается не знаю я вообще считаю что это не очень нужная к тому же если посчитать что пишет хендерсон пишет что 1080p 60 fps ну то есть как бы особо а вот кстати тот тот самый чехол который который тимурчик нам говорил про него там сейчас выглядит видео версии это в принципе классно но мне кажется во первых дорого вот если эта штука будет стоить 100 баксов тогда да но она не стоит слишком она может потенциально столько стоит потому что ты же прямо что они делают по сути огромную маржу на на геймпадах да но ты же помнишь что нам говорил дэвид перри что когда у тебя консольный бизнес ты зарабатываешь не на консолях ты зарабатываешь в первую очередь на играх поэтому как и steam deck который продается в большущий просто минус они могут взять и продавать эту консоль с точки зрения того что типа ты как бы ну ты на него больше играешь больше покупаешь игр больше покупаешь всяких там донатов там всего и продляешь самые главные облачные сервисы типа ps now который теперь ходит в тиры ps plus а то есть в этом плане это может быть понимаете то есть тут главное не разочаровывать себя ненужными ожиданиями поскольку этот инсайт написан максимально таким образом чтобы вас на эти ожидания научкой да это не новая консоль это не новая платформа это буквально аксессуар для playstation 5 все но у меня есть некоторые как так скажем сомнения потому что вот этот аксессуаром покрывает же по факту довольно специфический запрос типа твоя консоль стоит у тебя где-нибудь там дома ты мне сейчас не можешь поиграть поэтому ты берешь типа вот этот вот геймпад с экраном для того чтобы поиграть там в постельке в соседней комнате еще что-нибудь но зная то что playstation 5 иногда даже в хорошо настроенные сети с хорошим роутером иногда и про ему play может работать через раку иногда реально работать через раку ну как бы ничего не предвещает беды то я считаю что но это так скажем очень самонадеянно делать такого рода штуку я не расскажу кстати о том как явно geforce now играл соответственно в destiny 2 вот и это был довольно забавный интересный экспириенс учетом того что турция находится довольно далеко от западноевропейского сервера сервера запускал его через vpn потому что иначе он в турции отказывался работать вот поэтому я такой блять ну ладно хорошо ну и в итоге короче он у меня запустился и даже работал и даже латнесси был не очень большой а потом все начало разваливаться на квадратике ну в общем с ремонт пойми такая история будет ли от девайса успешным sony не в первый раз выпускать на ровном месте херню если вы вспомните их хардварную историю а с другой стороны опять же испорченный телефон и не факт что эта история вообще доберется до рынка это то же самое как сегодня была новость про то что нашли видос где на сентябрьском хакатоне внутри microsoft a ux дизайнеры их он который там делали типа ну как как на хакатонах обычно бывает да давайте сделаем вещи которые решают несуществующие проблемы не зачитывать как раз существующим ладно иногда существующие ты код команду их дизайнеров microsoft а просто что сделала сделала лаунчер для портативок то есть там всякие а я нео там не знаю там мы прочее потому что там тассу выходила какая-то это даже на стиме и самое главное для стим дека да и журналисты тут же начали писать что на самом деле в микрософте все работают над своей портативкой нет не так то есть как бы скорее всего как и большинство хакатонов это пройдет абсолютно незамеченным ну то есть скорее всего да из этого вообще ничего не выйдет но здесь то же самое когда вы читаете про очередной прототип на самом деле прототипов внутри sony варится великое количество вводя того что я помню у sony буквально две недели назад утекал концепт который они явно явно готовили под 1 апреля камера для людей у которых хват левой рукой вот типа камера для левшей там все органы управления перенесены в другую сторону та же там типа та же альфа 7 что у меня но с органами управления на другой стороне это просто откровенно хреновый мокап то есть видно что он там на 3d принтере распечатан был буквально но ты все-таки это новая с камера sony для левшей нет это просто внутренний гэг хватит не каждая хрень которая делается внутри корпорации делается на конечный рынок в общем посмотрим как она пойдет так что все эти инсайды воспринимайте поаккуратнее я хочу сказать что crackdown 3 то выпустили ведь в итоге ну да да опять же в силу облаков говоря кстати про игровые инсайды теперь если уж мы закончили с железными тут очень интересный слух и скорее всего это правда поступил про то что сейчас делает сега и сега сейчас делает якобы два полноценных дорогих ремейка не ремастера не каких-то hd порта во первых это будет ремейк jet set radio это в общем-то достаточно культовая но не очень популярная в свое время была серия игр про я даже не знаю как это правильно описать рэпера граффитиста на роликах да 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 это такая была ритм игра своего рода но больше похожее на что-то такое вот да про поездку а-ля тони хок на роликах и как ни странно внезапно третьей person и именно третий не до reveal вообще третий вошла в инфополе если это блять игра ху diesen склетнедавностью вот именно потому что großen и мейк до поэтому это ремейк я тебе могу так сказать я поиграл во все персоны мне очень понравилось 4 и часть мне очень понравилась пятая часть мне кстати очень понравилась стройкерс несмотря на то что она как игра говно собачье но она очень классная по песням. То есть, «Персона» это серия, которая сейчас у Сеги начинает раскручиваться. Особенно после того, как она вышла из «Достенка» в PlayStation, она вышла на ПК, она вышла на Xbox, все больше людей начинают с ней знакомиться. Третья «Персона» считается культовой, потому что во многом она задала всякие тренды в серии, во многом она определила взрослые темы. Ну и, естественно, этот знаменитый мем, когда ты в голову себе стреляешь и кричишь «Персона», это вообще из «Третьей Персона». Это очень-очень хуёво. Мне кажется, некоторым играм не стоит делать ремастер вообще. «Персона», понимаешь? То есть, в данном случае «Третья Персона» — это очень вызывающая игра, очень контроверсивная, но она же самая, что называется, важная для серии, потому что она определила её трансформацию. Так вот, я не смог поиграть в «Третью Персону». Она просто безбожно устарела геймплейно. Это такой самый поганый вид японского данжен-кроллера, где ты по копипастному коридору ходишь и бьёшь копипастных врагов. Поэтому «Третью Персону» реально можно переделать, и я думаю, в итоге на неё будет спрос. Другой вопрос — зная японцев, где они решат сэкономить на этот раз? — Слушайте, тут самое главное, откуда всё это появилось, то есть на уровне слухов? Дело в том, что якобы слили видос с внутренней презентацией «Сеги», в которой фигурирует целая куча игр, которые написаны на японском языке сверху справа, что это «индевелопмент», и все игры находятся в разработке. И там самое главное, что это вышло незадолго до «Соник Фронтирс», и, например, внутри этого видоса был футаж «Соник Фронтирс» геймплей, хотя на тот момент существовал только тизер «Соник Фронтирс». И все начинают бомбить по поводу того, что у «Сеги» реально был геймплей, и она реально его не показала. Хотя многие тогда помните, когда только-только «Соника» показали, все сказали, что это за хуйня какая-то, а геймплей оказался более-менее нормальным. И вот говорили, что, блин, если бы показали бы вот это, ну, типа, вот этот геймплей, то как бы было бы заебись. И самое главное, что в этом геймплее «Соника» есть то, чего нету в финальной игре. Да. То есть босс какой-то отдельный. Там не только босс, там, во-первых, за Тейлс играешь. Там колоб был. А во-вторых, там, типа, есть боссы, которые были в этих артбуках, но не было в финальной игре. И смысл в том, что это всех наталкивает на мысль, что видос реальный, настоящий. И там есть маленький кусочек с Jet Set Radio, где, типа, главный герой на улице, там такой стоит, танцует, а сзади него, ну, графон, конечно, не уровень киберпанка, но, типа, проработанного. Но хороший современный графон, да. Да, хороший современный графон, и он, типа, такой пританцовывает на этих роликах, там, с баллончиками в руках. И дальше идет кусочек, где героиня из Person 3 в бою кричит, там, сзади нее появляется Person, и она атакует врага, там, циферки вываливаются. И дизайн не такой, как у Person 4-5, то есть дизайн ближе к Person 3, оригинальный. А персонаж и все остальное выглядят, ну, вот в стилистике новой, как сделана Person 5. То есть это не мод, а, типа, якобы, действительно, на движке Person 5 переделывают эту вот Person 3. Поэтому, ну, так скажем, это все прибавляет некого веса этому слуху. Но, как вы знаете, делить все надо на 9000, но, если честно, мне было бы интересно посмотреть, как они переделали в игру, потому что Макс Прав, она очень сильно устарела. И я думаю, что они сами это понимают, и именно по этой причине ее переделывают. Да, именно третью, потому что даже четверку можно терпеть, третья абсолютно невыносимая. Слушайте, еще момент, связанный с игровыми слухами. Тут есть, смотрите, у нас есть месяц май. Месяц май в этом году достаточно забитый. У нас выходит Зельда, которая, мы еще трейлер ее обсудим, совершенно прекраснейший. У нас есть Зельда. Это, конечно же, та игра, которая, ну, наверное, заполонит собой все инфополе на ближайшие несколько месяцев. У нас есть Jedi Survivor. По превью тоже достаточно хороший сиквел. Вот. И есть одна игра, которую впихивают вот из серии сдохнет и уже, наконец, аккурат между этими двумя играми. Речь идет про Redfall. И здесь, знаете, типа, у нас есть для вас две новости. С какой начать? Давай с первой. Первая новость, что все-таки она хорошая. И из Redfall вот-таки уберут Always Online. Ну, это слух. Вы сможете, скорее всего... Аркейн ищет возможность убрать. Да, да. Аркейн попробует... Ну, может, ее не найти. Да. Вот. Аркейн пробует убрать, значит, онлайн из Redfall. И они связывают это с тем... Знаете, вот такая отмазка уровня славянский дэмэдж-контрол. Вы знаете, мы собирали статистику о том, как вы играете. Нам была так важна эта статистика, что мы сделали игру постоянно в онлайне. Но сейчас мы пока не знаем, как убрать эту телеметрию. И как вам оффлайн продавать Battle Pass с косметикой, мы тоже не очень понимаем. Но, как бы, если вы будете играть с друзьями в онлайне, было бы неплохо. Да. Ну, как бы... Понять и простить. Но если вы собрались на релизе поиграть в эту игру в 60 кадрах на консолях, понять и простить. Потому что на старте в игре будет только режим 30 FPS на Xbox Series X. Естественно, на Xbox Series S будет тоже исключительно 30 FPS. И якобы режим 60 кадров добавят только после релиза. Они не называют когда, они называют релизное окно. И самое смешное, у народа очень сильно бомбануло. Ну, естественно, 12 терафлопс. Все эти мемы хейтерские вставьте сами. Ну, там, типа же говоря, завтра каст хейтера. Игра, которая выглядит как Overwatch, если что. Да. Она вообще не выглядит в графоне стенера. Она еще и сделана на Unreal Engine 4. Ты же понимаешь, потому что, когда тебе говорят, что игру выпустят на 30 FPS, это значит, что мы не успели ее оптимизировать. Самое главное, что в этом всем добавляет комичность. И кто-то раскопал старый твит Аарона Гринберга, где он говорит, ну, знаете, на Xbox будет только 60 FPS в первых плате играх. Он сказал, что это основной таргет, но в некоторых их будет и 120. Да, да. И вот так вот эта иконка Гринберга такой, типа, мы классные. С другой стороны, патчем добавят 60 FPS. Да, но... Когда оптимизируют игру. Да, да. Когда онлайн окончательно умрет. Я читал комментарии на DTF, и там, конечно же, люди порвались с этой историей. Ну, типа, как можно играть в шутер, в 30 FPS, что ли, ебанутые, что ли, все. А я такой, который всю жизнь в Destiny на PlayStation 4 играл в 30. Но ведь, как бы... Ну, хорошо. Но поскольку мы говорим о студии Arkane, 30 FPS не проблема. А вот легендарный фреймпейсинг Arkane. Это да, но с другой стороны, ни одна игра Arkane не выходила готовой. Да, да, я не спорю. Но самое главное, что тут спалили не только твиты Гринберга, спалили старую страницу игры, карточку игры в Story, и там был текст 60 FPS, и его убрали вчера. А знаешь, почему вообще... Ну, почему это вообще проблема? то есть... Да. Почему для людей это проблема? Смотри, вот выходит условный Starfield, да, там, типа RPG-ха, которая похожа, ну, давайте честно, откровенно говорить, похожа на Fallout. И, скорее всего, делается на... Тех же ассетах. Тех же самых ассетах, тех же самых движке, все то же самое будет, как, блядь, в Fallout'е, Skyrim'е и так далее. И 30 FPS там тебя не будет напрягать, потому что это, блядь, RPG. Тебе просто похуй, ты большую часть времени будешь ходить и разговаривать с персонажами. Иногда стрелять, но в целом никто как бы не бомбит по поводу того, сколько там FPS-ов в Fallout'е условно. Я помню, что на старте Fallout 4, на PlayStation 4 было что-то 15, по-моему, и всем было полным абсолютно. И... вот Starfield, если будет 30 FPS, все сожрут абсолютно спокойно. Но здесь-то у тебя коопный шутан от первого лица. Если бы это была игра от третьего лица или какой-нибудь в другом жанре, возможно бы все бы спокойно схавали. Ну, в шутере, прости, пожалуйста, но я хочу увидеть 60 FPS. Тем более, блядь, мы на новом поколении. Ну, на старшей консоли так точно, учитывая, что игра, по слухам, вообще была кросс-геном. Это как-то просто странно. Это значит, это как с Gotham Knights. Вот Gotham Knights, у которого абсолютно сумасшедшие требования, абсолютно сумасшедшие FPS на консолях, очень плохие, да? Эта игра выглядит хуже, чем Arkham Knight, но при этом она тормозит везде. Да, но только... Но пацаны, ну что вы доигналите, да, разработчиков? Который реальность? Который сейчас играет в Gotham Knights. Макс, вы можете сказать, что за... Сколько? Полгод прошло, не прошло? Полгод прошло, прошло. 4 месяца прошло. 4 месяца с момента релиза ее полностью починили, она идет идеальной 30. Она не тормозит, у нее нет никаких глюков вообще. То есть, а можно вот Redfall взять? И перенести, да? И перенести на полгодика. И, во-первых, вы спасете игру от Jedi Survivor, который сейчас вот выходит. Скорее от ZELD, знаешь. От ZELD, да? То есть между двумя играми, которые, ну, очевидно, лучше, чем ваша. Ну, очевидно. Ну, и самое главное, они обе на много часов, они занимают время у людей. Они будут отнимать аудиторию, даже если она не сильно пересекается, потому что это просто длинные игры. Вот. А потом, когда люди вспомнят про существование твоей игры, будет уже поздно. Да? Да, странно. Пусть они ее выпустят, не знаю, там, блядь, летом. Выпусти. Дайте месяца три. Ваким, вы все время забываете, Arkane уже получил свой чек за эту игру. И что? У них только, как бы, бонусы какие-то там за то, что, типа, если вдруг в нее поиграет чуть больше людей, чем, как бы, изначально планировалось, они, как бы, получат еще какой-то, наверное, бонус, как бы, и все. Будет смешно, если вот она выйдет, да, Redfall выйдет, то есть хустим с 30 фпсами, допустим, все схавают. Ну, допустим. Если, допустим, игра будет хорошая, там, интересно, ну, предположим, она выходит, и у нее не работают сервера на старте. Я почти уверен, что так и будет. Знаешь, у тебя не будет сохраняться статистика или будет хериться инвентарь. Это же Arkane! Эти люди без онлайна умудрялись выпускать игры типа Prey, где ты двигаешь стик, жмешь две секунды, ой, ждешь две секунды, и CryEngine такой, а, точно, стик подвинуть надо. Но вообще мне это не нравится, вся эта история. То есть если вы уже... Ладно, я могу понять, если бы Redfall делался на Unreal 5, там, типа, ну, как бы новый движок, мы не совсем разобрались, ко-ко-ко, вот эта вся история. Бля, сука, вы делаете игру на четвертом Unreal? Вы не можете на четвертом Unreal сделать столько фпс, сколько вам надо? Или в чем проблема? Или у вас проблема с оптимизацией какая-то? Или вы просто к ней не готовились? А какая их предыдущая игра на Unreal Engine 4 была? Не одной. А, окей. То есть буквально сейчас эти же оправдания в студии, да? Ну, новый движок, ну, что вы хотели? Да вот если бы мы на CryEngine пилили, как все предыдущие... Не, не, на Void Engine. Или на Void, да, как с Dishonored'ом такие, да, было бы классно. Типа это новый для нас движок, понимаешь, как бы... И вообще денег нам уже заплатили, поэтому как бы... Нам похуй, поиграйте вы в неё, не поиграйте, понравится, не понравится. Нам просто поебать, понимаешь? Мы вообще Dishonored 3 делаем сейчас. Я просто как человек, который виртуально торчит Тимуру тысячу рублей. Я напомню, что мы с ним поскорили, я сказал, что RedFall будет нормально, а он мне сказал, что он будет говном. Мы забились на штуку. Так что я, как человек, который виртуально торчит Тимуру денег, очень не хотел бы, чтобы RedFall провалился. Ты заинтересован финансовый. Это очень странно, да. Хотелось бы, чтобы RedFall получился хороший. Понимаешь, здесь есть проблемы. RedFall получится, наверное, даже более-менее неплохой игрой по атмосфере, по какими-то там, типа, знаешь, арту, по всему. Но я очень подозреваю, что её ждёт неудача, такая же, как игру Splash Damage, которая называлась Brink. Когда у тебя крутейший мир, классные персонажи, всё придумано, но к тому моменту мир ещё не был готов к Overwatch, понимаешь? А это был, по сути, по сути, Overwatch. Они тогда его ещё сделали, понимаешь? Но мир не был к этому готов, к такому вот хирушу тону. Поэтому игра без сюжета, без всего, просто вышла какая-то непонятная обрубка какой-то. И его благополучно все забыли, хотя очень красиво. Музыка классная, звуки, сюжет, всё прикольно сделали, но это обрубок был. Я уверен, что с RedFall будет то же самое. Компания, которая, в принципе, должна делать сюжетные интересные там игры, внезапно начинает делать по указке. Сервисный мультиплэйр. Сервисный мультиплэйр, который, казалось бы, BladyNedge должен был Microsoft чему-то научить, но нет. Понимаете? Я думаю, что... Слушай, ну это же не Microsoft решает, что делает студия. Ну то есть, как бы, Microsoft всегда, каждый раз в своих интервью и вообще во всех заявлениях своих утверждает, что они не имеют никакого креативного влияния на студии. Они могут им подсказать... Чувак, они делают Greenlight. Они делают Greenlight на выпуск игры. Да или нет? Да, я понимаю. Просто они говорят, вот ты приходишь условно на встречу директоров этих Microsoft и Arcade, и говорят, что вы там хотите сделать? Они говорят, мы хотим сделать мультиплеерный шутан с вампирами. Те говорят, ну давайте, покажите нам какой-нибудь срез. Они показывают вам примерно вот такой геймплей, который сейчас показывают. И Microsoft тебе говорят, ну вроде выглядит норм, давайте, делайте. Все, их никто за язык не тянул. Понимаешь? Мультиплеерный, там типа кооп, вампиры, и вот все вот это хуйню, это они сами придумали. Я могу сказать и популярное мнение, но мне кажется, что Microsoft, если бы он активнее участвовал в деятельности купленных студий, сейчас бы имел несколько больше игр, чем без VR 2 на старте. Не знаю. На такие условия никто никогда не согласится продаться. То есть ты приходишь покупать какую-то студию и говоришь, знаете, мы вас покупаем вообще целиком с потрохами, даем вам там, не знаю, сколько-то миллионов долларов за всю вашу студию, и за все ваши IP. И при этом мы хотим сохранить креативный контроль. Да никто за это не согласится, ну как бы, камон. Ну ты как бы плохо. Ты говоришь, что это постфактум? И уволняешь всех, кто не согласен, бля, классика. Классика корпоративного управления по Иллому Маску. Просто один-вот. Как бы, здравствуйте. Питер, посланоль, да? Слушайте, в офисе. Да-да-да, и сдаем Redfall в мае. Слушайте, давайте зачитаем донаты. Нам в чате пишут, что будет как с Иволф. Я, кстати, вам напоминаю, что Иволф в прошлом году реабилитировали, ну то есть она поднялась из пепла, у нее включились сервера, наиграло огромное количество людей, и вот сегодня читал новость, что ее выключают в июне. Знаешь почему? Потому что там 50 человек в онлайне магнит. Буквально летом прошлого года считалось, что типа, не, ну сейчас, ну я переделаю, народ нас агитирует за то, чтобы мы пошли и включили сервера, они пошли, включили и... Все, до свидания. Сервисными такими играми есть большая проблема. Она заключается в том, что если ты делаешь не ммооху, который прям реально пожирает все твое время, и там с огромным количеством триггеров, а ты делаешь такую, типа, веселенькую сессионку, то ты по сути конкурируешь на, так скажем, ну не супер-гипер-большом рынке, и на рынке, который постоянно развивается. То есть такую же сессионку... В этом же и смысл лайфсервисных игр. Ты должен каждый раз обновлять контент. Как только контент заканчивается, народ уходит. Не только. Смотри, тут есть момент с тем, что как бы вот ты выпустил игру, тебе повезло, и вдруг в твою игру играют все. Сделать так, чтобы в твою игру играли все в течение очень многих лет, ну то есть быть условной там Destiny, Overwatch, или еще чем-нибудь, очень сложно. Контер-страйком тоже очень сложно стать. И таких игр, их постоянно появляется, и они исчезают. И мне кажется, что с точки зрения маркетинга, с точки зрения вообще типа бизнес-логики, проще всего сделать какую-то игру как бы очень несложную, выпустить ее в Early Access, посмотреть как пойдет, как бы ну взлетело, хорошо, продолжаем дальше. Допомню вам, что собственно так развивался Fortnite, который вообще в бете выпустили, кое-как что-то делали, и типа на него никто особо не надеялся. Также выпустился ПБГ, если помните, также выпускали Тарков, и кучу других игр, которые как бы вот знаете, типа выпускаешь МВП, взлетело, заебись, не взлетело, похуй на него, короче, делай и двигаемся дальше, короче. И игры, которые на эти берут и типа нарушают эту бизнес-логику, и давайте выпустим ААА, прям такую охуеть огромную крупнобюджетную игру, но по лекалам вот этих всех вот обрубков, ну типа давайте аутсайдер сделаем, или давайте сделаем блядь Evolve, или давайте сделаем вот такую вот игру, это как бы, ну, это типа охуеть какой-то риск с точки зрения бизнеса, потому что надо выпускать реально обрубок. Взлетело, взлетело, заебись, продолжаем, не взлетело, похуй на него. Ты видел сегодня новость, как Ubisoft представила свой XDeFi? Видел? XDeFi, да. XDeFi, да. XDeFi, блядь, неважно абсолютно, как она называется, просто это говно. Да ладно, короче, ты не видел, историю, Короче, я не стал смотреть, мне на него посрать. Я сейчас объясню, смотри, в чем история? Ее показали давно-давно, она никому не понравилась, Ubisoft ее начала допиливать, доделывать, там, менять у нее, как сказать, как она выглядит, интерфейс, там, и прочее. Вот сегодня они ее показали на своем лайвстриме. Знаешь, как выглядел лайвстрим? Значит, не так, знаешь, откуда я узнал плейлайвстрим? Не из социальных сетей Ubisoft, не из там PS-релиза какого-то, нет, я просто зашел случайно на полигон, захожу, а там написано шутер от Ubisoft X-Defense, ну, конечно, такой себе, типа, нам не очень понравился, вот вам трейлер, я такой, какой, блядь, трейлер, она что, вышла что ли? Такой нажимаю, а там, блядь, в реальном времени идет ролик, на котором они сидят с разработчиками, пиздят по поводу этой игры, и они рассказывают, что вот, у нас будет там такое количество карт и прочее. Чтоб ты понимал, трансляцию смотрел, что-то, блядь, как завтракас, наверное, человек 700. То есть, это что, это похороны игры в реальном времени, или что? Как это называется? Вот с точки зрения маркетинга, как это вообще возможно? Это называется, мы уволили всех пиарщиков, или они в ней не уверены, или что? Потому что она полностью и 100% спизжена с Call of Duty. А самый смешный... Если ты помнишь, она изначально выглядела как, по сути, такое типа, что-то среднее между Fortnite, короче, Call of Duty и непонятно чем. Сейчас она полностью спизжена с Call of Duty, просто один в один. То есть, я так понимаю, что вот этой все смешнявки из Fortnite ее убрали все. Убрали, но опять же, во-первых, это бесплатная колда, она бесплатная, блядь. Ну то есть, у тебя есть вариант заплатить 70 долларов за новую колду, в которую будут играть все твои друзья, или... Бесплатно DMZ скачать себе. Warzone скорее. Это и есть, по сути же, Warzone DMZ, нет? Не, Warzone просто называется Warzone. Ладно. Или поиграть вот типа в Call of Duty от Ubisoft. И они говорят, блядь, у нас фри-то-плей, у нас будет, значит, Battle Pass, но никакого Pay to Win'a вообще, мы не такие. Мы типа... Ага. Ты такой... Ага. Да, да. Я знаю, как вы радугу развивали последние 7 лет. Спасибо вам, блядь, большое. Когда появится оперативник с куриными крыльями и головой вместо пиццы, значит, такая, блядь, гигантская пицца будет бегать. Я думаю, что месяца через 2, чуваки. Потому что, ну как бы, камон. Вот. И меня поразило то, что хер с ней с игрой. Мне на нее насрать. Я уверен, что большинству людей на нее насрать. Ну, как бы, очевидно, да, что это Call of Duty заменитель. Как нас писали в чате, это продукт идентично натуральному, знаешь, типа. Call of Duty содержащий. Call of Duty содержащий. Нет, не содержит Call of Duty, знаешь, там типа. Да, да, да. Без ГМО, да, вот примерно такое. Да, да. Без ГМО, да. И мне просто удивляет, как к современному маркетингу эти компании, которые зарабатывают огромное количество денег, там, типа, что этот Аркейн несчастный, что это Ubisoft несчастная. Как они подходят к маркетингу своих игр? Ну, это, блядь, тупорылая хуйня какая-то. Ну, это даже я, человек, который в этом не разбирается, понимаю, что они сделали какую-то херню. Надо было, не знаю, позвать там каких-нибудь диджеев, каких-нибудь рэперов, каких-нибудь там, не знаю, стримеров, известных, стримеров, да. Купить у них просто огромный слот на то, чтобы ты там все это пиарил. Иначе твоя игра выйдет и пропадет через неделю. Просто про нее никто не будет говорить, она сдохнет. Чувак, берешь, делаешь в Label Now и покупаешь топ-100 самых стримеров, они все начинают одновременно на Twitch'е на Юнтубе играть в твою игру и говоришь, что вот она сейчас доступна, иди вот сейчас скачай и, короче, запускай и все, и у тебя все получится. Вот The Finals, как они взяли закрытую бету и разом ее запустили, и разом все в нее играли, короче, в течение там пары дней. А потом взяли, закрыли, ну хайп, все, уже народ такой, типа, прикольно, будем ждать. У меня есть теория, почему Ubisoft так делает и почему Microsoft так делает с RedFold. Потому что, например, Microsoft нечем просто закрыть май, потому что у тебя есть первую половину года скорее вообще. контент-план, да, и ты такой, ну Starfield еще не готов, давайте что-нибудь выпустим, что там более или менее готово. Ага, RedFold. 60 FPS на Starfield не будет, хуй с ним, блядь, сажим до 30, знаешь, вот просто ты затыкаешь дыру в своем расписании, вот ты его воткнул туда, RedFold. А Ubisoft так делает с X-Defined там исключительно потому, что, типа, они ожидают, что игра провалится. Они такие, типа, птук, я больше, как это было с Rainbow Six с карантин, или как она там... Быстрые вулклассы мужчин, Extraction. Да, Extraction. То есть, типа, тупо выпустили, она там потихонечку сдохла в глубинах подписок, вот с этой игрой примерно будет, наверное, так же. Ну, мне так кажется. Слушай, знаешь, что самое грустное с RedFold в завершении всей этой темы? Все, что вы обсуждаете про Ubisoft и про даже Call of Duty, особенно учитывая существование Warzone, вы обсуждаете фритуплейные игры, RedFold будет денег стоить вообще-то. Но он будет бесплатно в геймпассе. Но он будет в геймпассе, да, за который ты должен заплатить. Чувак, бесплатно, но за деньги? Нет, Подождите-ка, если у тебя есть Xbox, то ты просто морально... У тебя автоматически из геймпасса, да. Ты морального права не имеешь не покупать геймпасс просто. Ну, то есть, это бессмысленно иметь Xbox и не иметь геймпасса. Спасибо, Фил Спасерасович. Надо еще скал на боссы пускать. Чуваки, это наша следующая тема. Давайте отойдем от слухов. Давайте, давайте, донатики зачитаем на секунду, да, и перейдем к следующей теме. Анонима отправил 300 рублей, Дима, кто из них Тони? Мысли. Я же рассказывал, что я одно время озвучивал мультики и сериалы пиратские, поэтому за Тони я просто разговариваю другим голосом, вот и все. Да, это все Дима. Как ты так разговариваешь одновременно? Или ты как битбоксер, который умеет одновременно и мелодию? У него саундборд, ты не понимаешь, он включает нужные фразы. Да, там типа, Люк, я твой отец. Там вот это, знаешь, понятно. Ты понял. Антонка отправил нам 2 доллара, только оделся на пробежку, а тут в онлайн хорошего стрима, послушаю записи. Спасибо, Твертишка. Спасибо. Ильдурам отправил нам 100 турецких лир. У нас есть общий подкаст, есть с Димой Тимуром, есть с Димой и Максимом. А где подкаст с Тимуром, а Максимом? Про гран-туризм, про фототехнику, но... Или про какое-то сасайку, сайвани мы, а? У нас очень мало времени, ребят, ну серьезно, все упирается исключительно в наш график. Мы не фулл-тайм подкастеры в этом вопросе, к сожалению. Андуриду отправил нам 10 евро, под завтра каст учишься в универе, устраиваешься разработчиком, промоут сеньер, промоут салюшн архитект, покупаешь квартиру, уезжаешь, моешь посуду в Казахстане под историю Тимура, оффер, релокит в Берлин, люблю вас. Спасибо тебе. Болит, звучит, как история успеха, чувак, спасибо тебе большое. Мне тоже так кажется, это очень круто и классно. Чувак, ты большой молодец. Барсик отправил нам 750 рублей, не придумал ничего умного, поэтому вы крутые парни. Я хоть и перестал смотреть подкасты давно, но я все еще часть этого комьюнити все классные педики. Спасибо тебе, Барсик, что он сходил в персону, да. Оливье с куличами отправил нам 300 рублей, ура, надеюсь, утром увидит 6 часов контента, хорошего вечера. Нет, сегодня будет короткий, бля, кажется, как я так говорю. Тихо, тихо. Просто заткнись, заткнись. Да, хорошо. Ла Лимп отправил нам 1500 рублей, спасибо за контент, жду еще одну версию магнитного поля. А вот это, кстати, можно анонсировать, что у нас выйдет когда-нибудь? У нас, на самом деле, будет еще один, у нас будет несколько выпусков, потому что мы, на самом деле, подписались на еще новый сезон, по сути, и у нас будет довольно интересный выпуск следующий тоже, как бы для всех тех, кто вот систем архитект, и вот это все, все будет, я думаю, что очень интересно и бэкэндером тоже послушать. Вот. Он будет где-то в начале мая, я думаю, надеюсь. Ну, ртообразный канал к пластиковых кукол правилам 300 рублей от новостей, отвлекаясь, пытаюсь чат GPT, чтобы выдать сюжет, где Римская империя не пала. Я, кстати, помню историю, где какой-то чувак на Reddit придумал историю, как американские морпехи воевали с римлянами, попав туда, типа, через портал, типа, в 3000-х годах. И у него даже выкупили сценарий, и вроде как даже есть, типа, некий сценарий по телеадаптации, поэтому, если такой фильм появится, вы не удивляетесь. От весны нет ощущения радости, потому что я в РФ, вспоминаю, как спрашивал Тимура на сходке, досмотрел ли он реинкарнацию безработного. Ты смотрел? Конечно, да. Слушайте, выпуски полностью в Констернце, поэтому держите донаты еще интересующимися. Завести белорусскую карту отличная идея, о которой никто не говорит, только там доллар дорогой 100-110 рублей. Я думаю, что... Ну, я думаю, что... Слушайте, как бы, есть намного более хорошие варианты, чем белорусская карта, тем более, что... Я думаю, что белорусские карты, знаете, как такой тип над ямой, там, со всеми, чем только можно, как бы, давайте считать над пиками. На волоске, да, так висит. Да, на волоске, и их могут заблокировать в любой момент, поэтому имейте в виду. Короче, возвращаясь к нашим новостям. Ubisoft сегодня... Почему мы сегодня говорим про XDF? Потому что Ubisoft сегодня взяла и представила свою подписку... Ассадинскрипплюс. Да. Для Xbox. Свою подписку Ubisoft+. И есть, как бы, несколько нюансов. Во-первых, слухи о том, что Ubisoft представит свою собственную подписку на Xbox, ходили давно, но почему-то все думали, ну, то есть, я в том числе, что эта подписка будет частью геймпасса. Да, как и E-Play. Как и E-Play, да. Но нет, Ubisoft оказалась умнее, а может быть, и тупее всех. На два шага позади индустрии, это называется. Она сказала очень просто. Значит так, чуваки, вы, как бы, на ПК давным-давно играете в Ubisoft, как там у нас, Play, как она называется у нас? U-Play, да. U-Play, да. Вот теперь на ПК есть подписочка. А если вы хотите играть еще и на Xbox, то оформите себе, пожалуйста, подписку Ubisoft Plus Multi Access, которая дает вам доступ не только к игре на ПК, но и к игре на консольке. И стоит она, сука, 18 долларов. И ты такой, в месяц. В месяц. Окей, давайте посмотрим на список игр. И там, Анна 1800, Assassin's Creed, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру-дру. Все короче, которые были. Battleship, это вообще что? Что такое Battleship? Это Battleship самое... Тихо. Это что, морской бой? Да! Battleship это название морского боя от Hasbro. Это адаптация морского боя Дима. Того самого. Bogle, Child of Light, Family Feud, все Far Cry, кстати, в том числе и последний, который Far Cry 6, Fighter Within, это какой-то бокс, по-моему, For Honor, Ghost Reconnector. Причем, Ghost Reconnector только два последних, Breakpoint и Violets. А где предыдущие, блядь, Ghost Reconnector? Алло! Самое интересное, да, там нет в этой подписке игр с обратки, которые доступны на Xbox. Где Splinter Cell хоть один? Да, да. Его тут нет. Хотя в обратке они все есть у Xbox. Ну, понятно, короче, ты знаешь, честно, вот я на этот список смотрю говно, потому что либо все это было в геймпассе, либо все это было в PS Plus. Половина из этого есть PlayStation Deluxe. Да, и в чем, как бы, смысл всего этого говна? Еще раз, я не очень понимаю. Заплатите вы у гейммод денег. Не, просто единственный плюс этой подписки в том, что Ubisoft сегодня честно сказала, что, чуваки, все наши новые AAA-проекты, вроде Assassin's Creed Mirage, которая должна выйти в этом году без даты релиза, скорее всего, перенесут. Она выйдет в этой подписке Ubisoft Plus. И в таком случае подписка, то есть, на месяц можешь оформить и отменить ее. Вот ты за 18 долларов ее купил, либо за 2000 аргентинских песо, либо 180 турецких лир. Других валют у меня для вас нет. Oh, wait. Oh, wait. И вот ты покупаешь... Самое главное не сказал, что в Аргентине и Турции этой подписки не будет. Есть, Максим, уже нашли. Она есть. 2000 песо, либо 180 турецких лир она стоит. Ну, то есть, плюс-минус. 80 лир, это, кстати, не дешево, это почти 800 рублей. Чувак, подписка PlayStation, в которой половина этих игр стоит 460 лир. И ты такой... Как бы... За год. Да. И ты такой, типа, нахуя она мне нужна? Ну, короче, либо в Ubisoft'е что-то знают, и геймпассы PlayStation Plus подорожают резко, знаешь, там, долларов до 50 в месяц. Либо в Ubisoft'е просто не отдупляют, что их игры не настолько классные, чтобы кто-то... Я просто не представляю себе человека, который такой, хм, плачу 15 баксов за геймпасс, а дай-ка я еще 18 баксов, блядь, заплачу выше, чтобы поиграть в Far Cry. Ты такой, серьезно? Assassin's Creed. Или Assassin's Creed, да. Окей, Грю, есть один-единственный вариант, который я себе представляю, когда подписка может сработать. Это вот, выходит Mirage, Mirage стоит 40 баксов условных, да, там, плюс-минус. По-моему, она, кстати, стоит дешевле, чем вот обычные... Да-да, она будет типа а-ля как расширенный DLC стоит. Вот она стоит 40 долларов, и вместо того, чтобы заплатить за игру 40 баксов и иметь ее всегда в своей подписке, ты просто берешь и покупаешь за 18 долларов, проходишь игру за месяц, отменяешь нахуй подписку, все, до свидания. Ну, то есть, вот, единственный вариант, который мне приходит в голову. Я просто иногда не понимаю, что делает вообще Ubisoft. У меня такое ощущение, что там сидят какие-то люди, которые типа очень далеки от реальности. Или, знаешь, они как это... Да кто слушает игроков? Мы сами все классно сделаем, а потом хуякцы, все акции провалились, и Евгима такой, блин, нам пришлось уволить миллион человек, черт. Ты такой, окей, спасибо. Кто бы и мог подумать, да. Слушай, вот то, что ты сейчас описываешь Ubisoft, на самом деле идеально подходит к герою нашей следующей новости, продюсерке Кэтлин Кеннеди, которая возглавляет компанию Lucasfilm, и на прошлой неделе был большой фанатский ивент, на котором пытали всех, о, пардон, радовали всех фанатов Звездных войн новыми анонсами проектов Lucasfilms, и показали трейлер Индианы Джонса, который делает Джеймс Мэнголд, он делал Росомаху, он вроде выглядит нормально, но хрен его знает, каким будет, но самое-то главное, это анонсы по Звездным войнам, и помимо того, что показали трейлер Осоки, трейлер был хороший, Осока это сериал по персонажу из мультсериалов, это такая, джедай Твайлик, это вот Тараса, который с такими длинными хвостами на головах, где-то, я правда не помню где, а она, по-моему, в «Бандалорце» была, да? Да, да, трейлер, конечно, хороший, но мы знаем, что такое интерсекциональный феминизм, вот, так что, к сожалению, я не жду ничего, и вам не советую, будете, если что, не разочарованы, а если что-то прокатит, приятно удивлены, но самое главное, анонсировали четвертый фильм трилогии, я сейчас цитирую Кэтлин Кеннеди, четвертый фильм какой трилогии? Нет, четвертый фильм трилогии, ты сам задумайся об этой конструкции, А разве она не называется тогда «Тетралогия»? Не говори, не говори ничего. Короче говоря, это будет продолжение «Звездных войн» новой трилогии с Дейзи Ридли, Рэй, которая в самой интересной, классной, серьезной, и прекрасный персонаж обязательно вернется. Асока Тагрута, а не Твайлик. А, ну да, слушай, да, справедливо. Значит, Дейзи Ридли обязательно вернется. Она вернется не просто так, потому что фильм будет ставить, значит, фильм про то, как она станет теперь мастером джедаев и будет возрождать про, как сказать, пролюбленный, бесталанным, белым мужиком, Люком Скайуокером Орден Джедаев. Вот она будет самым классным и сильным орденом Джедая. Точнее... Подожди, то есть смотри, мы из последней части фильма знаем, что она на самом деле Палпатин, а не Скайуокер. Да, 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 да. Ну каким-то образом она вернулась, да. То есть она... Как ее делать? Это буквально ее перк, который она унаследовала. То есть она каким-то образом вернулась. Да, да, каким-то образом она. Я не смотрел последнюю часть. Я начал, типа, и не смог Чувак, я тебе просто объясню, смотри, вот ты помнишь Палпатин? Кто такой Палпатин? Да, Император По сути, такой, типа, условный учитель Его убили в шестом фильме, ты помнишь это, да? Да, я помню, да Вот идет седьмой фильм Восьмой фильм идет В девятом фильме выходит главный персонаж Как его там, По, или как его там звали Выходит такой, смотрит в камеру И, блядь, на полном голубом глазу говорит Somehow, The Palpatine has returned Это были легендарные Это стало мемом Потому что это не объяснено в фильме абсолютно, блядь, никак И показывают, что Палпатин вернулся Типа, Император И у него гигантский флот И с хуй пойми каких взявшихся кораблей Кто их, блядь, строил, кто их взял Там просто дух из машины Тебя отдельно снимут про этот сериал О том, как... Назовут его строители Кто его возвращал Как его, как специально отдельный, типа, орден Третья миссия От шестой звезды, понимаешь? Это все будут женщины Я это на примере Марвел прекрасно представляю То есть... Или там DC, да? То есть, типа, персонаж умер Давайте его оживим в волшебной яме В которой мы наливаем водички И он сразу умер, да? В смысле, сразу воскрес Чувак, ты как-то, знаешь, мелко мыслишь В смысле? Нужно же просто перезапустить всю вселенную И заново создать ее Если ты... Ну, из параллельного измерения Он там как-нибудь вылез Не волнуйся, прилетит железный человек И спасет Рэй Но я не про то... А, пардон, железное сердце Я не про то Правильно пишу, что, скорее всего, Рэй будет ходить там как Йода А герои будут другие Да, потому что мы знаем, что она будет Типа мастер джедай Да, нет, это будет... Нет, это будет фильм про то, Как она станет мастером джедай И ты знаешь, что меня тут больше всего смущает? Хрен с ней с Рэй Я на самом деле, несмотря на то, что Мне не нравится Рэй, как она написана Мне не нравится новая трилогия Потому что это просто трэш Это такой пример, как не надо делать Связанные трилогии никогда Сама Дэйзи Ридли Ну, просто жертва обстоятельств в данном случае Но актриса она хорошая, я согласен Я против той же Дэйзи Ридли ничего не имею А вот тот факт, что это будет ставить Некая Шармин Абаид Чиной Которая знаменита короткометражками про феминизм И у нее нет ни одной художественной работы Я не говорю даже про крупнобюджетную У нее нет ни одного художественного фильма за плечом Вот мне, пожалуйста, новую трилогию Должен был снимать Райан Джонсон Он с этой сцене соскочил, короче Да, и еще соскочили шоураннеры Игры Престолов Которые должны были тоже еще одну трилогию снимать Я напомню, что, по-моему, еще и Дэмон Линделоф что-то должен был снимать Да, и он тоже отправился в направлении Короче, объясните мне, пожалуйста, как так получается, что, типа, все топовые люди, типа, соскочили, а Шармин осталась? Чувак, ты не понимаешь А Шармин не осталась, ее позвали Она наоборот То есть вместо Дэмона Линделофа у нас Шармин Абаид Чиной, да? Все очень просто объясняется Ты же знаешь, что в Голливуде очень распространено вот эти сельские верования, знаешь, во всякие, там, типа, предсказания, там, типа, проклятые фильмы, там, дурную славу у актера, там, и так далее Блин, ты же знаешь эту историю Это очень распространенная тема у продюсеров, у, там, типа, режиссеров и так далее Звездные войны — это проклятая франшиза, нахуй Все, кто в нее попал То есть все абсолютно Вот, ну, я имею в виду старые фильмы, да? У них все что-то, блядь, не сложилось в жизни Да, особенно у Харрисона Форда, да Харрисон Форд — исключение Ему, блядь, повезло Как ее звали, которая Лею играла, как ее? Ну, я понял о ком-то, да, Керри Фишер Керри Фишер, да Она где-то, кроме «Звездных войн» засвиделась по-хорошему Она немного наркотиками увлеклась Там немного другая Как его звали? Марк Хэмилл Марк Хэмилл, ему пришлось, блядь, уйти И стать актером озвучки Он практически нигде, блядь, не играл в кино И вот ты приходишь такой, типа Хм, приходит мне запрос на того, чтобы снять новые «Звездные войны» С одной стороны С одной стороны Это классная, типа, возможность, да? Эван Макгрегор буквально закончил карьеру свою Да Второе исключение Подожди-ка, а кто у нас? Кто у нас играл? Кто у нас играл? Давай, Анакина, Скайуокера Кто играл? Как у нее там с карьерой хорошо сложилось? Стоп-стоп-стоп А кто играл, Падма? Как у нее с карьерой сложилось? Ирнайтли Идите в хуй Идите в хуй Оба просто Ну, как бы Портман Дима, ты притягиваешь за уши В маленьких пузырях таких Знаешь, как это принято? Сейчас говорите Think Tank такой Эко-чембер Вот И Единственное, что мне понравилось Из того, что показал вот Дисней по «Звездным войнам» Да, трейлера соки он был Выглядит классно Но ты же понимаешь, что Скорее всего, само-то шоу будет мне про это Ну, ты зря так говоришь Girl Power Woman Empowerment Ты смотрел презентацию? Я-то смотрел презентацию? Нет, я не смотрел презентацию Но я тебе честно скажу Что, как бы, вообще Сам по себе факт того, что сделали реально крутой трейлер По плане музыки, динамики Показанных кадров Всего Но при этом у тебя, как бы, сюжет, как бы, есть Но ты, типа, пример Очень примерно понимаешь, о чем будет речь И вот это в общей сложности И впечатление Ну, оно Очень хорошее у меня Чувак Чувак Знаешь, у кого был еще пиздатый трейлер? Просто охуительнейший трейлер У кого? У Би-Вана У Би-Вана, во-первых Нет, он был сразу хуёвый Чувак, я вам сразу же Чувак, я вам вот первый же момент Показали трейлер Я пришел тогда и сказал Ребят, посмотрите, что это выглядит пиздец Посмотрите на заднике Первый Suicide Squad Охуенный трейлер под Квин был Кто? Фильм Suicide Squad А первый фильм Suicide Squad Да нет, ты что, говно Трейлер был охуительный под Квин Ты забыл Говной трейлер был Ты что? А теперь пойди Вот сейчас Пойди на YouTube И посмотри количество лайков Дизлайков у первого трейлера Отряда самоубийцев Первого фильма Я тогда вам сказал о том Что как можно умудриться Смотреть фильм В котором у тебя героев Больше чем Типа, блять Минут Больше чем вообще возможно На 10 минут разделить Кусков на фильме Ты понимаешь? Я говорю про трейлер Ты трейлер Ты просто Блять не помнишь Но по трейлеру Был адовейший хайп Какой был охуительный трейлер И какой был фильм говно Я, короче Я на трейлеры Не советую покупаться Потому что, во-первых Асока Ближе к тому Как это всем Завладел Дисней Она опять превратилась В Мэри Сью Понимаешь Вот это вот бесит Знаете Люк все просрал Значит Из Хана Получился плохой отец Значит Из этого Этот герой спился Этот герой снаркоманился Этот герой все проиграл На планете казино Да Но только все наши Женские персонажи Это стало адмиральше Это стало генеральше Это стало успешным джедаем Тоже как в жизни все Правильно Да, да, да А вот это вот у нас Самая мощная джедайша Пока у нас этот Обиван там где-то Прятится Говно такое Она-то какая могучая Вы посмотрите Это просто тренд Он, сука, заебал Это было весело Первые два раза И когда ты берешь И такой просто говоришь А вы знаете Мы продолжим Наш самый неудачный фильм С героем Которого всем Просто насрать И снимет это Буквально Хер пойми кто А ты, кстати Видел трейлер Ты сказал Диан Джонс Типа нормальный Там же, блядь Та же самая история Прослеживается Да, я согласен Абсолютно Я плечиться про ролик Сейчас говорю Инди такой старый Но вот его заменят Его там Внучка, дочь Как-то она ему Там, я не помню Да, да Типа это Типа сейчас у нас Вумен Эмпауэрмент Еще в Ильяне Джонс Передала ему Точнее он ей передал Так сказать Эстафету Охоты за сокровищами Мне кажется Фильм будет Технически нормально Снят Потому что Монгол снимает Хорошо Он не умеет Снимать плохо Это хороший режиссер Другой вопрос Гай Ричи Гай Ричи не сильно Помог Аладдину Стать шедевром Как бы В данном случае Вот И Мне Чуваки Чуваки Новость Just In Хотите? Давай Прям Just In Вот я только что Сказал про Suicide Squad Игра Suicide Squad Kill the Justice League Перенесли на 2 февраля 24-го года Должна была выйти в мае Ну правильно Молодцы Я блять Просто не могу С этой хуя Слушайте После такого приема Мы же буквально С вами обсуждали Да Да И буквально говорили о том Что ее скорее всего Отложат на год И это так и произошло Но не Redfall Ребята Но не Redfall Блять Просто десятка Чуваки Ну отзывы были Все совершенно Абсолютно валидные Отзывы были о том Что Какого хуя Вы делали Столько много Прекрасных Синглплеерных игр Таких мрачных Крутых Вот это Помните Arkham Knight И вот там Arkham Типа Отзайлом Вот как у вас Все это было круто А теперь Блять У вас какой-то Fortnite Прыгают в небе Какие-то чуваки Блять Стреляют фиолетовыми лазерами Вы блять Ебанулись А еще у вас Стори есть А еще Баттлпасс Вы что Ахуели Чувак Давай честно Говорить Хватит им Этого времени Для того Чтобы переделать Игру кардинально Конечно же Блять Нет Да За год Можно из игры Смотри Во-первых Можно поменять Как бы стилистику Ну там Освещение Какие-то базовые Там истории Можно убрать Сервисные элементы Можно переделать Экономику Бюджет Бюджет Этот баланс На самом деле Не-не-не Хороший пример того Как игру можно поменять За год Есть такая игра От студии Сейбер Называется Таймшифт И таймшифт С нуля Переделали за год Очень сильно Переделали стилистически А это было в каком Блядь году В 2003 Ну и людей Тогда меньше Над играми работало Если И как бы делались Они гораздо проще Нет Если есть запрос Сделать хорошо Основные ассеты Уже созданы В любом случае Так что Если очень захочется Rocksteady Уорнером Это сделать Они игру Переделывают сильно Если им захочется Схуевничать Они схуевничают Но как правильно Заметил Тимур Потенциально Это сделать можно За год На самом деле Во-первых Не за год Можно убрать Сервисные элементы Как минимум Или их сделать Так вот Таундаун Не за год А за 10 месяцев Давайте Честно говоря Чувак Я думаю Они уже Они переделывают Они переделку начали В тот момент Когда игру показали Стопудово Это просто Даже не обсуждается Скорее всего Так и есть Потому что Я уверен Что скорее всего Внутри студии Были противоборствующие стороны Да У тебя были люди Которые брали И говорили Что типа Бля Ребята Это пиздец И напомню Вот помнишь Мы же обсуждали Что основатели студии Ушли Да Из нее Они буквально Из нее ушли Потому что Были творческие противоречия И в какой-то момент Они показывают Ровно все то Как одна группа людей Говорит Так все и происходит И типа Все абсолютно Принимают штыки И я уверен Что в этот момент Как бы грубо говоря Вот эти противоборствующие стороны Условные там Типа Боссы из Ворнера Сказали Ладно Хуй с вами Давайте Типа Чуть-чуть Сделаем По-другому Короче И вот Они Я уверен Что они взяли 10 месяцев Потому что Это то время Которое им выделили Максимум Возможного На то Чтобы сделать Такую титаническую работу Потому что Чувак Вот если Типа Просто что-то вырезать Чуть-чуть переделать Это В рамках Тайм-менеджмента Условных боссов Игровых студий Достаточно Типа Пары месяцев Условно Знаешь Там так переносили Там всякие Редфоллы А когда Типа Игру нужно Сильно переделать То вот Держи 10 месяцев Это типа Нахуй с нуля Надо переделывать Хочешь вторую Новость Джастин Тебе как Маркетологу Очень понравится Ты сейчас Будешь просто Орать чайкой Я прям В этом уверен Илон Маск Заявил Что в Твиттере Теперь есть Монетизация Как в OnlyFans Ты буквально Можешь Любой Свой твит Продавать За деньги И он Говорит Что Твиттер Будет делиться Деньгами С пользователями И отдавать им Собственно говоря Баблишко Ну наконец-то Нюдос Четверк Подписки Как-то неправильно Ну дальше Акценты сместил Давай Это ты Будешь делиться С Твиттером Да Тимур Тимур Мы сейчас Так не говорим Все Все тихо А то как-то Получается так Что типа Ты что-то сделал Тебе за это заплатили А Твиттер с тобой С барского плеча Немножко решил поделиться За это Ой господи Следующие 12 месяцев Твиттер не будет Забирать у вас деньги Так что Я вспоминаю историю Как Когда Apple Ввели Apple подкаст Сплатный Они сделали наоборот Они сначала сделали Комиссию 30% Ну если ты год продержался Тогда 15 Держишь Ну На самом деле Идея в том Что Не то чтобы продавать Там нюцы Хотя очевидно Что наверное 90% контента Будет именно это А то чтобы Типа Максимизировать Процветание Авторов Которые в Твиттере Будут сидеть И писать свои Лонгриды Хоттейки буду продавать Про Плейстейшн Короче В своем Твиттере Или знаешь Типа Соня готовит Новую портативку Подробности В этом реплае Нажимаешь Там замок Блять 15 долларов Заплати Да Том Хендерсон Будет так монетизировать Твой Твиттер Я напоминаю вам Что они же Недаром Сделали Возможность Загружать Видео Больше чем 2.20 Ну 2 минуты 20 секунд И теперь 1080p нормальный Можно загружать И туда же Можно и аудио Теперь грузить Тоже И соответственно Картинки Я в том числе Напоминаю вам Что огромное Огромное Количество Просто Людей Которые сидят В Твиттере Это японцы И у Условно Всяких Известных Мангак Которые Там делятся Своими Картинками Или как они Рисуют Какую-нибудь Большую Картинку И прочее У них По 500 тысяч Подписчиков По 600 тысяч Подписчиков Ты такой Типа Я блять Никогда в жизни Даже не слышал Про этого человека У него 600 тысяч Подписчиков Понимаете Какой-то японский Обскюрный Вообще Какой-то там Мангак Чувак Я так на русский Ютуб захожу Или там На каких-нибудь Блогеров Там типа Блогер Паша Ложка С тремя Миллионами Подписчиков Там блять Хуй пойми Где Сделал Коллапс С каким-то Блять Хуй пойми Каким рэпером Про которого Я тоже Впервые Слышу И у них Аудитории Просто вагона Маленькая тележка Это нам рассказывает Человек Со своим Секретным Ютуб на миллион В смысле Секретным А он не секретным А он так называется Зомбак Чё не так Да Твой майнкрафт проект Я тебе могу сказать Тебе лежал Каждый раз Я все еще офигеваю Что твое видео Со взрывом Синогодний Набрало целых Три с половиной Миллиона просмотров Да Слушайте Давайте Я просто хотел Если что Это было Блять В майнкрафте А то про нам Будет говорить Будьте очень аккуратен С этим Потому что Кое-кого Как-то посадили Из-за майнкрафта Поэтому Кого-то еще Скоро посадят Из-за майнкрафта Кого-то еще И не только Из-за майнкрафта Слушайте Я закончу Со звездными войнами Двумя хорошими новостями О том Мы так постебались Первое Это то Что сценарий Якобы К этому Отвратительному фильму Срей пишет Все же Компетентный автор Стилен Найт Который писал До этого Острых козырьков И поэтому На фильм Я буду реагировать Только гифками Шелби Бесплатно Слушайте А вот вопрос Сразу вопрос К тебе Сразу вопрос Ты смотрел Острых козырьки? Да Я все сезоны посмотрел Советуешь? Там есть Смотри Там есть перегибы Там есть провалы То есть откровенно Слабая середина Да И ну откровенно Они заигрались Со стилем В ряде серий Но При этом В целом Он хороший Он реально хороший Уникальный Ультра-мега-хорош Да ультра-мега-хорош Потому что Там уникальная Атмосфера И очень хороший Кастинг И даже когда Сценарий не вытягивает Вытягивают сами актеры Там очень крутой Мерфи Вот на нем Многое держится Вот А вторая хорошая новость Это то что Мой любимый сериал Ландер Который Наверное Единственное Светлое пятно Сейчас на всех Звездных войнах Потому что Это реально крутой сериал Его таки продлили На второй сезон Хотя говорят У него показатели Были так себе А что за сериал Аколайт Аколит Приспешник Это типа про что Тоже Звездные войны Аколит Да Это тоже Про очередных джедаев А то нам их мало Короче Макс не знает Я тоже не знаю Макс не в курсе Да все не в курсе Такие типа Ну Аколит Да Ну и хуй с ним Настолько классный сериал Настолько яркий анонс был Смотри Хедланд питчил Идею Аколиты Кэтлин Кеннеди Как смесь Между Фроузен И Килл Билла Уже сразу звучит Просто как Вред какой-то С вдохновением От фильмов 50-х Акиру Курасаву Видимо черно-белых Блядь Это такой То есть У тебя будет Черно-белая Сцена Знаешь там типа Асока Женщины джедаи Сражаются друг с другом Нет Асока шумит Знаешь там типа Речка такая Типа Асока в смысле Деревянные домики Пусть так Окей Деревянные домики Там типа Знаешь там типа Рис в полях Полный Черно-белый Ну вот И один такой Стоит джедай Такой знаешь Лазерным мечом Потому что Фроузен Да-да И начинает петь На этот гол Да-да-да-да Потом музыкальный номер Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Это типа анонс, но фильма еще пока не существует. Это так, это анонс концепции. Фильм про самого первого джедая. Вот сейчас происходит как раз на основном видео вести фильм про первого джедая. Да, 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 про самого первого джедая, но, Дим, он будет сделан в виде библейской саги. Это нормально для «Звездных войн», потому что, смотри, давай на пальцах объясним, смотри. Главный герой, который предает другого героя, был в «Звездных войнах»? Да, был. Главный герой, который как бы умер, но на самом деле жив. Убийство отца, убийство сына-убийца, убийство брата. Да, 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 там полный список, но про зачем снимать это еще раз? В смысле? Что не так? Это искушение темной стороной силы, как бы, это все. Поэтому, ребят, ну, как бы, все сразу понятно. Слушайте, ну, давайте закончим с «Звездными войнами». Я хотел вас немножко отвлечь, как бы, от гековской темы. Давай. Довольно интересная штука, которую мы тут с Димой накопали как-то в интернетах. Дело в том, что был интересный пост от чувака, который увидел, что в Индии получил распространение довольно необычной технологии. И вот я хотел как раз чуть-чуть поговорить по поводу того, какие иногда необычные локальные технологии, как бы, работают круто так, что для других стран это выглядит, типа, чего. Вот. И, например, в Индии заметили такую штуку. Дело в том, что у продавцов на рынке, у них, короче, стоит колоночка. Так. И человек ходит, соответственно, покупает какие-нибудь овощи, переводит бабло с помощью специального кошелька. С QR-кодом, по сути. Ну, по сути, QR-кодом с кошелька на кошелек, да? Ну, то есть условно такой, типа, даже не карточка, а именно просто виртуальный кошелек. И, типа, переводит деньги. И поскольку человек другой не умеет пользоваться телефоном, ну, продавец, вообще он, типа, если уж по чесноку безграмотный, то специальная маленькая колоночка говорит ему о том, сколько сейчас ему на счет поступило денег и конкретную сумму. И говорится, типа, что там поступило 1000 рубий, да? Вот. И в этот момент он такой, типа, да, хорошо, все, забирай свои помидоры. А как он, интересно, потом общаясь с этим счетом, ну, взаимодействует, мне просто интересно. Я думал, что у него есть сын, брат, сват, там, и так далее, короче. Знаешь, типа, ты же программист. То есть, по сути, это что-то вроде автоматизированной кассы, которая просто тебе говорит, что, типа, деньги поступили. Нет, это буквально переводи 100 рубий на QR-код, и я буду ждать, пока колоночка скажет, что 100 рубий поступили. Поступили 100 рубий, забирай помидоры. Не поступили 100 рубий, не забирай помидоры. Для тех, кто делает финтек, это, кстати, очень забавная тема, только надо было делать все-таки не колонку, а просто в любом абсолютно, блядь, мобильном приложении, ну, то есть, там, для местного банка какого-нибудь, да? Ты просто делаешь режим для даунов. Ты нажимаешь на кнопочку, знаешь, и там нихуя, кроме вот этого и вот этой истории. Просто ничего нет. И тебе смартфон говорит, что да, денюшки поступили. Ну, там люди, уровень грамотности в Индии все еще не такой высокий, как хотелось бы. Я думаю, еще знаешь, почему это в виде голосовой колонки сделано? Почему? Потому что это требует от тебя 0,1 затрат. То есть, смотри, когда ты делаешь даже самый дешевый смартфон, у него должна быть, должен быть экран, у него должна быть батарейка и так далее. А здесь ты можешь продать... Смотри, ты путаешь два понятия. Дело в том, что у человека, скорее всего, стопудово есть смартфон, потому что без этого ты не сможешь принимать деньги, платить и вот это все. И, скорее всего, он даже какие-то базовые вещи умеет делать. Но просто многие люди реально тупо безграмотные, не читать не умеют, понимаешь? И, скорее всего, у него есть смартфон, в котором там ему помогает условный брат-сват, ты же программист. При этом он не сможет в нем внутри найти нужное приложение, посмотреть правильно в этом приложении, что делать. И там пушей тоже неизвестно, какие-то там непонятные штучки появляются. В общем, я думаю, что, скорее всего, это с этим связано. И я хотел сказать, что, на самом деле, таких вот локальных штук очень много, необычных, которые для других стран вообще кажутся жутки чуждыми. Потому что, например, когда иностранцам рассказывают, что у тебя в Москве могут в 5 часов утра привезти тебе глазированный срок за 20 минут как бы из специального сервиса даркстора, который находится там в километре от твоего дома и по всей Москве таких дарксторов типа там сотни. — Ну, теоретически, ты можешь и в Калифорнии, наверное, это все заказать через углы. — Можно, и во многих странах это есть, но во многих странах этого нету, понимаешь? И, как бы, например, ночью заказать такие штуки, особенно когда-нибудь в воскресенье, когда ты рассказываешь это условному немцу, которому просто, ну, у него внутри установка. В воскресенье ничего не работает. Просто ничего. А то, что тебе могут, блин, доставить в воскресенье один сырочек глазированный через полчаса, это, типа, нонсенс какой-то. — Это я вспомнил, как я там общаюсь иногда с нашим другом-инекотом, он там рассказывает в Испании, знаешь, там типа, ой, воскресенье, там все магазины закрыты, придется идти к пакистанцам. Я говорю, какие еще пакистанцы? А он говорит, у меня там типа в районе, там, где он живет, типа, есть какой-то магазин, где сидит пакистанец, и они продают абсолютно, блядь, все в любой день недели. — Ну, не все, смотри. — Нет, там, там реально там сельский магазин, знаешь, там типа условно тут мы продаем гандроны, тут мы продаем там еду, а здесь у нас скотские хомуты. — Смотри, просто когда, я просто в Барселоне был 30 раз, поэтому как бы, как это выглядит, ты, ну, вот, есть нормальный магаз, типа, условный супермаркет, какой-нибудь там условно-меркодон, да, и вот там типа куча-куча там всего, ну, то есть такой нормальный супермаркет. Когда ты себе представляешь магаз пакистанца, в которых примерно есть на каждой, каждой две улицы там есть один такой магаз, вот, или у китайцев есть? — Что это такое? 90% того, что там есть, это такая условно палатка у метро, то есть это бухло, там пиво, там вино, вот это все. — Чувак, вот сейчас вот то, что происходит на экране, это в Индии, если что, это не в Барселоне, вот примерно так это и выглядит, давай честно говорить. — Не, не, это все выглядит намного приличнее, это условно, нет, это условно, представь себе такую такую очень-очень маленькую пятерочку, очень маленькую, где прям там суперограниченные, то есть там нет молочки, например, я имею в виду, что нет молочки, там, например, там, типа, нету там какой-то хост вещей, кроме порошка, там, еще чего-нибудь такого, там, косметики нет, ничего такого нет, ну, то есть как бы очень простой ассортимент, но типа тупо добежать, купить жрачку коту бухла, там, и шоколадку можно, легко, но, например, по поводу вот всяких вот этих историй, например, в Турции, да, в Турции, что интересно, у них технологически, например, в большой части южных городов, типа Анталии, Аланья, например, ты когда хочешь заказать такси, ты думаешь, ну, наверное же у вас есть условно приложение, хуй там, нет никакого приложения, и ты такой, а как заказывать такси, тебе говорят, да очень просто, на каждой улице, на столбе, висит желтенькая хуйнюшка, ты на ней нажимаешь на кнопочку, и она мигает или красным, это значит, что твой заказ приняли, но тебе отказали, или зеленым, это значит, что твой заказ приняли, и типа его приняли. А подожди, а это куда-то поступает в какую-то диспетчерскую? Это поступает на ближайшую диспетчерскую, на ближайшую, которая, типа, ближайший таксопарк, и вот ты такой, типа, нажимаешь на эту кнопочку, и типа через пять минут тебе приезжать такси или не приезжает узнать когда она приедет приедет ли вообще ты не можешь никак понимаешь вот просто вот вот такая вот такая вот технология понимаешь как вот так отработает или например ты приходишь какой-нибудь условный париж короче такой говоришь типа пацаны но чё убер нет нихуя никакого вам убера только городское такси только 50 евро за 10 минут езды так тимур узнал о существовании в европейском союзе профсоюзов не только профсоюзов дело в том что это связано с большой очень коррупции я как-то очень давно в подкасте об этом рассказывал напомню если кто-то забыл что в париже дело в том что если ты хочешь купить лицензию на такси она в оригинале должна стоить очень недорого что-то типа в районе там 2000 евро и ты и просто покупаешь и просто и пользуешься но так как это очень коррумпированная сфера дело в том что эти лицензии продаются примерно в среднем по ценнику 500 тысяч евро кого и вот ты такой без таксистый по сути берешь гигантский безумных размеров кредит на то чтобы просто иметь возможность зарабатывать и вот их соответственно заплатил 500 тысяч евро иногда этот кредит передается типа твоему сыну и он тоже начинает работать как бы или например как они делают по-русски когда у тебя на одной лицензии работает три человека вот хотя это запрещено но они все равно это делают и потомка и соответственно они берут вот эти огромные суммы денег ну за такси почему она так дорого стоит ровно для того чтобы расплатиться с этими безумными кредитами и в какой-то момент как бы к тегни приходит uber и говорит а давайте сделаем в три раза дешевле для чуваков которых вообще нет лицензии и они все выходят вместе защищать вот этот коррумпированный бизнес на улицу чтобы типа отстаивать свое право дальше жить по вот этому безумному коррумпированный коррумпированному ценнику с которым тебе приходится вот как бы вот как как-то с этим мириться в общем это есть урборос говна в природе это есть профсоюз потому что профсоюз не всегда защищает хорошие практики строго это брать почему-то я не знаю может быть это в мои какие-то дурацкие ассоциации у меня профсоюзы только с мафии ассоциируются именно по этому так и ассоциируется именно потому что тимура рассказывает в общем-то да но короче по поводу вот этих технологических штучек я кстати хотел сказать интересную еще вещь который тоже не так давно узнал дело в том что например в нидерландах вот вот в россии например когда люди хотят друг другу перекинуть денег да все привыкли к тому что ты перекидываешь по номеру телефона раньше это было обычно на какой нибудь банкой ты говорил типа скинь мне ну по номеру телефон там на тенек или там на сбер или еще куда-нибудь да а сейчас стало еще проще потому что по сути как бы через систему сбп люди берут и поскинь мне как бы по номеру телефон а тебе на что и там просто привязанные типа банки к твоему номеру телефона высвечиваются ну то есть как бы вроде бы простая схема примерно похожая схема используется в европе и в турции но только там ты не говоришь свой телефонный номер и там нельзя перевести по телефону ты переводишь по ибану причем либо ибан это по сути как бы твой номер аккаунта ну то есть это твой реально тупо банковский аккаунт который ну просто привязан к твоей карте или привязан к твоему банковскому счету и смысл в том что очень часто как бы тебе нужно например указать для того чтобы там тебе что-то дали например там машину в прокате или там какую-нибудь услугу тебе оказали тебе говорят не то чтобы ты там типа дайте ваш там номер карты до игр до ибан а ты такой типа блин чуть чуваки типа как бы там я вообще не знаю какой блять ибо на у меня у этих карта виза короче и банда и быстро и к и они реально типа ты например в турции как вот мне привезли воду и у меня тупо мало нету и типа чувак такой типа говорит как бы отчеты там это ну привозят воду в этих больших баклажках огромных и короче там какая-то маленькая сумма типа 70 лет у меня их ее просто тупо не было ну типа было 200 лира у него нет сдачи я говорю можно тебе скинуть говорит ну давай и короче я ему скидываю по ибану то же самое как бы примерно только все это делать чуть подольше потому что ибан более длинные чем номер телефона надо запоминать и это сложнее но знаете чем прикол в нидерландах например у всех карт ну в основном у всех карт сзади написан кроме номера кроме вот типа номер карты и там на эти cvc код сзади написан ебан да на этой карте и когда ты например приходишь какую-то делают услугу например типа машину снять или еще что-нибудь тебе могут в амстердаме взять и например как бы под ну по номеру карты ты даешь карту а мы не примем ты говоришь почему она не ебана нету такой типа вы ебанулись как бы на это карта это вы ебанулись на ней на ней есть деньги как бы возьмите карту вы чё снимите не не чувак ибана нет пока все просто вот и ты такой ну ахуяна конечно вы придумали ребят ну короче вот такие иногда бывают очень специфические интересные темы как бы именно на локальность да еще хотел сказать что например в израиле в индустрии гостеприимства и в индустриях связанных вообще с посещением массовых мест с групповыми собраниями да очень развит автоматизация дверей лифтов значит абсолютно всех бытовых казалось бы рутин которые люди делают обычно руками а в израиле она очень развита и там развит умный дом знаете почему шаббат нельзя работать открытие двери считается за работу нажатия на кнопку лифта чтобы его вызвать или передвинуть на этаж считается торой за работу за работу считается подогрев пищи чтобы включить подогрев пищи поэтому в израиле плиты включаются сами по расписанию значит лифты работают сами в специальном режиме шаббата у дверей есть режим шаббата когда они открываются сами а вот мой вопрос как работают лифты в режиме шаббат что значит они не каждому этажу по каждому этажу доходят а естественно ты осуществляешь трудовую деятельность чтобы поднять свой зад на шестнадцатый этаж я не думал что настолько все плохо я думал что ну там не добро пожаловать у нас забавно у тебя буквально три тысячи лет назад второе так и написали кнопку лифта нажимать нельзя да это на самом деле то как интерпретировать как же подняться на третий этаж там своего своего дома жди две тысячи лет я не знаю придумать на самом деле интерпретации тора это вообще целый отдельный раздел подкаста для тех кто верит но вот вот это вот автоматизация повышенной в израиле куча специалистов по автоматизации в израиле куча стартапов связанных с умным домом со связями всех этих протоколов просто потому что у них есть этот шаббат понимаешь который всю страну ставит на паузу потому что государство конечно не мононациональное но крупно национальное да нашел табличку с шаббат элеватор бля я теперь хочу домой а ты знаешь что есть такая папа профессия шаби сгой а смотри-ка то есть все очень просто то есть ты поворачиваешь кнопочку а это уже не читать с работы или ты должен мне в пятницу сделал точнее читай пожалуйста что написано в еврейский шаббат и праздники этот лифт автоматически овцанавливается на каждом этаже а я скорее про вот кнопочки тебе не надо ничего нажимать он к тебе сам нет слева видишь а это для оператора лифта если что включать ключами собственно режим шаббата и вот здесь вступает в роль шаби сгой это человек который не является евреем и ему можно работать шаббат димка просто чтобы ты понимал на самом деле шаббат мод есть его в куче различные техники включая там всякие холодильники там типа есть всякий обладает как работает он он сам открывает дверцу или что смотри там есть смысл в том что типа можно отключить все лампочки короче вообще любую электрическую активность внутри а холодильника если ты открываешь дверь потому что тогда типа этот за работу не считается это очень хитрая интерпретация того что ты типа когда открыл дверь но в нем ничего типа внутри не работает ты якобы сам не работаешь все все понимают что это как бы полная хуйня как бы но типа все следует есть есть очень старый еврейский анекдот дим который все это рассказывает когда знаешь когда идет раввин на улице шаббат на улице лежит кошелек из которого просто вываливаются доллары вот абсолютно бесхозный никого нет это пустая дорога такой господи игрой соцсорес вот везде с шаббата здесь конкретно четверг спасибо тебе господи а помните историю про нитку которую вокруг да типа тут так как там макс это для чего это сделано ну типа тут 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 мешок тут все нормально я делаю шаббате там какой-то другая история я не полка история но это была нитка которая по сути делала из всего нью-йорка зону где типа ты как будто бы типа дома и вроде как ты как бы не подчиняешься всем еврейским законам да да считается что ты типа вышел на улицу ты как будто бы типа внутри дома во всем нью-йорк ну потому что ты еще проще забор поставить это все мы тут живем да если что я просто почему про эту нитку вспомнил я недавно видел видосик в своем канале постил где птицы висят на деревьях на видел это типа вот еще вот да 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 из-за ветра и там пишет блять это просто массовый глюк в нашей симуляции бля это просто пиздец а там ну очевидно что там натянута либо какая-то леска либо там хоть веревочка это буквально выглядит так у тебя типа в скоряченном виде вот такой вот google и короче висит в воздухе и он реально висит и вокруг него лески не видно но у ее визуально по камере видно никак и типа откуда вообще на вот этом проводе или вот вокруг и вот этих вот там типа проводов обочат почему там леска откуда она там взялась вообще но я не знаю ну то есть кто-то натянул опять же это ты знаешь как например тянуть провода между двумя зданиями ну вот например то есть у тебя есть такая штука тяшка макиваются к класса конечно 95 метров про первых для тяжелого кабеля есть специальные блять пушки ты заряжаешь то кабель и он реально как выстреливаю очень клево ну то есть это очень странно выглядит но то есть как бы вот тебе вариант да я хотел показать на эти войны почему со звуком стой 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 что такое я не не в тот не в тот браузер запихнул картинками но я сейчас покажу вот это к вопросу о том что птицы застревают в воздухе на самом деле она видимо дохлая уже просто просто прилетела домой в манхэттен все она дома и что происходит почему в ряду чувак вот и вот какого хера откуда что 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 там без вот это что происходит анимация почему не работает почему не работает анимацию потому что это польский говнокос я говорю да и нашу нашу симуляцию проектировал и bisoft просто просто где где мой голубь из ведьмака почему он или так а вот это вот это просто добила то есть чувак который никогда же в жизни видел как происходящий поток воздуха на котором птицы просто висит на самом деле кучу раз снимал я даже кормил чайку мне есть видос где я держу руку и короче снимаю и у меня до слоумоушен подлетает чайка и кушает в воздухе у меня и отлетает я могу я могу сказать что я смотрел видео с испытаний военной техники времен второй мировой войны там самолет по-моему советский с очень мощной автоматической пушкой пушка стреляет самолет летит назад от отдачи банально понимаешь ну да как бы ничего ничего такого просто будет слишком сильно срать она полетит быстрее реактивная тяга понятно ладно короче пацаны давайте закончим про это но у меня есть для вас хорошая новость подожди секундочку а кто на 300 рублей спасибо за подкаст максим ждешь ли второй сезон харимии что такое харимия напомню харимия это аниме да и очень клево и мы с тимуром по-моему тимур тоже смотрел я не смотрел но я поставил совы шлист после того как ты советов она она реально классная и второй сезон это не в том понятии что второй сезон это продолжение это будет адаптация из тех глав манги которые они пропустили потому что они мангу целиком за один сезон поставили всю вот и я жду потому что там пропустили может не обязательно но достаточно приятные истории как такая слой суха под расслабон харимия вообще идеально так что я очень рад что они делают второй сезон warner brothers отправил нам 150 рублей и комментируя перенос советского вода на следующий год менять мы ничего не будем а взяли 10 месяцев чтобы сгонять на богам и за счет предзаказов потусить самое жуткое звучит весьма достоверно дальше самое достоверное ради и нет нет это неправдиво и недостоверно потому что кто в здравом мебель будет заказывать советского от вы ебанулись после двух неудачных фильмов то ну да удачный ты зря 2 2 удачные как там у него не за счет денег но фильм был хорошим не понравился гигантская деле еле посмотрел половину и вы два педика просто ладно так это все смотрите у меня для вас прекрасная хорошая новость дело в том что тут google добавил в chrome довольно крутую функцию о которой знаете много прям много говорили последние годы которые ну возможно возможно сильно перевернет рынок я говорю сейчас про так называемую имплементацию web gpu то есть по факту это возможность имплементировать внутрь браузера возможность запуска кода с сайта которые как бы ну тупо ну тупо игра или тупо какое-то приложение которое использует директ 3d 12 или же например металл на макосе или вулкан на хромосе ну то есть это типа для каждой из систем будут свои соответственно спецификации то есть ты теперь покупаешь видеокарту не только для того чтобы в игры играть а для того чтобы браузер запустился но понимаешь чем прикол дело в том что вообще как таковой веб джейль уже довольно джейль только внутри браузера так да он существует уже много лет и в экспериментальном виде он поддерживается всеми браузерами и например можно веб джейль включить для того чтобы например как-то еще более круче круто работал например google earth и когда видел игр которые сделаны на юнити как что называется юнити плеере они что же через веб джейль по идее работают да и как раз таки вот они тоже на веб джейль но веб джейль был очень ограниченный это такой типа прям очень как кастрированная корявая версия кабану там опыт джейли опыт же льеса которые типа вообще ну такой это тот он о чем раньше работали iphone и android вот сейчас же все немножко сложнее стало потому что теперь как бы у тебя например и ios и android умеет запускать приложение на вулкане умеют запускать приложение как бы напрямую на своем собственном коде например тот же самый там типа android умеет на низкоуровневым там api тоже запускать а ios умеет на металле ну короче это на самом деле круто потому что панжель всех заебал но в том виде в том котором он остался с того момента замечательный браузер firefox написал что не поддерживает иди нахуй дима блять когда нажал например ну это скоро будет возможно как бы поэтому потихонечку можно в этом направлении двигаться вот что не только chrome это делает но и смотрю я сафари есть поддержка то есть apple тоже добавляет все они они все это делают причем недавно как раз я описал об этом своем твиттере если вдруг кто-то проебал этот момент дело в том что я такой очень вкратце расскажу в том что как вы знаете может быть знаете существует но кроме того что графические api который сейчас считается одним из самых перспективных вулкан это ну так скажем логическое продолжение open g или только намного круче чем open g и вулкан в оригинале не поддерживается на макосе и вообще вулкану требуется как бы поди ну желательно поддержка производитель видеокарты и именно поэтому например тот же самый там nvidia и амд они встраивают поддержку вулкана в свои графические карты и для того чтобы она заработала на макосе особенно на макосе которые работают на apple silica ну то есть это м1 м2 там и все их производные используются специальная так скажем прослойка которая называется молтон вики молтон это значит расплавленный вики вулкан вон смысл в том что молтон вики это официальная штука то есть это не какие-то энтузиасты делают это официально от хронос групп который собственно вулкан делает их же собственная прослойка она делается для того чтобы имплементировать чтобы вулкан приложение запускались на макосе на и оси на тиви тиви оси и ipad оси и и так далее вот полный попадоси вот и смысл в том что недавно вот вот совсем недавно буквально это произошло две недели назад они очень сильно обновили и вулкан и молтон вики и и там и там под капотом сделали просто гигантскую работу и все люди которые занимаются графическими описали что это просто типа такой безумный задел на будущее потому что они там например полностью переработали систему работы пайплайнов графических вообще полностью и в том числе зарядили туда поддержку вот этого самого веб гпу поэтому на ютубе где чувак просто сравнивает работу webgl и веб gpu на каком-то примере и там разница колоссальная потому что видимо веб gpu прям пробрасывает просто силой всей видюхи что называется да да и там ну потому что по сути видно сильно ну потому что webgl это был такой типа ну костыль костыль на основе по opengl а по сути веб гпу это задействование полностью графического api или директ x12 и или вулкана или металла то есть это прям прямому прямая работа с твоим вот в низкоуровневым api а вот у это очень круто у гугла в блоге хрома написано что еще и tender 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 flow js работает поддерживает то есть то есть ты хочешь сказать что нейросети это две вещи о которых я хотел как раз и сказать что первое зачем все это надо ну для того чтобы у вас запускались и игрульки то есть не только игрок браузерные дрочильни знаете типа там науку на уровне флеш игр старых у вас теперь тупо прямо в браузере может запуститься нормальная игра for tonight да и сейчас где-то знаешь где-то такие как мы выйдем на ipad да ну как бы шутки шутками но если apple сейчас как бы по нормальной веб-гпу этот типа введет не только для сафари но и там ipad оси там айоса то никакие игры стримить будет не нужно нужно будет по сути взять и и какие но единственно здесь есть по косяк какой что вы знаете сколько весит современные игры да да кстати ты только запускаешь страничку браузер она говорит чувак 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 не уводи свой ipad в режим сна ближайшие три часа да потому что будем качать ассет мы сейчас будем хотят ничем не отличается от того что ты не за там запустил игру из апстора и она у тебя докачивает ресурсы к себе то же самое но как бы приложение в апсторе это одно а сафари немножко другое и как бы в принципе ну там это я думаю что я думаю что с этим как бы наверное народ как-то немножко найдет какую-то там приспособление но я думаю что отчасти это это может стать спасением для ипла в плане того что не нужно будет делать сторы ты просто берешь и говоришь типа блять да в браузере запускайте ваше говно а если хотите на рабочий стол так мы же сделали поддержку пва да это же как приложение мы же ничего нет вот у вас приложение хотите банковское давайте банковское хотите это хотите то делайте что хотите короче куда я думаю что это кстати может стать хорошим решением но вторая штука папу ну по поводу игры естественно то есть может что-то запускаться вторая штука важна это то о чем дима только что упомянул это поддержка соответственно apple тоже добавит поддержку спустя четыре года как они сделали с поддержкой в gm safari ну это вопрос с нейронными ядрами на самом деле он очень открытый и об нейронные ядра же есть отдельные и уже довольно давно у nvd они есть очень давно практически на всех современных маках и на айфонах и как бы кроме всего прочего их начали потихонечку делать и на им дэш на картах тоже как бы ну типа отдельно выделенные ядра под типа рейтрейсинг и нейронные вычисления как но они помню только последних вот одном или двух поколениях у этого у родиона есть вот я не помню но очень смысл в том что действительно будет поддержка как бы вот этого самого типа возможности обучать модельки прямо через браузер то есть не запускать там какой-то типа скачивать питоновскую библиотеку который сидит в терминале там крутится что-то делается короче а прямо берешь хуяк браузере сайт открыл он тебе говорит дашь доступ такой дам доступ типа а можно к твоему губу да можно короче он хуяк и сидит и там улучшается быстро это приведет к тому что у тебя мошенники будут манить на твоем компьютере через твой браузер какой-нибудь bitcoin это произойдет в этом уверен брауза бро скорее всего так и будет они будут твои нейронные ядра использовать прям по делу четко понимаешь поэтому я уверен что так и будет и абсолютно прав но в том что это будешь проверять такой типа почет видеокарту зашумела в компьютере и закрываешь лишние вкладки а все перестал шуметь нормально я кстати вам хотел сказать что если вы пользуете на вашем маке эмулятора как я ну там от свеча всякий риджинкс ему там рпс 3 для ps3 не забудьте во первых скачать новую версию молотен викея как раз вот эту самую который она . 1.2.3 по моему называется как раз таки который вот вот эти кучу нововведений поддерживает а во вторых если хотите на свой страх и риск можете попробовать внутри эмулятора прямо взять и как бы либо у самого молотен викея внутри приложения поменять как бы на новую но там правда типа надо делать аккуратно потому что якобы в том же самом риджинксе на маке они используют сильно кастомизированную либо молотен викея как бы ну подогнанную специально под их нужный им там типа функции чтобы он риджинкс работал стабильно говорят что типа если поменять на современную либо то некоторые вещи могут работать не совсем адекватно но некоторые вещи работают хорошо но из того чтобы вы понимали насколько сильно внутри под капотом поменяли как бы в молотен викея и вообще водка ну так скажем процесса и вот насколько они сильно отличаются например говорят что огромное количество игр которые до этого вообще не рендерились на маке ни в кроссовере не в эмуляторах нигде начали работать нормально например в кроссовере умудрились запустить овервот 2 и он работает отлично он работает со мне пас кого базу макбук м1 нет никакого античита который обычно с этим проблемой есть и он запускается параллельно как бы в кроссовере вот этой кастрированной версии винды вот и как бы соответственно там же и диабло резуректа вот это тоже умудрились запустить вот из еще одной новости кстати похоже я хотел быстренько аккуратненько ее так типа упомянуть мы сегодня про эту статью упомянем в самом конце тоже как бы ну со всеми подробностями этого дело в том что тут чуваки которые делают асахи линукс это версия линукса который работает под армом конкретно на макбуках вот это кстати так где типу якобы две девочки делали да да я смотрел стрим витуберши да я смотрел экстрим и эти могу сказать что это конечно очень большое допущение что это девочки потому что там сидит буквально ну витуберская анимешная тянка нарисованная да и говорит через эмулятор голоса и слышно блять что это мужик просто он говорил таким тонким песклявым голосом через спецэффект и ты знаешь меня это не особо волнует я думаю что волнует их работа я думаю что они специально скрываются потому что apple придет от отдаст если что но пока что как бы вообще сообщество очень позитивно смотрит на это сахи линукс дело в том что они умудрились реверс инженернуть соответственно эпловский гпу ну насколько это возможно в текущем вообще виде причем они везде делают дисклеймеры что все это делается абсолютно на основе открытого исходного кода просто слишком большая и ну как бы не поворотливая она просто не успевает это их их прикрыть я думаю что прикроет очень быстро фиг знает потому что пока что они не сделали ничего плохого они нигде ничего не нарушили ничего абсолютно короче они умудрились они не используют ни одного незадокументированного там apicola например как бы что якобы по тосу запрещено короче они чё сделали они реверс инженернули вот этот самый типа гпу и умудрились на нем запустить вулкан нормально работающий настолько круто что они сделали внимание следите за руками короче они запустили в асахи линуксе поддержку протона который работает на стим деке и запустили возможность и соответственно на новом на новом вот это молтон вике который делается как раз таки короче с поддержкой и молтон вике и своих собственных наработок сделать так чтобы заработали игры директ x 12 и поэтому там чуть ли не элден ринку уже запустили короче и она реально работает но кстати по поводу овервотча 2 что еще важно почему в кроссовере его смогли запустить потому что новый молтон вике позволяет через прослойку опять следите за руками директ директ x тире вулкан тире металл через этот dx в кей потом молтон вике короче запустить опять же игры с директ x 12 и овервотч 2 который работает через директ x 12 это типа огромная победа потому что теперь можно будет на запускать игры с директ x 12 ну то есть по сути все последние современные игры и как бы это на самом деле реально победа потому что на самом-то деле гпу на маках сейчас очень мощные и ну то есть самый базовый самый всратый гпу который у тебя есть сейчас на маке на м1 который вот на эйре это примерно уровень 1660 то есть вот этот так скажем минимальный знаменатель самая хуёвая видеокарта это 1660 а типа нормальные видеокарты на уровне там ну типа там 3070 как бы да вот типа пример 3080 поэтому типа если как бы по программисты если сама apple не чешется а сами программисты как бы почешутся то в принципе там можно блин черта лысого запустить и вообще все она будет довольно круто работать и вот то что я наблюдаю как сообщество из-за того что этих маков очень много я уже говорил там своем канале что считается что сейчас активных устройств на м1 маков около 30 миллионов штук ну вот это как бы понимаешь есть одна проблемка с этим совсем магии что м1 что м2 они настолько были популярны что сейчас например их продается уже не очень много еще apple будет делать м3 хороший вопрос смотри это отдельная тема мы сейчас до нее тоже дойдем мы еще раз мы еще поговорим потому что как бы это вот прям целая отдельная история но вообще я могу сказать что в целом как бы сейчас все сообщество и маг гейминга типа и вообще-то маг разработчиков смотрит очень позитивно потому что тренд очень крутой именно поэтому потому что apple silicon очень мощный и даже самые страты устройства все равно более или менее мощные и как бы из-за того что разрабатывать вещи стало для него не так-то сложно то прям по именно по этой причине за последний там вот появилось просто тонна всего то есть мало того что приложений так еще и всяких там эмуляторов и вообще всего всего и блин ну прям прогресс просто безумный на самом деле то есть на intel маке такого прогресса не было и у тебя плюс бейзлайн для intel мака был ну типа прям очень хуёвый как бы а здесь бейзлайн у тебя прям классный вот такие дела вот давайте немножко поговорим про искусственный интеллект наша любимая тема за 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 колебало про и и у нас тут неожиданные на самом деле но можно таки тейкин должна я похвалю максимку вот я максимки как-то попар подкастов назад назад сказал что чувак больше самая большая проблема у меня при нашем замечательном монтаже подкаста это то что я вырезаю ваши бля пиздец хуй ебать и вот и все прочие матерные слова поэтому максимка можешь пожалуйста если тебе несложно типа поменьше материться макс такой блин да не без проблем я это умею делать и вот он сказал не заебало про и и он сказал заколебало про и спасибо тебе большое прям вот прям в общем встречался до сердечка димкина ты сейчас его заставишь он кушать пойдет слушайте но короче надо я про бактерии употребил употребил свои как бы эти калории специально для того чтобы немножко заглушить в себе голод и вот да не ненависть где вместе с максимом до у нас начинают очень хорошие тайки появляться вот тимур один очень классный нашел на всю историю я прочитал крутейший абсолютно twitter пост теперь знаете мы пришли к тому моменту когда были twitter тренды а теперь все пона покупали себе twitter blue и приходит и говорят вот мой пост это такой типа там эти три строчки а потом читать далее огромная такая простыня дальше у тебя будет тоже самое только еще будет надо будет заплатить 5 короче я прочитал на самом деле крутой очень twitter тренд twitter пост теперь уже вот о чем там чувак который так является активным пользователем стак оверфлоу и говорит о том что типа я там в топ 2 2 процента юзеров стак оверфлоу типа я ответил на огромное количество вопросов я какой-то просто невероятное количество контента предоставлял стак оверфлоу и как бы я ну по сути как все сводится к тому что я понимаю что на моем контенте по факту как обучался чат гпт типа и все подобного рода системы именно по из-за таких как я по сути как бы они могут теперь как бы это людям спокойно брать и проговаривать историю с кодом ну типа напиши мне приложение там типа как написать hello world в на свифте в на айфоне как бы на держи вот так вот а в чем в чем его бомбежка то что типа он я людям помогала наш нейросетям не хочу или что не совсем он говорит о том что вообще как бы сейчас мы становимся свидетелями того как меняется так скажем поток знаний если раньше у тебя ну люди учили как приходили в универа и тебе буквально человек человеку ну там man to man до типа человек человеку брал и рассказывал какие-то свои знания и вот типа человек изучал эти знания человек от человека короче и этими знаниями впоследствии пользовался а потом ну типа если все было нормально он эти знания передавал man to man дальше да потом какой-то момент мы пришли к парадигме что сайт эти поля стак оверфлоу и другие подобные платформы ввели во всю эту историю компьютер у тебя стал man to машин туман как он интересно как он интересно опустил развитие книгопечатания что там у нас еще письменности и всего остального смотри все это является так или иначе инструментом он об этом тоже говорит как бы да но грубо говоря в какой-то момент ты хотел получить за не ты приходил к другому человеку он тебя и мих и и и мучил этим знанием потом у тебя появилась книгопечатания ты приходил как бы искал нужные знания в книжке и один человек куча других людей передавал знания с помощью своей книги и сейчас у тебя получается что машина выступает посредником виде чего виде системы поиска ты буквально вводишь свою проблему тебя машина состыковывает с знаниями другого человека и эти знания к тебе поступают то есть машина является посредником для того чтобы ты нашел нужные тебе знания от другого человека но ты сам при этом перестаешь меньше мыслить банально ну да это кстати углы говорят об этом например что в этом контексте о том что якобы в сша долгое время в течение типа там что-то по моему с 50-х по 90-е годы очень резко прям вот по экспоненте рос айкью у людей и типа средний айкью в сша прям сильно 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 рос а потом с двухтысячных годов по 2023 по всем замерам он падал постоянно и никто не под не может понять в чем причина как бы и одна из гипотез это в том что типа люди пользуются компьютером это первое ну то что типа вообще как бы компьютер типа снижает свой айси крючок а второй момент это с тем что как бы люди в целом узнали про существование айкью тестов и как просто тупо большее количество людей начало принимать эти айси крючок и из-за этого типа так скажем средний знаменатель начал резко падать вот ну это гипотеза просто и вот в чем прикол как бы довольно интересная вещь по поводу всего этого чувак сетует на то что в будущем из-за чат гпт и подобного рода ресурсов мы будем сталкиваться с тем что человек которому будет нужно получить какие-то знания ну то есть он будет буквально пути подписать проблему и ему отвечать не другой человек в виде диалога или виде форума или виде уже написаны какой-то штуки а ему отвечает машина этим машины на агрегировала и собрала эти знания как бы ну на основе какого-то там слепка интернета и он говорит что окей 2023 год все заебись а в 2026 что будет когда типа люди перестанут писать свои вопросы и свои ответы соответственно в стек оверфлоу ну типа нафига писать как бы если ты можешь тупо спросить у чат гпт там или гпт-6 какой-нибудь условный и она тебе отвечает зачем писать это в интернете зачем спрашивать и зачем отвечать и он говорит что как бы в какой-то момент условное гпт там 6 7 там 8 придет обучаться на условные стек оверфлоу ну то есть на массиве данных в интернете база данных и она напорится на так скажем как он говорит такую типа обмелевшую усохшую речку потому что этих знаний новых не будет там потому что инициативы и вообще в ну желание делиться этими знаниями у людей не будет и как бы мы мы пока еще не знаем как это будет но возможно это будет проблема но я например как контраргумент к нему ну от себя хотел бы сказать что на самом деле все же говорят о том что чат гпт во многом почему так хорошо работает что она же у нее так называемый это типа типа фидбэк обучения когда она читает что и пишут люди в ответ если они ее поправляют и говорят что типа как бы что-то не так и по определенным каким-то вопросам то есть там типа у нее массив данных собирается все больше больше и больше что типа вот конкретно на этот ответ на вот этот вопрос людям не нравится она как бы это принимает в расчет и до обучается дальше и мне кажется что в какой-то момент мы столкнемся с тем же самым что у тебя будет просто типа условный какой-то большой игрок типа чат гпт которым пользуются все будет собирать наибольший массив знаний маленькие игроки у которых вот этого самого фидбэка от пользователей не будет или будет мало они будут сталкиваться с тем что их знание ну и вот эта база данных будет все больше и больше устаревать и все больше и больше отрываться типа от современной какой-то реальности и у тебя будет какой-то один два три там больших жирных игрока которые будут себе позволять постоянно до обучать вот эту вот самую нейросеть на вот этом самом фидбэке потому что тупо народу больше пользуется вот такая вот интересная мысль которую мне показалось стоит обсудить я недавно читал историю того что вот есть в гитхабе такой такая нейросеть копайлот который помогает тебе писать код и по-моему я на хакернюсе читал историю для чего грит мы ведь месяц поработали с этим копайлотом и в итоге от него отказались почему потому что она то пишет код который валидируется код который в целом правильный но ход который совершенно бессмысленный который тяжело поддерживать далее то есть это год который создан по примерам из учебников а некоторые моменты от который создан для того чтобы отвечать задачи да да а некоторые моменты можно решить либо вообще совершенно другим способом либо тем чего скажем так принято в этом конкретном проекте но не принято в том что придумала тебе нейросеть и так далее то есть грит мы в итоге с внутри своей компании который там занимается программированием пришли к выводу что это всё конечно классно то есть очень помогает там типа дописывать тебе код но она должна быть встроена условно у тебя в редактор вот когда ты пишешь сам свой код то есть это такой инструмент который тебе помогает но не инструмент который тебя заменит и он говорит что типа все программисты боятся что их там условно завтра послезавтра через год через два заменит нейросети он горит на каких-то маленьких проектах может быть но на больших проектах это будет история когда тебя заменит не нейросеть тебя заменит чувак который умеет пользоваться нейросетью и в том числе тоже программирует ну то есть это конкретно по нейросетям которые вот именно кодом занимаются да а по поводу текстовых и вообще от всех остальных нейросетей на которые вот именно должны заниматься мне кажется больше всего во всей истории должны пострадать художники потому что вот я сегодня читал историю чтобы есть миджорный есть table diffusion есть вот эти нейросети которые генерируют картинки и художники ощущают на себе уже сейчас то что они их можно легко заменить то есть например она не совсем просто скажем так и такие художники которые нарабатывают на художествами себе на труд ну ладно хорошо пусть так история например в китае огромное количество мобильных игр просто гигантское количество мобильных игр и для каждой мобильной игры рисуется там условно и там какой-то персонаж или там какой-нибудь иконка персонажей прочее и обычно для этого нанимают аутсорс то есть условно говоря есть студии в которой 15 художников которые только на аутсорсы работают пилят там иконки пилят там модельки персонажей даже не модельки вот именно картинки до рисуют персонажей прочее и последнее время они начали ощущать что не так то есть раньше приходила студия игровая и говорит нам нужно 10 персонажей которые вы нарисуете нашей мобильной игры вот художники сидели неделю им рисовали персонажи теперь эту студию использует нейросеть который мы через персонажи нагенерировала за день там условно да и от художников постепенно отказываются и чаще всего приходят заказы не на то чтобы сделать что-то а на то чтобы доработать то что сделала нейросеть убрать лишний пальцы с картинки и там дорисовать там типа фигуру похожую на там персонажа и так далее но основную работу как бы делают теперь мир сеть и интервью какой-то девушкой художницы и китайской она говорит что у нее количество заказов упал на 70 процентов то есть это для неё это кадастрофа понимаешь ну вот вот в этом моменте да наверное какие-то такие легко заменяемые повторяемые вещи и там перкопирайтер это какой-нибудь да то есть условный но я не согласен про копирайтеров про художников это работает даже не представляешь насколько ты оторван от реальности мы же говорим не про уникальные тексты макс а мы говорим про тексты допустим на не знаю у тебя есть четыре тысячи дорвеев тебе надо сгенерировать для них текст кто справится лучше блять это понятно это понятно но просто все про что мы говорим это автоматизации так работы которая была ручной просто потому что ее не могли сделать механической да то есть это как бы профессии которые были ну если не под ударом то их степень творческой необходимости была сомнительной ну вот как вы правильно заметили а чего который рисует иконки в мобильной игре это та вещь которая ну в общем то изначально должна была бы быть автоматизирована просто пока не думали как или копирайтеры которые даже ладно копирайтеры человеке которые пристали запишут или обрабатывают это вот такой самый низкий уровень того куда может на практику пойти студент журфака переведи мне с корпоративного на обычный на русский и расскажи добавляя слово бля и пиздец я вот могу сказать что мы об этом недавно спорили там типа в одном из чатов что когда люди говорят о копирайтерах как бы мне кажется не все не очень люди хорошо понимают кого они имеют ввиду потому что когда мы говорим о копирайтере например маркетинге в целом то это человек ну вот допустим на вскидку у тебя в маркетинге как бы какие есть тексты у у тебя есть например веб да у тебя там типа контент-маркетинг всякие блокпосты лендинги там типа страницы товаров страницы продуктов там и так далее и так далее уже целая тонна текста потом у тебя там например инфуэнс маркетинга например серым маркетинг да когда у тебя пишутся письма причем этих письмов цепочек там просто миллион у тебя может быть там типа 20 вариаций писем для бы тестирования там типа для каждого для каждой из цепочек каждый из которых там под определенные триггеры настроена как бы это может быть допустим 500 писем разных 500 текстов которые еще периодически нужно обновлять или писать потом у тебя всякие пуши и смски и прочие всякие штуки потом дальше у тебя пошли там например smm посты как бы различные как бы которые большие например на большие текстовые платформы ну там тот же самый там в инсте например написать текстом под картинкой какой-нибудь большой потом у тебя всякий telegram каналы и прочее и у тебя идет вот под как потом у тебя там партнершип маркетинг и прочее 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 вот ты распутываешь каждый из каналов и в каждом из каналов у тебя все больше больше и больше больше текстов и вот в обычной компании не очень большой ну например вот у меня за последние там годы где я не работал обычно как ну копирайтеров у тебя на аутсорсе или там внутри компании есть 2-3 человека которые как бы сидят и в тебе все это говно пишут или ты перекладываешь это по сути на вот маркетолога допустим Человек, который занимается партнершип-маркетингом Или CRM-маркетингом Или SMM И у тебя человек сам пишет эти тексты И у тебя здесь вариант получается Или этот человек начинает все это делать быстрее и лучше С помощью чат ГПТ Или в какой-то момент у тебя есть некий универсальный маркетолог Который тупо постит все в социальные сети Типа блок-платформа и так далее А все тексты генерит такими штуками И вот большое количество людей В какой-то момент окажется на улице По этой причине И вот был недавно реддит-пост Типа про копирайтинг Где девушка сидела и писала о том Что она родила ребенка Была в декрете И вот после этого у нее была пара клиентов Одному из которых она писала 90% текстов Из большой компании И вот он ей платил 50 долларов в час Нихуя себе нормально А потом сам начал платить 80 долларов в час Что тоже очень неплохой результат И смысл в том Что в какой-то момент он просто пришел Сказала извини Ну как бы бизнес есть бизнес И нам теперь все эти тексты Пишут просто чат ГПТ И она говорит что типа да Большие компании Типа условно там какой-нибудь Кока-колы там Или там еще какой-нибудь там Шанели Или еще кого-нибудь там Типа там Фейсбука Ну да наверное они будут Как бы все эти вещи Все еще писать там с помощью людей Как бы потому что Обосраться нельзя И вот это все А когда ты небольшая компания И тебе в общем-то похуй Ну ты как бы берешь Ну то есть у тебя тупо бабло У тебя сидит один человек На зарплате И с помощью чат ГПТ Генерируешь в три раза больше текстов Чем раньше И они более-менее нормальные Тебе не нужно чтобы они были заебись Тебе нужно чтобы они были Читабельные И с нормальной конверсией Причем еще чат ГПТ Ты можешь взять и сказать Что чувак Ты именно написал вот этот текст И у него конверсия снизилась А был вот этот текст короче Что можно улучшить И он блин реально улучшает И конверсия увеличивается Я не спорю Я же скажу что Да Но Опять же Заменит ли это профессию таковую? Нет Потому что это Раньше копирайтер писал Самостоятельно текст Теперь он будет писать с помощью Этой истории Все равно нужен человек Который будет Условно говоря Хорошо понимать что такое хороший текст Что такое плохой текст Или допустим Ты Инженер Да То есть Не будет Сео заниматься тем Что Вбивать блять запросы В нейросеть Понимаешь? Он не будет ей говорить о том Что блять напиши мне пару текстов Нет Он поручит это задание человеку Тот который уже будет идти Ебать промптами нейросеть И говорить ей Сделай так Сделай сяк И так далее Второй момент Ты не думаешь о том Что условно Слев Блять в будущем Когда нибудь Условно написанный Пресс релиз нейросетью Будет читать другая нейросеть Которая будет вычленять оттуда Весь пиар булшит И такая просто Человеку объяснять Чего ты Писать статью на сайт Или так Да То есть Ты Об этом не думали? То что блять боты Общаются с ботами У тебя по сути Мусорного трафика Миллиарды Такая нету и появится Потому что Сайты начнут общаться Между собой Через чат По поводу того Что закончится контент И Ну то есть условно говоря Нейросети не будут обучаться Да Там условно на Википедии Там или на Реддите Или на Твиттере И так далее Чувак Все очень просто Смотри Если мы говорим Про какие-то Локальные нейросети А условно Кстати вот Хорошая история Про Илона Маска Например Недавно была Он же подписал Это письмо Которое типа Ни в коем случае Давайте блять Остановим развитие И на полгода Иначе там всем пизда Ты помнишь да Эту историю? Да Он подписал это письмо Спустя неделю Выясняется Что внутри Твиттера Они сидят И делают собственную Блять нейросеть На основе Блять Твиттера То есть Илон Маск По сути тебе Блять напиздел Уже не в первый раз Никогда такого не было И вот опять да Ну то есть Очевидно Для чего им это нужно Ну то есть Блять очевидно Что им нужна Своя нейросеть Потому что Илон Маск Как ты правильно говорил Это чувак Который в свое время Блять дал денег Опынный А потом оттуда ушел Блять Блять Слушай Ну по поводу Всех этих историй Подожди Я не договорил Ну вот Короче Представь себе Что в Википедии Там закончится контент Допустим Людям будет Нет никакого смысла Писать новые статьи Если все статьи Есть внутри Там чат GPT Там 5 Да Или там чат GPT 6 И так далее Ты забываешь о том Что Википедия Вообще В кругах Там ученых Там Каких-нибудь Профессоров И прочее Не считается Источником Нормальным Это такой Типа чат GPT Но Для студентов То есть Это вот так считается Потому что Количество Безумной И тупейшей информации Которую туда добавляют И которую никто Не проверяет Потому что в теме Никто не разбирается Просто гигантское количество Я читал историю Какого-то По-моему Профессор истории Он рассказывал Что если вы хотите поржать А вы историк Вы идете на Википедию И читаете там Блядь Про времена Там не знаю Палеолита И там такой бред Говорит написан Что я если вижу Там у своих студентов Что у них там типа Источник Википедия Такая Я им просто на балл Ниже оценку снижаю Потому что Идиоты Ну вот И Ну и Кстати Тут еще да Можно протянуть за уши Историю того Что некоторые страны Интерпретируют историю По-разному Вот То есть как бы Тут тоже такая В некоторых странах За разные интерпретации Истории можно присесть Да Как будет интерпретировать И для кого Как будет отвечать Чат GPT Давайте-ка спросим Ну опен и И они такие А мы Клоузет и Мы не можем Ничего интерпретировать Что ответили То ответил Это первый момент Второй момент Внутри Таких Скажем так Узкоспециализированных Задач То есть там Когда ты такой Там профессор Там не знаю Экономики Когда ты там Какой-нибудь там Математик Или прочее Не будет Адекватных ответов Внутри нейросети Потому что Это как знаешь Это как Взять огромную Огромную Огромный набор Текстов Да Вот просто Из всего интернета И понять Что 99% У него Это говно И считать Что раз У тебя Такой большой Объем Значит это правда Чувак Нет Поэтому Я бы За этот счет Не переживал Я считаю Что вся история С нейросетями Там с Текстовыми Или там Картиночными Она очень сильно Раздута Это в первую очередь Пиздатиший инструмент Да Какие-то профессии Она полностью Как бы Исключит Ну то есть Условно говоря Чувак Который рисует Миллиард картинок Там для Каких-нибудь Говноигр Да Он скорее всего Действительно Потеряет свою работу Или там Копирайтер Который на 5000 Дарвеев Генерировал Тексты У него Скорее всего Было что-то Какой-то Генератор До этого Уже Знаешь Да он Скорее всего И так Успользовал Темплей Да Да Вот Поэтому Как бы Да возможно Он как-то Поменяет свою Историю Но будущее Оно Затем Затеми Профессиями Которые Смогут Интегрировать Эти инструменты В свой Пайплайн То есть Если художник Научится Правильно Писать Промпты Для того Чтобы там Персонаж Правильно Встал Или там Как-то По такому Выглядел А потом Переделывает Эту картинку И продает Ее Как продающий Арт И он Не похож На то На чем Неросеть Генерировалась Потому что Я тебе напомню Но каждую Неросеть Можно Блять Распознать Если ты Достаточно Четко С ней работаешь У нее Есть определенные Паттерны Ты это видишь То есть Если тебе Показывают Картинку Из Миджорни Ты такой Бля Ну узнается Что это Миджорни Какой-то стиль Есть Такой Типа Общий Или там Допустим Стейбл Дефьюжн И прочее То же самое Будет и с текстами То есть Условно говоря Тебе будет понятно Что вот этот текст Написал Не Тимур Этот текст Написал Чат Джи Пити За Тимура Потому что Чувак Я буквально Видел Историю Сегодня Об этом О том Как чувак Короче Работает На четырех работах Потому что Раньше работал На одной А теперь На четырех Неофициально По сути Как раз С помощью Чат ГПТ И чат ГПТ Еще и просит Отвечать в слаке Начальнику И пишет Что только отвечай С нижним регистром Чтобы было реалистично И она реально Пишет ему Еще ответы Для начальника Который Типа А что ты сегодня делал На держи Пух Все готово Понимаешь Я к тому что Я сегодня читал Хорошее сравнение На тему того Что в свое время Когда заводы Начали строить Это убило Огромную прослойку Просто профессий Где люди работали Вручную А у тебя Как бы сначала Конвейерная сборка А потом такая сборка А потом токарные станки А потом ЧПУ станки И вот это все И вот тебе уже нужно Не тысячу слесарей А вот уже можно сто Понимаешь А вот уже тебе нужны Инженеры ЧПУ станка А не слесари Понимаешь И как бы уже все Ну то есть Естественно Наданность слесарей Будет всегда Просто теперь тебе Их нужно не тысяча А сто А куда девать Других 900 человек Ах да У нас появляется Новая профессия Развозить еду По домам Понимаешь На велосипедике С огромной сумкой Сзади Ну мы говорим Ну мы говорим про Как бы такое Очень дженерик Будущее Ты забываешь о том Что например У тебя огромное количество Людей буквально Занято ничем Почему Почему государство Или там Типа человечество Позволяет людям Заниматься какой-то хуйней Ну то есть Самой настоящей хуйней NFT Люди сидят в офисе И 24 на 7 Просиживают жопу Не делая нихера Мы с тобой Пиздим в подкасте Хотя на самом деле Это блять Чисто увеличение Энтропии вселенной И приближаем Ее тепловую смерть Своим подкастом Для чего это делается Категорически Потому что мы Сейчас Нет нет Это важно Ты делаешь сейчас Неправильно Ну серьезно Мы занимаемся Довольно важной Социальной задачей Потому что мы Развлекаем Многие десятки Тысяч людей И позволяем им Сохранять рассудок И как бы вообще В целом Роботы Роботы пожалуйста Не убивайте нас Мы слайдом вас Получать на самом деле Приятное ощущение Заменить будет проще всего Как бы Кому Может быть Но на данный момент Мы делаем Довольно важную Социальную задачу Поэтому не Девальдируй Я согласен Но я говорю про Скорее там Будущее Какое-то Светлое Темное Неважно Есть огромное количество Вещей Которые люди делают Просто потому что Население надо Чем-то блять Занять Понимаешь Вот чем-то Надо занять людей У нас Закончились погонщики Там лошадей Да Типа потому что Лошадей из городов Выперли Стали машины ездить Да Давайте будем Переучивать народ Чтобы они перекладывали Асфальт По шесть раз В году Блять По десять раз Вот замечательно Поменяли шило на мыло Да Там типа Нету у нас Огромная часть населения Которая ничем не занята Давайте будем ему платить Ты вдумайся В ту историю Того что Есть пособие По безработице Триста лет назад Об этом просто Невозможно было Помыслить Типа Чувак У тебя уже сейчас Прорабатывают схему Безусловного дохода Да Именно так Почему Именно по этой причине Потому что Избавиться от населения Это негуманно А как бы Дать ему какую-то задачу Пусть блять Совершенно тупорылейшую Но для того Чтобы оно Чем-то блять Занималось Это Вот это будущее наше Я тебе просто уверяю в этом То есть У нас будет огромное количество Бессмысленных работ Которые будут только расти Потому что Многие вещи Будут автоматизированы Это очевидно Это Если ты смотрел Мультик Валли Вот помнишь Как там было Да То есть Пока роботик Перекладывает Мусор на планете Да Мы все будем отдыхать Там на космическом корабле Будем летать вокруг Арбиты Четыреста лет Блять У нас тут на самом деле В чате много пишут По поводу того Что там И не может быть сантехником Или там например Поменять колесо Или капиталку движка сделать Да Это пока Илон Маск Своего робота-андроида Не представил И будет как в Детройте Просто как бы Я вам аккуратно напоминаю Что Когда мы говорим про ИИ И замену Как бы Здесь дело в том Что в первую очередь Мы говорим Например про профессии Такие типа там Копирайтер Или например там Дизайнер сайтов Например Потому что уже появляются Сейчас плагины И всякие И прочее Где ты буквально Текстом описываешь Что тебе надо Получить от сайта Он тебе все делает И все запускает И большая часть сайтов Когда тебе не нужен Какой-то супер мощный Жирный проект Там новостной сайт Или еще что-то Ты в принципе можешь Ну или на теме На вордпрессе сделать А здесь что-то посложнее Ты даже Тебе даже не нужен Код вообще никакой Ты просто все делаешь там Берешь все это Копируешь По инструкции Тебе прям Чат ГПТ говорит Вот иди сюда Купи домен тут Здесь сюда Положи вот на сервер Вот в эту папочку Вот это короче И вот он тебе все запускает Как Shopify прикрутить Все давай пока Все работает А вот поскольку Рабочие профессии Искусственный интеллект Не заменят То если Ваш UI, UX И всяк Вы теперь не можете Рисовать иконки Или писать 500 Дорвеев То вы можете Всегда пойти В строители Новых дата-центров Для ИИ Там всегда надо Класть кирпич Прокладывать теплотрассы Прокладывать отводы Прокладывать коммутации Систему кондиционирования Интеллект Да-да-да Естественно Потому что дата-центров Под искусственные интеллекты Оказывается Вообще не хватает Причем у всех провайдеров И у AWS И у Microsoft И у Google Мы же об этом Кстати в одном Из прошлых выпусков Говорили Помните Я рассказывал Что у DARPA Был слайд Про искусственный интеллект О том Что надобность В искусственном интеллекте И стоимость Дата-центров И стоимость обучения И стоимость работы Этого искусственного интеллекта В какой-то момент Типа К 2025 Или 2026 Году Перекроет Весь GDP Этот ВВП Всего мира Ну то есть Как бы мы приходим К моменту Когда Типа Все очень хотят ИИ Все очень хотят Им воспользоваться А на это Нету ресурсов Вообще никаких Причем Да И вычислительных И даже Площадей И чисто сервера Разместить И здесь Очень интересная история Что Не хватает Серверных Достаточно Достаточно Высокий Нам пишут Что будут Талоны Я уверен Я уверен Очередь За талонами На талоны Да 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 Причем бумажные Такие Знаешь На принтере Распечатанные Черно-белом Вот И даже Сами Сервисы Самих Компаний Начинают Страдать Потому что Мощностей Не хватает Тому же Майкрософту Чтобы свои Внутренние Обеспечить Проект Уже Даже Не внешние Oracle Отказалась От некоторых Клиентов Потому что Ну просто Некуда Их впихнуть Она бы и рада Но она просто Не может Их потянуть И на этом Все Вы знаете Вот ты вот Читаешь Такие новости Вот она Настоящая Новая Золотая Лихорадка Поскольку ГПУ Ни хрена Не продаются И стоят Безумных денег Сейчас все Производители Видеокарт Будут навариваться На ИИ И тут Интел Знаете Так красиво Говорит Знаете Что Ребят А мы Закрываем Линейку Своих Серверных ГПУ Потому что Они никому Не нужны Ну а Кстати К вопросу О том О чем Ты сейчас Говорил Могу Сказать Что У Инвидии Жи была Конфа Недавно Которая Все думали О бля Сейчас там Покажут Нет Нихуя Там Показывали Все Только Про ИИ И только Про Серверные Мощности Вообще Там Полный Игнор Игровых Видеокарт И они Я могу Сказать Что Куртка Сделала Все Очень Круто Там Прям Конфа Я сидел Аж Засматривался Насколько Он Знаете Как Говорится Слова То Красивые Вот Просто Мне Очень Понравилось Все Что Он Показывал Все Продукты Типа Общий Месседж Куда Мы Идем Для Чего Все Это Нужно Как Мы Все Будем Делать Как Как Это Все Будет Работать В серверах Кто У нас Будут Эти Партнеры С кем Мы Уже Запартнерились В разных Типа Специальных Технологиях Специальные Технологии Для Ускорения Датабаз Специальные Технологии Для Ускорения Обучения Вот Это Все Я Прям Вижу Как NVIDIA Сейчас Пытается По сути Укрепить Свое Лидерство Ну Не Просто Укрепить А Прям Золочить Все На Себя Я Кстати Замечу Что Немножко Отвлекаясь Так Вот На На Карточках RTX И Вот Тебе Тебе Берут И говорят Чуваки Мы Сделали Охуительный Супер Простой Мод Типа На Скайрим Который Теперь В триллион Раз Лучше Выглядит Смотрите Какой видос Все такие Ебать Как Красиво Как Круто И Говорят Ну Работай Только На NVD Ты Такой Сидишь С AMD С Эплом Или Еще С Говном Короче Или GTX 1080Ti Короче И Такой Плак Плак Тебе Реально Залочивают Просто На Экосистему Это Логично А что По-моему Apple Не так Делает Или Все Остальные Ну Смотри Тебя По сути Берут И Залочивают На Сервис Ну Типа Как Типа Опи С Сервис Я бы Так Сказал Я все Жду Когда До Nvidia И Ну Вообще Разработчиков Драйверов Дойдет История С подписками То есть Представь себе Буквально Подписка На Драйвера Ну То есть Допустим Допустим Не нужен тебе RTX Хорошо Не плати нам Дополнительные 5 долларов Купил Новую Видеокарту И хочешь RTX 5 долларов И у тебя Галочка В настройках Драйвера Включается Да Понимаешь То есть Вот Когда До Nvidia Взломают Очень быстро Чувак Блядь Взломают Как бы У тебя Игра Знаешь Сейчас Работает Через Неделю Не работает Потому что У тебя В драйверах Что-то Наход Валилось Это Такое Да Не Надо Лице За лицензию Платить Ну Как бы Камон Вот Эта История Я Все Жду Когда До Nvidia Дойдет Что Это Огромное Количество Бабла Который Знаешь В отличие От Условно Продажи Гпу В штуках Ты можешь Прогнозировать Свою Месячную Прибыль Это же Круто Ну То есть Ты Такой Типа Чувак Давай Давай Мы Сразу С тобой Посмотрим Например Автомашин Ты Просто Продаешь Абсолютно Всем Юзерам RTX 4090 Один Покупает Ее С мощностью RTX 28 Золоченные Фишки Да И Просто Не надо Делать Разные Карты Ты Просто Продаешь Одну Как Мерседес Какой-то Момент Начал Продавать Тебе Машины С Заплати Это Как У меня Чувак Реально Пошел Купил Ешку Еще Там Несколько Лет Назад И ему Тупо В салоне Сказали Что Давай Мы Тебе За 30 Тысяч Рублей Ну Типа По-братски Мы Типа Разлочим Ему Превратили Ешку Чуть По-моему У него Было Е Чуть Лени 180 Превратили Типа В Е320 И у Тупо Просто Движок Начал Работа Как Зверь И Это Не Просто Какой-то Чип Тюнинг Какой-то Такой На уровне Разогнали Чуть Движок Это Просто Один И тот Ж Двигатель Абсолютно Один Идентичный Там И Там Просто Здесь Типа У тебя Лошадей Поехалось Побольше И Думаю Что Nvidia В Какой-то Минтаж К этому Придет Это Будет Ужас Просто Это Пиздец Ну вот Уже Сейчас Nvidia По сути Ебет Своих Собственных Игроков Выкатывая Видеокарты По гигантским Ценам Они 47 Это Абсолютно Безумно Я очень Рад За Nvidia Что Она Прекрасно Понимает Что Вы Никуда Не Денетесь Потому Что Вы Залочен В экосистеме Как правильно Тимур Сказал То есть Если У тебя Есть Выбор Купить Видеокарту От AMD И Купить Видеокарту От Nvidia Скорее Сего Ты Купишь Nvidia Потому Что Там Куча Всяких Фишек Куча Поддерживается И Просто Тупо Лучше Работает Ну То есть Как бы Если Ты готов Мириться Ну Да Окей Наверное Вот Это Не так Вот Это Даже Лучше А Вот Это В целом Не Очень Но Я Типа Готов Смириться С этим Да Вот Тогда Ты Идешь К Это Будет Знаешь До Какого Момента Происходить Пока Кто Нибудь Типа Сони Или Еще Кого Нибудь При Содействии Всяких AMD И прочих Аутсайдеров Пока Они Не Сделают Какой То Свой API Паст Рейсинга Такой Который Вот Условно Примерно То Что Работает В Спайдермене В Речет И Везде Который Позволит Его Интегрировать Опенсорс Все Разработчики Начнут Это Есть Пример Может Не С Рейсингом Но Есть Пример С ФСР Который AMD Есть Это Типа DLSS Только От AMD По сути То же Самое DLSS Дома Она Говно Она Уполняет Свою Задачу Но Когда Ты Сравниваешь Условно DLSS Новый Который В 4 серии DLSS 3 Третий И то Что делает ФСР Там Разница Просто Небо И земля Ну то есть Как бы Это невозможно Хотя ФСР Пожалуйста Он не требует Никаких Лицензионных Отчислений Ты спокойно Как разработчик Можешь это Имплементировать Во многих Играх Это сделано Во многих Играх Есть и то И другое Ты можешь Сравнить И прочее Но ты же Понимаешь Что это Разница Как между Андроидом И iOS Вот примерно Вот такая Разница То есть Как бы Ну Чуть похуже И в целом Работает Но Все таки Немножко Не то Должны Сделать Какое-то Решение Которое Будет Прям Альтернативой Понимаешь Там ДЛСС Альтернативой РТХ Которую Можно будет В видеомодуля Встраивать На любой Видюхе Там Типа Даже там На iOS Потому что Сейчас же Все пытаются Сделать Этот Ретрейсинг Пастрейсинг Даже Вон там Самсунг Выкатил Типа Свою Имплементацию На мобилах Ну все же Понимают Ну да Но это же Такой чисто По приколу Как бы А нужно Что-то такое Типа Которое Знаешь Как стандарт Вот как Вулкан Взяли Сделали И все Теперь Пиздец Давайте На вулкане Все все Делать То есть 20 лет Опенжель Которые Привели К вулкан Ты просто Нахуй Игнорируешь Такой Вулкан И откуда Блядь Взялся Сказать тебе Кстати В чем Тимур прав Про Союз Аутсайдеров Да Вот он Говорит Что типа И надо Выкатить Какое-то Общее Решение Знаешь Из чего Появился Вулкан Вот что Выступило Основой Вулкана Не Опенжель Основой Вулкана Выступил API Mental AMD Проперитарный API Который Они разработали Для своих Видеокарт Одна из Игр На Mental Кстати Была Значит Это был Battlefield 4 Там была Поддержка Mental И Я помню Очень хорошо Dragon Age Inquisition Потому что У меня Тогда был 290 Родион Но ты Включал Mental И у тебя Ну Где-то Такой На 30% Прирост Появлялся При том же Графоне И собственно На основе Наработок Mental И OpenGL Был сделан Вулкан Который Де-факто Стал Стандартом И я могу Сказать Что Тимур Прав Потому что При всех Прелестях RTX Мы сейчас Не затрагиваем DLSS Значит Вот при всех Этих Прелестях RTX На ПК Не сказать Чтобы Очень сильно Взлетает На самом деле Хороших Имплементаций RTX От NVIDIA Не так много Я как владелец 3080 Говорю Кроме Киберпанка И контрола Поиграть Особо Не в чего А если Говорить Про то Как это На уровне Арта Сделано И вообще На уровне Того Какое-то Впечатление Оставляет Самая красивая RTX Игра До сих пор Лично для меня Вообще Рэчет и Кланг Вот То есть В данном случае Надо смотреть Куда это пойдет Но Тут еще Прикол Вот в чем Вот мы много Сейчас говорим Про то Что у нас Типа Вот такая вот История С И Такая вот История С железом NVIDIA Наживается Но при этом У нас есть Обратная сторона Медали Ковид же Кончился И мы уже Год почти Живем Не в локдауне И неожиданно Для всех Производителей ПК И чипов Оказалось Что Все Взрывной рост Закончился То есть Во-первых Перестали покупать Чипы В огромном количестве Ну даже скажем так Не совсем Смотри У тебя был Определенный спрос В течении двух лет Который Вот он шел 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 И производители Такие О заебись Потирают руки Типа давайте Условно В 2020 2021 году Когда планировались Там типа Поставки на 2023 год Они взяли Резко подняли Типа все эти Цифры поставок И подумали Ну сейчас будет Вот так же Как с 2021 Классно будет А потом Выяснилось Что типа Ковид закончился А заказали Ты все эти чипы Еще тогда Давно И вот типа Случился по сути Кризис перепроизводства Когда у тебя Чипов памяти Стало больше У тебя в какой-то момент Прямо сейчас Приходит Samsung И говорит Вы знаете Мы произвели Так много чипов памяти Типа Ну вот этих Для GPU И соответственно Рама Компьютерного Айфу Смартфонного Там Всяких этих Планшетов Там и для всего Всего Что нам На следующий год Придется существенно Снизить Как бы Ну вот Уровень производства Потому что Мы как бы Типа реально Объебались Вот с предсказанием Этого Самого спроса У Samsung Чистая прибыль Упала на 95% Из-за этого Потому что Половина Половина Прибыли Самсунга Всего конгломерата Самсунга Это чипы Да Просто чтобы вы понимали Уровень бизнеса Насколько это важный бизнес Для Самсунга Это просто тупо Его половина бизнеса Поэтому если Один бизнес Чипов падает То он за собой тянет Выручку Вообще всего Самсунга Ты знаешь К чему это приведет К чему Через полгода Случится Резкая нехватка Чипов Опять Я бы не удивился Но кстати На этой же самом фоне Абсолютно Случился кризис Перепроизводства С ПК Помните Мы говорили о том Что у всех Производителей Компьютеров Упали В 2022 Начале Году Ну то есть В прошлом году У всех очень сильно Упали показатели Поставок И только у Apple Было все очень круто И они на 40% По сути выросли По отношению К предыдущему году Но это было связано С выпуском M1 Как бы это была новизна Все заценили M1 Все было очень круто В этом году Соответственно Стало понятно Что упало Вообще На хуй у всех Прямо супер сильно И у Apple Тоже очень сильное падение Как бы И вообще у всего рынка В среднем 30-40% Падение Как бы по отношению К предыдущему году То есть Чтобы вы понимали У предыдущего года Было у всего рынка падение А в этом году Падение к предыдущему падению То есть Настолько сильно упал рынок По сравнению со всем этим Но все говорят Что это не только ковид Но и соответственно Инфляция И кризис Соответственно Финансовый Потому что Огромное количество людей Из-за того Что их увольняют Из-за того Что меньше денег Становится Они Тупо не хотят Покупать новые вещи Ну потому что Типа компьютер Это довольно дорогая штука Это там Тысяча, две, три Тысячи долларов Которые люди Не могут себе Сейчас позволить И стараются сидеть С предыдущими компьютерами Которые они купили тогда Да Потому что он Блядь Интернет тебе показывает Что тебе еще надо Брать Ну В принципе А скоро у тебя будет Будет и видеоигры Внутри браузера Что ты еще хочешь Ну Блядь Это у тебя должна быть Видюха Это в общем-то Нормальная Ну В любом случае Для среднестатистического Я могу сказать Что для среднестатистического Юзера Вот У меня есть коллега Который Ну он не геймер Он периодически играет В разные видеоигры И у него ноутбук Чтобы вы понимали Core i5 Какого-то там Девятого Или восьмого Поколения 1050 Ti Ноут Там значит 16 гигов По-моему В DDR3 И У него стоит SSD Достаточно шустрый Я им говорю Может ты ноутбук Обновишь там Я не знаю Ну ты как бы 1050 уже И Проц у тебя Старенький Он говорит А зачем Я еще года 3 Похожу Зачем Какой резон Геншин он мне запускает Значит интернет Он мне показывает Шустро Грузится он хорошо Железо стало Дольше жить Вот такой Хотейк вам Вброшу То что Раньше Устаревал Я помню Еще 10 лет назад Процессор Мог устареть Буквально за 2 года И прям превратиться В помойку Не юзабельную В ноутбуке Условным Сейчас ты можешь Ходить с маком 2015 года И будет все еще Плюс-минус Нормально На интеле Причем Ну тут есть такой момент Что Apple потихонечку Начинает деприкейтить Старые маки Ну не будет у тебя Обновляться iOS Или там Mac OS И что Насрать ли Да Ну я так скажу Что типа Они начали потихонечку 2013 год Как бы делать Фейз-аут То есть Грубо говоря К 2013 году Уже не привыкайте Маки Поэтому тебе Apple как бы так Намекает Что типа Хорошо бы Чтобы у тебя был Мак 2014-2015 года Хотя бы Чувак Ну вот Нужен новый гиммик Нужен новый гиммик Смотри На ПК все понятно Да На ПК у тебя Тебе продают Условно Новые видеоигры Которые не тянут Твои Твоя старая видеокарта Не тянет даже Full HD И ты такой Типа Ну блин Наверное Наверное Имеет смысл Обновиться Да На маке На маке У тебя Как бы И Ну По классике Да На маке Как бы Мало Давайте честно скажем Мало кто играет на маке Да Или там Что-нибудь делает на маке Вот именно Связанное с GPU Это ты кстати Сейчас насчет GPU очень сильно Ошибаешься Ну ты говоришь Про макпро Или про что Нет Я тебе говорю Про буквально Всех пользователей Синемы 4D И прочих подобных Вещей Ими очень много Пользуются Людей Прям Я говорю Не про профессионалов Я говорю Про вот обычных Кузуалов А на маках В основном Профессионалы Да конечно Бля Рассказывай мне На маках Профессионалы Это даже такое Приходишь в аэропорт А там все вот эти женщины С губами На пол лица Все они профессионалки Все в синими сидят И все они профессионалы Понимаешь Профессионально Заработали на макбук Да Блядь Какая же ты мразь Просто Я блядь Совсем про другое Сейчас подумал Тимур Тимур просто Понимаешь Ему надо Ты знаешь По лицу бить Каждый раз Когда он сексист Ты знаешь Моя планка Была уже Низка Бат Холли фак Я просто Пытаюсь Закончить свою мысль Смотри На ПК У тебя Таким гиммиком Происходит Переход В условное 4К То есть условно У тебя был Компьютер Который в Full HD Компьютер Который в 1440p Компьютер Который в 4К Да и так далее Ну и герцы Герцы очень важны Да Или там герцы Например Растут И ты в принципе Понимаешь Куда С какую сторону Все идет То есть ты знаешь Это все растет От Full HD До 4К Естественно Поскольку Это блять В 4 раза больше Разрешения То тебе надо В 4 раза больше Денег потратить Для того Чтобы это было Обновить монитор Обновить видеокарту Обновить сука все Просто для того Чтобы это было И потом Вот сейчас Сегодня NVIDIA Например показала Свой 4070 А она Типа Я смотрел сегодня Все тесты И они такие Знаешь Замечательная видеокарта Для 1440p В смысле 1440p В смысле 1440p Вы что там Ебанулись Вы цену ее видели Вообще Дим Дим Дождик У тебя игры идут вперед У тебя Круче графон Подожди За такие бабки Она мне должна В 12к Отрабатывать Как минимум Блядь Она в 1440p На цему Она тебе запустит В 1440p Ну нормально Знаешь Все обзорчики Ну нормально Блядь Ты такой Сука Я уверен Что UberWatch 2 Она тебе В 4к 120 фпс Запустит Я понимаю Зависит от игры Согласен Просто На ПК Есть такой гиммик Да Вот Чтоб ты обновился Если ты не играешь В игры То ты не обновляешься Блядь Ты сидишь на своем Full HD Печатаешь свои тексты Подключил принтер У тебя все охуенно То есть Ты можешь не обновляться Вообще На макбуке Такого гиммика нет Ты Условно говоря Купил iMac И на нем там Печатал свои тексты Блядь Или там код И у тебя в принципе Все нормально работало Ты На M1 Pro В смысле На M1 То же самое все работаешь У тебя выходит M2 У которого 20% прирост И ты такой Типа Ну нахуй мне нужен У меня есть M1 Выходит M3 У которого там будет еще Допустим Десятипроцентный прирост Ты такой Ты нахуй мне нужен Блядь Чувак Я думаю что люди Которые купили M1 Очень растягивается Эта история Они скорее всего Обновятся только на M4 M5 Как бы Ну я про то Про то и говорю Что в целом ПК железо Стало устаревать Гораздо дольше И для нас Как для потребителей Это хороший тренд Но для производителей Это не очень хороший тренд Не я думаю Что тот же самый Apple сделали хорошо Потому что Они же сделали тебе Крутой Как бы очень Ну им нельзя было обосраться Они поэтому С запасом сделали Такой процессор Что прям Сука разъебало Просто весь рынок И получилось И в общем то Прикол в том Что они С одной стороны Положили себе Бомбу замедленного действия Ну потому что Типа люди Которые обновились На M1 Они блин Еще лет 5 Не будут обновляться Точно А с другой стороны Они же делают По сути все Для того Чтобы все Оставшиеся чуваки На интелах Чтобы все они Чтобы они все В итоге обновились На M Потому что Ну блять Ну уже тебе Просто уши Все прожужжали И ты сидишь Такой там С условным Core i5 На макбуке 2000 Какому нибудь Там 18 Года Там 17 16 Ну тебе уже Все прожужжали уши Ты уже такой прям Сука Надо купить Ну уже прям Надо купить Нужен новый гиммик И вот история С нейросетями Это отличный гиммик Для того Чтобы все это продавать То есть Ты делаешь Ход конем Такой говоришь Вы включали Charge i5 Да Очень медленно Да Она там тексты Вам набирает А на новом макбуке Будет набирать В 6 раз быстрее Я тебе могу сказать Что мы Мы что-нибудь С Денисом Шареевым Тестировали У меня на маке Запускали модельку Соответственно На альпаке Модельку На 13 миллиардов Параметров И макбук Работает хорошо Быстро делать Только что-то мы там Перемудрились с настройками Короче И он полную ересь Просто пиздец Там Я просто читаю Такой Ебать Что ты блять Несешь Сука Вот Но оно работает И работает шустро При этом я смотрю На загрузку Проца И он там Просто охуевает Для того чтобы Он все это шустро работал Я на своей винде Попробовал Разные нейросети Могу сказать Что альпака Это хорошо Потому что это Ну Это по сути Спизженная лама У фейсбука Которые Локальная модель Просто доделали Да Но идея История в том Что в опенсурсе Есть огромное количество Моделек Которые Не спизжены Ну то есть Они Просто обучал кто-то И выложил в опенсурсе Веса своей модели Блять Они такое говно Это просто пиздец Они просто тебе пишут Ёбаный бред То есть Это ладно бы Это был какой-то Осмысленный текст Нет Просто ёбаный бред Пишут И ты понимаешь Что вот эти Истории с нейросетями Их могут делать Только крупные компании Фейсбук Там этот самый Как его Опен.иай Что там еще у нас Гугл Да И так далее Вот Вот На что нам нужно Обращать внимание Смотри Вообще Мне понравился Очень тейк Чувака Который там Один из Давних инвесторов Аппла Я постоянно за ним Слежу Там он Очень много Инсайдов Интересных Рассказывает И он Скал о том Что Эппл же Довольно давно Пересаживает Всех людей На процик И на айфонах И на айпадах И вот Уже в маках В которых сидит Почти вообще Неиспользуемая Но в основном Только для фоточек Используется Там типа И для каких-то Базовых Таких вещей Огромное количество Нейронных ядер Довольно мощно Которые Кабы можно Использовать На маке Кабы с помощью Специальных Там типа Опенсорсных Моделек Которые можно Использовать Как тензорные Ядра И они будут Работать Но вообще В основном Они используют Очень мало И Ну явно же Это не просто так Ну не просто так Они блядь эти Нейронные ядра Хуярят уже Несколько лет Во все устройства Когда тебе В этом году Покажут Обновленную серию Вы услышали Это первым Завтра кассия Номер 280 Обновленную серию Покажут в этом году Я уверен Что так и будет Я уверен Что они сделают Какой-то типа Существенный Апгрейд серии На основе Вот этого Ну то что это Прямо напрашивается Такое чтобы Типа она Нормально с тобой Общаться Естественно Она будет зажата Так чтобы она Блядь Слово Винни-Пух Не произносила Вслух Понимаете То есть она будет Просто вот Она так зажата будет Но Какие-то базовые вещи Кроме поставить таймер Она точно научится делать Как бы Я уверен Я знаю Сири Она теперь будет Тебя посылать Очень витиевато На базе нейросетей Не понимая Что ты говоришь С индусским акцентом Я уверен Что там Ее зажмут Просто Не-не-не Я просто к тому Что понимаешь Она тебе будет Очень по-умному отвечать Почему она тебя не поняла Ну или как-то так Но в любом случае Короче Кстати Представь себе Сири Что ты Та модель Которая Да Да Сири Ты стоишь на сцене И тебе надо Рассказать историю Сири Поставь пожалуйста Будильник К сожалению Я не могу поставить Будильник Ты должен делать Это самостоятельно Сири Представь что ты Будильник А представь что ты Умеешь стать Будильником Она такая Блин И правда умею Хуя как ключи Посмотрим Ну кстати По поводу смартфонов В финале Хотели сказать Тут Ваня Лужков Постил картинку Классную О том что В 2022 году И смартфоны Стали покупать меньше Тоже На 12% Практически упали Продажи в мире Вот Но что интересно Довольно таки Мне очень понравилась Тема Святая с тем Что Устройства Знаете какие Выросли На 1% То есть все падает На 12 А один сегмент Вырос Это Это премиум Смартфоны Выше 600 долларов Ну потому что Видимо люди У которых С деньгами Нормально Продолжают Покупать Хорошие Телефоны Почему выросли Ну потому что Видимо хорошо Хорошие Телефоны Вышли Возможно Какие Galaxy S23 Ну а теперь Давай посмотрим Что такое Премиум Сегменты Максима Прям на лице Написано С его отношением К Galaxy S23 Слушайте С Galaxy S23 Я расскажу Я вообще писал Пост для душни Но решил Что он настолько Отбитый Что его надо Запостить Завтракас Тут Совершенно Чудесная история С Samsung Произошла Причем именно С обычными S23 Не с Ultra А именно Которые S23 Плюс Короче У них Основная камера Основная камера Короче Она нормальная Но есть нюанс Линза Резкая Не по всему полю И поэтому Не по краям кадра А в центре кадра Все четкое Потом две полоски Размытия А потом все четкое Или там 16 линз Какая-нибудь Одна плохо откалибрована Какая-то из линз Видимо Плохо подогнана Это то ли брак То ли это Просчет Схемы оптической Потому что Брак очень массовый Куча владельцев S23 Про это пишет И дает сэмплы Короче Это дает Абсолютно Неестественное Ненужное Отвратительное Размытие Если на фотографиях Это еще так сильно Не напрягает Это особенно Хорошо видно На документах Где у тебя В рандомных Кусках документа Просто размытая Картинка И Это выглядит так Как будто у тебя Линза чем-то заляпана Знаешь там Пальцами Да-да Или запотела Изнутри И Вот Но ты ничего Не можешь с этим сделать Потому что Элемент подогнан криво И Мне очень понравился Ответ Самсунга То есть Когда в Самсунгу Написали Типа Эй Хуй Сучай Что за фигня Они такие Слушай Братан Это баке Как будто у тебя Беззеркалка Мне очень нравится Вот на этом примере Вот смотри Где сейчас Я не знаю Видно ли это На видеоверсии Но вот я вот прям вижу Что у тебя Деревья достаточно четкие Потом блять Смазанные Потом опять четкие Да То есть такое ощущение Что внутри линзы Какой-то дефект Да Так и есть Потому что Это чисто оптический дефект Не алгоритмический дефект И ответ Самсунга А это не дефект Это у тебя Беззеркалка Это бакешка Это бакешка Но я думаю Что это как и все остальное И справиться очень легко Максим Знаешь как Покупкой нового телефона Двумя способами Первый способ Вот бакешка Первый способ Ты очень легко И просто делаешь Ты просто отзываешь Нахуй всю партию Ну или там Говоришь о том Что отзовешь И легко поменяешь Но не громко Чтобы об этом Никто не знал Ну конечно По классике А второй момент Ты просто вправишь Это в софте Да Да Ты в каком софте Есть у тебя оптика С браком Чувак Очень легко Берешь искусственный интеллект И говоришь Что примерно В этом месте Бывает иногда Немножко И в этот момент Замазано Давайте сделаем Здесь почетче И те искусственный интеллект Дохуяривает там Буквы тех Которых не было И в этот момент Инженер Самсунга Такой пишет Как исправить Бак О боже мой Слушайте Но в любом случае Короче По поводу Премиального сегмента Которым вот мы как раз говорили Который вырос на 1% В отличие от всего рынка Который упал на 12% Короче Оказывается Премиум сегмент Занимает Apple 75% То есть 2 трети Премиум сегмента Это Apple Остальные 16% Это Самсунг И еще немножко Остальных Всяких верт Ладно Короче Всех остальных Телефонов Вот Которые там Остались тоже Чуть-чуть подороже 75 плюс 16 Это сколько у нас получается 91 То есть 9% распределяется Между всеми остальными Вот И что интересно Кстати еще Довольно хорошо В Китае Держится Huawei У которого тоже есть 3% Вот этого самого Премиум рынка Вот Такие дела Короче Но В общем Ситуация такая Из-за того Что рецессия В общем-то Падает У всех Все Включая продажи Вот И будем смотреть Как все будет развиваться Мы как бы стоим на пороге Тяжелого времени На самом деле Потому что сейчас Ну Очень много Хуевых обстоятельств В мире И очень много Хуевой хуйни Происходит И если честно Грустно очень Как бы По всем поводам Вот Которые только есть У нас сейчас Вот Но Как будет развиваться История с техникой Посмотрим Но Я буду ожидать Вот опять же Как минимум Какого-то нового гиммика Мы сегодня с Димой Обсуждали Историю Связанную с VR О том что В общем-то Вот VR Ну Типа Стал хорошей Интересной нишей Для энтузиастов Но не взлетел И Нам кажется Что мне Что Диме Например Что Apple Вский VR Тоже скорее всего Не взлетит Потому что Ну Нужно Как это Такой Такой Сногсшибательный VR Которому Каждому человеку Зайдет Никто в нем Не будет уставать Никто не будет болевать И как-то Все проблемы В нем будут Как-то решены И вот непонятно Как это все Должно работать И кто это должен сделать Но Нам кажется Что если даже Apple выпустит Сейчас в этом году Гарнитуру То Все равно Мне кажется Даже у нее Ничего не получится Это будет Такой условный HomePod Еще раз Вот Ну посмотрим Короче пацаны Да Слушайте Да Донатики давайте Зачитаем Так Лошкин Корп Занес В сумме 450 рублей Парни Привет Спасибо за вашу работу Слежу за вами Со времен Подкаста С Вилсой И это мой первый Донат Надеюсь Вопрос уместен Максим Тимур Взять Sony A7 III Для интерьерной Съемки Смотри Для интерьерной Съемки Я себя правильно Понимаю Твоя задача Четверку Потому что Там есть Свои особенности То есть там Rolling Shutter Более комский Ну то есть Сенсор более медленный Потому что у него Выше разрешение Я думаю что Rolling Shutter Для интерьерки Скорее всего Я собственно о чем и говорю То есть есть минусы Но эти минусы Тебе вообще по барабану Зато ты получаешь 33 мегапикселя Это идеальный Свитспот Потому что Это еще не Конские 60 Как на R Но уже не маленькие 24 Как это собственно Сейчас на тройке Да 24 недостаточно Мне кажется Для интерьерки Второе Ты получаешь Светочувствительность Отлично А в третьих Самое главное Ты получаешь Новые Новые софты Новое меню Которых в тройке Нет И это сильно Упрощает работу Я сам Дай ты бог К осени Свою камеру продам Обновлюсь на четверку Я ее потестдрайвал Два дня И она очень классная И она стоит переплаты Особенно если дело Касается интерьерной съемки И Филипп Спенсерович Таки Занес нам 2 евро Нет Филипп Спенсерович Это же Нет Нет таки Спенсерович Ничего не знаю Так Фил Спенсер Алло Я знаю Я шучу Господи Праздничный донат В честь получения Испанского ВНЖ Ну что Получается Скоро смогу отписаться От Бусти И подписаться на Патреон Тимур Какие последние апдейты Под твоим странствием Где хотелось бы осесть Блин Спасибо тебе большое Слушайте У меня апдейты будут Чуть попозже Потому что я прямо В процессе Вот И как только Будет что рассказать Я обязательно Это сделаю Сделаем еще и Часть 3 Может быть и сделаем Да Почему бы и нет Слушайте Давайте мы вернемся К нашей Большой рубрики На этот раз Завтрака смотрят Вышла неделя Совершенно сумасшедших Трейлеров и анонсов Потому что Отстрелялись Некоторые видеоигры Отстрелялся Марвел Отстрелялся Warner Brothers HBO Которые теперь Не Макс Потому что Макс Едина Значит Что это за мем Такой Макс Едина Я не слышу Собака Стоит на горе Такая овчарка На фоне заката И надпись Сверху Макс Едина Старая Добрая История Любой Макс Знает Куда Пойти В виде Эту картинку Говорю Из личного Опыта Мне срочно Нужна Эта картинка Для общения С Зарецки Когда Макс Когда писали Пост По поводу Анонса HBO Max Это картинка С горбатой овчаркой Как раз в этот момент И была Блядь Я не догнал Мне пора Знаешь Мне пора устраивать Знаешь Какой-нибудь ликбез Раз в неделю Объясняем мемы Короче Тимур Тимур с Димой Получают от Максима Препода Два по мемологии Слушайте Завтра кассмотр Давайте начнем С самого классного Игрового трейлера Мне кажется На неделю Потому что трейлер Реально крутой Продающий У Батвы 2 Вышел предрелизный трейлер И я могу сказать Что если Вот тот ролик Геймплейный Который они показывали Он такой был Ээ Ну как-то Ээ Вот этот Конкретный трейлер Продал мне эмуляцию Просто Свича на все сто А должен был Продать тебе версию Блядь Для Свича Ты че Что значит эмуляция Ты че охуел Там Я уже представляю Как я буду Убирать эту Текстурную фильтрацию Дурацкую Как я буду Ставить алиасинг Нормальный Знаешь Как я буду Дальность прорисовки Выкручивать Но в целом На самом деле Если не шутить То трейлер Реально очень крутой Я вот в зельду Играл только На эмуляторе Вью А эмулятор Свича Он еще нормальный Да Он очень хороший Смотри Они ее сильно Сильно допилили Даже на макосе С новым Там есть 60 фпс Да Уверен Да Потому что Когда я постоянно Запускал Там был тридцатка Не-не 60 есть Именно На свиче Ставишь Типа хак И у тебя появляется 60 фпс Хаки Это ты говоришь Про эмулятор Вью Нет Я тебе говорю Про эмулятор свича Тоже самое Там называется Атмосфер мод Да Да Тоже Те же самые График паки Только по другому Названные То есть Я почти уверен Что Ботва Будет эмулироваться Не сразу То есть Наверняка Поскольку Эта игра По трейлеру Видно Она просто Все соки Жмет Из этой Несчастной Тегры 2 Вот Она выглядит На самом деле Для чего Там вторая Тегра Разве Да Она Она все соки Выжимает Из второй Тегры Я могу Сказать Что Она выглядит Так же Как первая Часть Нет Там круче Анимации Там круче Эффекты Там больше Объектов В кадре Анимации Эффекты Но вот Насчет Объектов И всего Остального Я бы Поспорил Это свитч Узер 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 Сток Нвидия Тегра Х1 Т210 КПУ Максим Пойбался По факту Нет Х1 По моему Вторая Все же Тегра Ну ладно Не суть Поинт в том Что Игра Выглядит Красиво Учитывая Ее Железо Это очень Важная Галочка Но При всем При этом Я могу Сказать Что Эмуляция Такой Code to the Metal Игры Наверняка Будет Проходить Не очень Гладко И наверное На релизе 12 числа Вы на эмуля В нее Поиграть Не сможете Но я уверен Что Вот именно Ботва Вторая Будет Как для Цему В свое время Гигантским Импульсом Допилить Эмулятор До идеального Состояния Макс Ты даже Не представляешь На самом деле Эмулятор Те же самые Юзу И Реджинкс Сидят С охановскими Я знаю Я знаю Я сам слежу И впилить На кучу платформ И там Допиливают Уже Типа Ирочных игр Возможности Там их Типа Чтобы они Нормально работали Потому что Например Одной из вещей Которые Долго Долго Делали На Реджинксе Чтобы оно Нормально Работало Это был Шинмегамед Энсей Пятый Новый Потому что Ксеноблейд Хрониклс Но Шинмегамед Энсей Долго Время Не рендерился Нормально И они Типа Что-то Перепилилили И в Юзу И в Реджинксе Что он Стал нормально Я уверен Что за Типа Неделю Две Они Сделают Так Чтобы все В итоге Нормально Я просто К тому Что Вполне Такой Странный Вопрос Для эмуляции Свитча Нужен же Сам Свитч Нет Нет Абсолютно Тебе нужны Ключи Скажем так Но они Гуглятся Короче Рюджинкс В этом вопросе Мне очень нравится Я Юзу Как-то не очень Тыкаю палкой Вот Рюджинкс Работает Очень здорово Я просто К тому Что вот Цэму Развивался Безумно Быстрыми Темпами Для эмулятора Его буквально Году за полтора Написали С полного нуля В очень хороший Работоспособный И удобный эмулятор Просто потому Что у сообщества Была очень простая цель Поиграть в ботву Вот тут будет то же самое Огромное количество людей Которые не занимаются Проектом Или не занимаются Проектом активно В тот момент Когда выйдет вторая ботва Это будет огромный Всплеск развития Всех эмуляторов Свитча И по-своему Это здорово Вот Этот трейлер Он прям реально Хорошо продает игру Я в этом плане Жду вторую ботву И до этого Я ее вообще не ждал Трейлер Мне игру продал Так что я в этом плане Абсолютно согласен С Максом Мне тоже очень все понравилось И я такой прям Захайповал Я когда посмотрел Зашел в комментарии На ютубе Там все просто Такой Налог на Нинтендо Надо вспомнить, кстати Ну, тем не менее, вот так надо было Начинать маркетинг игры Я думаю, что там будет примерно так Все журналисты ставят 120 Налог на Нинтендо 20 И получается 100 И шутокрыто все довольны Мне нравится, что нам Всем не понравился геймплей Который они показывали буквально на Нинтендо Директе Но при этом нам всем понравился трейлер Нет ли здесь, блядь, противоречий Нет никаких, потому что Просто могли показать неудачный кусок Вот знаешь, почему трейлер цепляет? Там показывают Очень разные стороны игры Там показывают, что новое появилось на земле Потому что там реально что-то новое появилось Там показывают сюжет, который стал Поинтереснее, там реально есть пара Ключков, если вы неплохо знаете Вы заметили, какое новое количество Огромное количество всяких интеракций Появилось, например, тебе берут и показывают Что ты можешь собрать из говна и палок Не только плод А можешь целую колесницу Сделать себе И боевую систему показывают Когда ты к мечу цепляешь щиты Показывают, как он там глиссирует вниз Очень здорово Как будто он только что спрыгнул с автобуса Ему надо вниз У него там даже винг-сьют, блядь, появляется Да, да, да Короче, трейлер показывает Что Ботва 2 Это не итеративно Это реально классный сиквел И если вы еще Вот как мы после геймплейного ролика Находились Так что называется Он Дефенс То есть были неуверены До меня только сейчас дошло Что вот Линк едет на лошади К нему привязана И там сзади тележка А тележку он сделал из магии А тележку сделали, да Дим, Дим, стой, стой Не переключай этот кадр Знаешь, этот... Будем кататься на тележку Рорик стед Я из Рорик стеда Я, кстати, недавно попробовал Skyrim в VR Вот именно По к-верси По к-верси, да И могу сказать, что, конечно Когда ты слышишь этот ебаный диалог В VR Ты просто абсолютно по-другому его воспринимаешь Потому что тебе хочется Просто абсолютно из тех персонажей Выкинуть нахуй из этой ебаной телеги Это вот, знаешь Отвратительно Могу сказать только одно Skyrim VR полное говно Я его рефанд был нахуй А вот теперь давайте Tears of the Kingdom Как его будут сокращать? Breath of the Wild стал ботвой Tears of the Kingdom терка? Ну... Тотк? Тотк? Тотк, да Но ботва тоже как бы не произносится Он просто пишется таким образом Ботва, а это будет терка Тетка скорее Тотка, тетка скорее Тотка, да Тотка Тотка В тетку игрок А это, посмотри, вот это сейчас на экране У нас кадры Это, знаешь, как в аниме Типа А это битва Весь сюжет, который А это, это, это короче Это короче Шли с Витя Арбуз на пляж Да, да, да Это арка, где они Арбуз пиздят Ты посмотри Мне нравится чувак с ведром вместо шлема Да, да, я уверен, что Линк будет его носить А как вам возвращение Ганандорфа? Ну, я и говорю Это прикольно Если ты не знаешь, Ганандорф это, в общем-то, злодей из предыдущих классических игр Зельды И по сути... А Ганон и Ганандорф это одно и то же? Разные вещи Нет, это разные вещи Ганандорф это тип мужик, вот такой вот, как сейчас вот на экране А Ганнон это типа свирин такой Нет, Ганнон это скорее такое, типа, зло Воплощение зла абстрактного Это как если в Властелине колец, знаешь, вот есть, типа, Саурон Вот это, смотри, вот это Саурон, а это Мелькор Нет, а это Саурман Нет, нет, нет Именно что Это скорее Саурон, который был слугой и такой, обладал телом А вот Ганнон это как Мелькор такой, знаешь, такое воплощение Типа божество, да Да, да, да В этом плане, в общем, Батва 2 выглядит здорово Что еще выглядит здорово, прям реально неожиданно классный трейлер Immortals of Avium, да, по-моему, так это называется Ну, вообще, судя по всему, да Если честно, про эту игру, как бы, все так, типа, слышали краем уха Никто особо от нее ничего не ждал Но в последнее время все такие журналисты, прям, типа, говорят Блядь, да вы че, там будет круто И все такие, че? А если что, делает ее студия Ascendant, по-моему, как-то так Ascendant Studios, да Это, типа, чуваки, которые в свое время пришли из... Вассерл Геймса Вассерл Геймса Из кучи-кучи других компаний А издают их снова Electronic Arts Это, по сути, чуваки, которые занимались Call of Duty Занимались Dead Space'ами И кучей-кучей-кучей других игр Ну, такие прям ветераны Но только, когда все говорили о том, что это будет, типа, магический Call of Duty Все такие, что? Ну, это, блядь, реально магический Call of Duty Нет, это, знаешь, это напоминает, скорее, сейчас тест на деда будет Это напоминает Хексен Хексен и Херетик, да Хексен, Херетик и Call of Dark Missile в Might and Magic Чуваки, это буквально Call of Duty, только с магией Блядь, у тебя есть, сука, шестиствольный пулемет Что такое Хексен, Дим? Ты играл в Хексен? Я играл в Хексен, но там все-таки было такое оружие Ну, это был Doom с магией, здесь у тебя колда с магией Слушайте, я вынужден признать, что игра выглядит слишком-слишком похоже на Destiny местами Нет Со всеми этими, там, обилками, ультами и прочими Только теперь без оружия ты стреляешь буквально только обилками и ультами Бесконечно И, короче, куча врагов, летающие платформы, куча платформинга и прочее Но все это выглядит довольно-таки неплохо И отчасти, как бы, с точки зрения сюжета и того, что происходит на экране Ну, вот таких вот околосюжетных вещей Очень похоже внезапно на Final Fantasy Особенно вот когда Final Fantasy XVI показывали Как бы там, вот Final Fantasy там всякие 12 и прочее Ну, то есть, если бы мне сказали Если бы мне сказали, что, типа, не показывая вид от первого лица Что это, типа, Final Fantasy XVI, я бы, может быть, даже поверил Там, кстати, параллельно с тем, как мы, если что, ведем подкаст, показывают 16-ю финалку И, честно, я вам скажу, выглядит она просто здорово Ну, в любом случае, короче, я хочу сказать, что для меня это такой был слипер-хит И сейчас игра выглядит довольно круто Я жду Но вот эта цветастость магическая меня немножко напрягает Как будто там слишком много фиолетово-зелено-красного цвета Смотри, нет, там три цвета Синий, зеленый и красный Это основные цвета элементов, которые ты объединяешь На них строится вся эстетика и весь геймплей, насколько я помню Там идея в том, что, типа, главный персонаж, в котором ты играешь Это, типа, чувак, который позднее всех получил магию Но с одним нюансом Он, типа, в отличие от всех остальных, умеет ее комбинировать Да, он все три может делать И я могу сказать, знаете, где это клево будет смотреться Что трейлер не передает Если они, конечно, не обосрутся Я не знаю, в каком движке сделана игра Вот в HDR это будет выглядеть очень здорово Чувак, они еще говорят о том, что Хер с ними с комбинациями, там, типа, магии и прочее У тебя же буквально магический Call of Duty То есть ты просто хуяришь зелеными сферами, синими сферами Очень глядя красными сферами Глядя на это все Просто само по себе это необычный сеттинг Это уже классно, нет? Ну, конечно Там еще, если вы заметили, сделали довольно хороших героев Таких прям ярких, запоминающихся А, на это ты насрешь, как во всех остальных Call of Duty Ну, не знаю, здесь явно Такая прям сюжетно-ориентированная игра Вы в курсе, что это сингл? Да, я в курсе Чувак, это, во-первых, сингл Во-вторых, они уже сказали, что продолжительность Сюжетной кампании 8 часов Ты такой, а, понятно, Call of Duty Ну, я думаю, что на самом деле Пока что выглядит впечатляюще Пока что интересно Но вы помните, как мы калисто протокол хайповали, да? Да, поэтому поумерьте свои ожидания Вы не будете разочарованы Но мои 5 копеек Если игра выйдет хорошей И если она взлетит Я очень надеюсь, что они запилят VR-режим Потому что он, сука, просто напрашивается Бля, чувак, там буквально игра На то, что ты бегаешь, прыгаешь Везде Тебя, нахуй, стошнит Вообще не стошнит Близко даже В VR-ре нет этого эффекта Я уверен, что стошнит Я, как человек, только что прошедший Horizon Могу тебе сказать нет Если это будет сделано нормально То это уже вообще не проблема Давай, это мы поговорили про хорошее Давайте поговорим про не очень хорошее Знаете, смотрите Маленькая ремарка сразу же Чтобы прям вот сразу же задать правильный темп Пацаны Знаете, как этот фильм Как этот фильм Локализовали русскоговорящие, соответственно, прокатчики В Казахстане Ну, давай Капитан Марвел 2 А могли бы назвать чудесатые Называется Марвелс, если что Марвелс, типа, это якобы, типа, фильм Не просто Марвелс, а Зе Марвелс Зе Марвелс Самые-самые чудесатые Ну, просто, что интересно Что, как бы, про этот фильм все-все давно знали Что там будет, соответственно, у нас, как бы, вернется героиня Кэррел Денверс Который это, как ее там... Капитан Марвел Капитан Марвел Которая выросла и теперь стала взрослой Она была одним из героев сериала И теперь у нее есть новые силы И поэтому она теперь тоже Кто-то там Марвел Вот Фабула сериала какая? Очень простая Простите, что я говорю сериал Потому что он выглядит как сериал И он, то есть, даже мысли Ты не можешь подумать, что это, блин, фильм Это выглядит здесь как что-то, что кинули умирать на Дисней Плюс Она почему-то уходит, что фильм-то переносили очень много раз Три раза В общем, чтобы понимали Это же потому что они хотели сделать его лучше и доделали, да? Это поэтому? Конечно, они туда добавили того самого котика с шупальцами Вот, поэтому теперь все там все есть Короче, чтобы вы понимали Какая фабула у фильма? Дело в том, что все эти три героини В какой-то момент начинают быть связаны своей судьбою И своими силами Эта связанность заключается в том, что в какой-то момент Они друг с другом начинают буквально телепортироваться и меняться Местами, кстати, ты видел, что Marvel's буква S написана таким образом Чтобы было понятно, что это цифра 2 Ну, это, это, да Где ты видишь цифру 2? Я вижу букву S Если представить, то... Это ты воображение слишком хорошее имеешь Нет, ты видишь цифру 2? Ну, хуже Я вижу цифру 5 Короче, прикол в том, что они начинают менять Местами буквально в пространстве То есть, типа, в рандомные моменты Типа, все три героини В неожиданные места Ну, в неожиданные моменты Начинают, типа, как бы хуяк Одна поменялась на другую А можно мне, я как человека, который Немного не в курсе Смотри, я знаю, что Капитан Пакистана Это мисс Марвел, да? Да Соответственно, Кэрол Денвис Это Капитан Марвел Капитан Марвел А как зовут третью? Кто-то там Марвел Я не знаю Младший ефрейтер Марвел Типа, как-то так Блин, я даже пойду в описание Чуть в описание написано Марвел Экзекутив, понимаешь? Капитан Марвел Смотри, написано Марвел Мидл Кэптон Марвел Мисс Марвел И Моника Ромбо Найди лишнего персонажа Марвел, да, совсем, да В общем, смысл в том, что Как вы понимаете Это их сюжетно вынуждает Чтобы не теряться Как бы И чтобы там Какие-то С злодейским Злодейским Призгиперзлодейские Очевидно, точно Мужиком Сто процентов Вот Сражаться Желательно белым Вот Они должны сохранять Как бы минимальную дистанцию Чтобы если вдруг Они там Типа Как бы друг с другом Поменяются местами Контролировать Ну, как бы Где они находятся Вот Поэтому они начинают Путешествовать вместе И как бы Все шеки, шутки и гэги Связаны с тем Что, типа, мол Мы в одной команде Нет, мы не в одной команде Нет, мы не в одной команде Нет, мы точно не в одной команде Ты знаешь, что это Очень напоминает Тимур И ты со мной согласишься Именно ты со мной согласишься Это, знаешь Это то аниме Которое в сезоне Забивает эфирную сетку Между двумя хитами Вот Которое на Мале Имеет оценку 5,3 И про него забывают Как только сезон заканчивается Вот Вот это вот Такой типичный Обмен Тиуами Вот А можно я вам задам Совершенно не относящийся К делу вопрос Давай А вы смотрели Шазама 2 Да Я выдержал 10 минут Я полчаса выдержал Я просто сегодня Пытался его посмотреть Он вышел в домашнем прокате Я вот его смотрел Думал Какой мудак Придумал Вообще Что это кино Кому-то нужно Ну то есть Мне просто было интересно Как это происходит Процесс утверждения у студии То есть они говорят Объясню Абсолютно бесполезный Ненужный никому Фильм Который бы никто не просил Смотри Как любит Тимур говорить Как он появился на свет Почему А этот фильм Как появился на свет Смотри Объясню Все очень просто Во вселенной DC Шазам Это очень сильный Очень важный И один из центровых персонажей Он очень важен В сюжетной конве Про него есть фильм Дело в том Что В новой киновселенной Такой типа Пост с Даг Снайдера Но еще никогда Пришел Джеймс Ганн И как бы Хотели выставить Смотреть новую Вот эту киновселенную Пришел Ну соответственно Черный Адам Блэк Адам Которого сыграл Скала И он должен был По сюжету Соперничать Ну такие типа Френними Такой То есть полусоперник Полудруг Полувраг Он должен был С Шазамом Потому что Это как бы Одна из центровых Арок в DC На что тот пришел Такой сказал Блэть Я скала Дуэйн Джонсон Идите нахуй Я буду с Суперменом И конкретно С Генри Кевиллом Все такие Бля чувак Ну это типа Противоречено Сашим планом Нахуй пошли И поэтому У него там Короче Генри Кевилл И Супермен в конце И типа все такие Ебать Короче Генри Кевилл Вернулся к роли Сейчас там будет Все заебись Нет ни хуя Пришел Джеймс Ганн Всех просто порешал Все зарубил И в итоге У тебя случился Вот этот коллапс Когда у тебя Очень важный С точки зрения сюжета Персонаж Шазам Но и его превратили В смешнявый Такой Говно непонятный Какой-то Хуевый фильм А-ля Такой полу-дэдпул Полу-непонятно что И вот у тебя Приходит скала И говорит Я хочу все По-серьезному Блядь Короче У меня будет Генри Кевилл Короче И они такие Да А теперь вырезаем Генри Кевилла Блядь Че делать Я лично Я благодарен DC Потому что без него Мы не получили Вархаммер От Амазона Спасибо DC Возвращаясь К истории Про Марвел Мне просто кажется Что Марвел Это примерно Такой же Бесполезный Никому нахуй Нужный фильм Как Шазандуа Его три раза Переносили Дима Три раза Если это не красный флаг Просто здесь Явно есть Мне нравится Сочетание лайков И дизлайков Смотри 413 тысяч Против 400 тысяч Почти То есть 50 на 50 Ну это хороший знак Что фильм Хоть кому-то понравился Норгрейт Нортерибл Понимаешь Но смотри Тут есть проблема Она заключается в том Что Дисней Несколько лет назад Ну типа Года 3-4 назад Взял и сделал Такую ставку На то что Как это сейчас Принято говорить Волк Но как бы Шутки шутками Но вот Это ставка Которая Вот сейчас мы будем Делать фильмы Про сильных Женских персонажей Как бы То есть Несильных Женских персонажей У нас нету Только сильные Вот И Как бы Вот все Двигаемся в этом направлении И Ну как бы По-моему Уже всем очевидно Что как бы Ставка не совсем сыграла Потому что у фильмов Явно Проблема Проблема не в том Что Сильный женский персонаж Проблема в том Что фильмы говно Ну то есть Именно как бы Они из-за чего Еще делают Из-за чего не говно Потому что Их очень много И Если ты помнишь Как бы Марвел в какой-то момент Выпустил Типа там За 20 лет Там 18 фильмов А теперь там Типа 10 фильмов за 2 года И 50 сериалов Да И куча сериалов В общем Как бы Качество не очень И если ты помнишь Когда типа Знаешь Я хочу пересмотреть Перчатку бесконечности О бро Теперь тебе нужно Пересмотреть 18 фильмов Потом ты говоришь Такой типа Но если ты как бы Хочешь посмотреть Только самые классные Ты можешь вырезать Железного человека 2 Железного человека 3 Там типа Там Эндмен В общем то можно Не смотреть Короче Можно вообще всего Не смотреть если честно Не ну там типа Как бы есть фильмы Которые как бы Точно стоит посмотреть И есть которые Не обязательно Тимур очень правильно говорит Что чтобы понять КВМ Марвел До финала Вот прям до точки финала Вам надо смотреть По факту Только полнометражные фильмы И то не обязательно все Можете посмотреть Только одного Тора Только одного Капитана Америку Только одного Там я не знаю Железного человека Только Кстати Только одних Стражей Галактики Вполне достаточно Я не совсем согласен Потому что там На самом деле Как бы есть Ну Я тебя понимаю Не точно нет Но например Капитана Америку Я бы советовал Посмотреть оба Потому что Иначе не будет понятно Кто такой Я не спорю Я просто к тому Что вы можете Какие-то фильмы Спокойно пропустить Их не обязательно Смотреть Как Библию И вот Есть тот самый фильм И смысл в том Что большая часть Фильмов Марвел В этой фазе Их тоже можно пропустить Нет тут проблема Не в этом Тимур Я другую мысль Хотел сказать Смотри с Марвел Вот какая проблема Окей допустим Фильм хороший По трейлеру Если что Он нам всем троим Не понравился трейлер Говнище Вот Но допустим Он хороший Вот я Зритель Который привык Потреблять Только полнометражные Фильмы Марвел К тому же В большинстве В огромном количестве Стран Мы не говорим Сейчас про Россию Если что В огромном количестве Стран Дисней Плюс До сих пор Не работает официально Если что Так на секундочку И я прихожу На фильм в кинотеатр Кто эта женщина Почему капитан Пакистан Кто этот Младший Ефрейтер Почему все Люди в кадре Почему они Друг друга знают Я понятия не имею Сейчас Что происходит В киновселенной Если я не посмотрел 28 часов контента На Дисней Плюс Ну очевидно Что ты пойдешь Наверное На Нет я пойду Взади Если ты в курсе Киновселенной Я пойду По инерции На Марвел Да Ожидаю Что мне покажут Если не обособленный Аттракцион Но аттракцион Который я пойму Значит И ты знаешь Ты смотришь на это все И что я теперь должен Роняя Кал Побежать Дисней Плюс Оплачивать Нет Так это не работает Я просто пошел КВМ Марвел В задницу И вообще не буду смотреть Марвел Потому что все Нить утеряна То есть я объясню Фильмы Марвел Скатились в ту точку Которая угробила Комиксы Марвел Потому что в определенный момент Комиксовая вселенная Стала слишком сложной Она бросла Мультивселенными И сами фанаты Комиксов К херам Перестали понимать Что происходит В комиксах Марвел Чувак ну очень просто Всегда делаю Всегда это работало Одинаково абсолютно Многие годы Это работало очень просто Доводишь до говна Перезапускаешь Снова доводишь до говна Опять перезапускаешь Че нету то Ты знаешь Мы посмотрим Как все это будет работать Но пока что Марвел выглядит Как полная поебень Да это чистая правда И вот например Сериал с ником Фьюри В итоге выглядит Намного более круто Которое Тайное вторжение Тайное вторжение Да Вот его я жду А вот это говно Вообще не жду Как бы И будет интересно Посмотреть на все Это Сексисты и мезогенисты Вот Кстати по поводу Сексистов и мезогенистов Я тебе Показали трейлер Как раз таки На презентажке Этого HBO Max Короче Показали Труд детектив Четвертый Настоящий детектив И там играет Джоди Фостер Он неизвестный Четвертый Тимур Четвертый же Нет Он называется Труд детектив Найт Каунти Это вообще без Безголовок Но это типа Четвертый сезон Потому что там буквально Говорят Это антология Разве четвертого Сезона не было? Не было Это буквально Прям New chapter And the series Понимаешь Поэтому Сорян Короче В общем Там не играет Некая Кали Рейси Я не знаю кто Но Они как-то так хорошо Подобрали актрису Которая играет Вместе с Джоди Фостер И у них Блин Джоди Фостер Такая старенькая Блин Блин Чувак Ну ей прям Много лет Как бы Тем более Что они же любят В True Detective Всегда что сделать Они же любят Прям показать Персонажей Неожиданной стороны Актера Неожиданной стороны Которая буквально Как бы Живот в глуши Занимается тяжелой работой И вообще И при этом Все очень реалистично Ты же помнишь Какой Мэти МакКонахи был Там просто Слушай А Харрельсон Прости меня Какой-то А Харрельсон Кстати Как круто выглядел Тоже Я абсолютно согласен И Мне кажется Что вот этот тандем Они уже в трейлере Вот этот тандем Двух Одной такой молодой Буки полицейской Которая такая Типа Бля Че нахуй Кто нахуй Знаешь Так Вот И соответственно Джоди Фостер Которая такая Ты знаешь У нас тут такой городок У нас тут Хуйня всякая Случается И если она случается То как бы Вопросики Мы конечно задаем Но они без ответов Встаются иногда Вот Как бы И как бы Мне кажется Что будет прикольно И они Выглядят хорошо Да И они опять возвращаются В тематику первой части Которая такая Типа Немножко мистическая Она на Фарго похожа Ты знаешь Ну Чем Ну как бы Северной тематикой То есть это дело происходит Да В северном штате Нет Я могу сказать Что именно эстетически Я не говорю Про сюжет В данном случае Или атмосферу Но сама эстетика Напоминает Фарго Это не то чтобы плохо Но мне понравилось То что опять же Они вот в мистическую Такую тематику Как в первом сезоне Явно Да Которая типа Какая-то невнятная Поебень Какие-то знаки Хуй знает Что там происходит Знаешь как создатель Трудотектива Объяснял Эту всю Эту мистическую Хрень Так Он говорил о том Нет он говорил о том Что это вот Как его звали Коул Да по-моему В первом сезоне Ну вот он так Видит мир И мы ему показали Но вот во втором Сезоне Мы же показываем Нормальных полицейских Которые так не думают Это просто вот Среди полицейских Есть вот такой вот Понимаешь С ебанцой Поэтому это не было Задачей При создании Сериала Показать Но получилось Типа мистический Ну посмотрим Что там у пицца-салата Получится В общем Я кстати могу Пицца-салат Ну если его так зовут Пицца-салат Господи Я тебе могу сказать Что там было Еще два классных анонса У HBO Во-первых Они в общем-то Оседлали волну Успеха Игры престолов И анонсировали Приквел Король семи королевств Рыцарь Семи королевств Да извините Рыцарь Семи королевств Про него кучу Входил Говорили Типа еще про него Что он выйдет Блядь Я не знаю Год назад Мне кажется Вы кстати в гости Про что это вообще Давай расскажи Я просто читал книжку Короче У Мартина У него есть Несколько книжек Которых он писал Параллельно Игре престолов Это было Несколько повестей Хом Три штуки Которая рассказывала Историю Про Рыцаря Дункана Высокого Потому что У него там рост Два с половиной метра Или типа того То есть он высушался Над всеми Такая каланча Вот И Его оруженосца Мальчика По имени Эг Ну Эг Это на самом деле Прозвище Это Его так прозвали Потому что Он ходил В соломенной шляпе А на самом деле Был лысый Ну то есть Мальчик лысенький Маленький Ничего не напоминает Только стрелочку Еще на лбу Так нарисовать Чтобы было понятно Понятно А история была в том Что Мальчик Специально брели Налуса И специально Надевали на него Соломенную шляпу Чтобы не показать Что у него Блять Белые волосы Как у Одной Это не Плод твист Финальной главы Это не Плод твист Это известно Практически сразу Но История именно в этом То есть Вот есть Рыцарь Вот есть у него Оруженосец Который на самом деле Нихуя не оруженосец Ну то есть Он блять Королевских кровей Скажем так Вот И Это была трилогия Она первая По-моему Называлась Межевой рыцарь Потом типа Таинственный рыцарь Еще там какой-то рыцарь В общем там Вот это была история И она не закончена Она та же самая Как Игра престолов Нету последней книжки Блять Тувак Тауранеры просто Потирают ручки И такие Ебать сейчас Мы тут нахуярим Десять сезонов Это просто плохо Потому что Ну условно У Дома дракона Да вот Который тоже сериал Лишь био Отдельный по Игре престолов Ты знаешь чем он закончится Если ты читал книжки Мартина Ты знаешь про что будет Тебе показывают Вот эти события Которые происходят Да Между событиями Как бы придуманные Авторами Бред сумасшедшего Но Но как бы Они примерно ведут В правильное направление А вот конкретно С этим сериалом Есть дичайшее подозрение Что они проебутся Так же как с Игрой престолов Потому что Мартин Не напишет тебе Окончание истории И авторам придется Из жопы Выдумывать Чем все Закончится Вся эта история Ну то есть За то Чего не придется Выдумывать авторам Из жопы Чем история закончится Это следующий Наверное Очень громкий анонс Про который ходили слухи Это то что HBO действительно Перезапустит Гарри Поттера В формате сериала Где один сезон Будет занимать В общем то Одну книгу Сериал будет идти На протяжении Десяти лет Ну потому что Сезоны будут Производиться Не ежегодно А с каким то Все равно Перерывом Производственным И Там вообще Нет никакого Внятного анонса Кроме факта Существования Этого проекта Но Несколько вещей Очень важны Ты так и не сказал Что перезапустит Гарри Поттер Я сказал Гарри Поттер Значит Перезапустят Гарри Поттера И во первых Это сделают С новым актерским составом Само собой То есть полностью Перекастят Абсолютно всех А поскольку Рыжих превращают В черных Вы там Пристегнитесь Фанаты Гермионы Если что Это такой мем Это не мем Это тренд в Голливуде Да Русалочку спроси На русалочках Красными волосами Не очень Она рыжая Вот Значит А второе Это то что Роулинг Будет лично Следить за всей Экарнизацией Поэтому Если вы Трансактивист То нам вас Очень жаль Потому что В принципе Мне кажется Что В данном случае Формат сериала Может даже Получше подойдет Поскольку Если первые Книги Они были написаны Вот ровно Под один фильм Хорошо Как сказки А первые Три книги Они были достаточно Клево написаны Под Вот Третья часть Хорошо идет Вторая часть Хорошо идет Первая часть Хорошо идет Дальше Авторы фильмов Уже откровенно Начинали торопиться И паковать события Особенно В пятой книге В шестой книге В четвертой книге И единственное Чего я боюсь Прям реально боюсь Знаю какая Поехавшая Роулинг Причем В совершенно Других вещах Не за которые Ее ругают Это то что Она там Решит Актуализировать Происходящее Ну да У них появятся Мобильники Алло А где А где Валерий Морд В тайной комнате Сейчас подойду Это решило бы Их все проблемы Блять Магловская техника В Хогвартсе Не работает Говно Почему Ну потому что Вот так вот Потому что Так решила Роулинг Не задавай вопрос Почему В сеттинге Подожди Подожди У отца Рона Были Спизжены Из мира маглов Блять Всякие Да И они не работали В Хогвартсе Они работали Только у него дома Потому что Маги ебанутые Знаешь Они поставили купол Вокруг своего Волшебного мира И такие Типа все Мобильники Здесь блять Не работают Гейткипер А они только И все Ты же понимаешь Что на самом деле Магия Это просто Изощренный способ Взаимодействия С материей Которые просто Технологии И наши ученые Просто еще не распознали Каким именно образом Это происходит Как проходит Волшебник Сквозь стенку Квантовое туннелирование Именно Именно сейчас Дима и Тимур Просто Дима и Тимур В течение трех минут Только что Приложили Больше усилий Чем автор Гарри Поттера В разработке Сеттинга Гарри Поттера Большое спасибо Дима и Тимур А будет ли там Объяснена история Куда делся Маятник времени Блять в Гарри Поттере А может ты еще спросишь Где труп Доби Ой извините пожалуйста Вот То есть не задавай Сложных вопросов Ты получишь Простые ответы Похоронен в носке Он наконец-то Свободен А если серьезно Вернусь Вы как вообще Хорошо к этому относитесь Или плохо Я сейчас не понимаю Все будет зависеть От того Как это дальше пойдет С точки зрения Пейсинга Это наверное правильно Потому что Есть маленький шанс Того что они Не объебутся Потому что Это все таки Не Амазон И не Нетфликс Это HBO И есть маленький шанс Что этим будет заниматься Команды Которые Ну плюс-минус Подарили нам Кучу пиздатых сериалов Чувак Я думаю Я думаю Я тебе сразу Чтобы ты понимал Что произойдет Чтобы картинка Чтобы в видеоверсии Это было лучше Сейчас я тебе покажу Как это будет выглядеть Блять Давай Давай Ну вот как-то так Чувак Это же не Нетфликс Чувак Блять Камон Ну это же не Нетфликс Ну кому Гарри Поттер будет черным Гермиона будет лесбиянкой Рон будет трансгендером Потому что Роулинг захочется Нет Роулинг захочется Как бы Извиниться перед комьюнами Ты знаешь Вот люди не понимают Одного в скандале с Роулинг Да Я это проговорю А дальше переключимся На следующий трейлер Роулинг Поехавшая на всю голову И есть один момент Она феминистка А ты видел как Малфой Выглядит в новом сериале От HBO Смотри Нет О боже Значит Кубок огня Слишком близко оказался К его лицу Но я к тому что Роулинг Поехавшая феминистка И самое главное Она феминистка Именно феминистка За права женщин И трансгендеры Ее раздражают Именно с позиции Потому что они мужики Нарушения прав женщин Да И она никогда На это не пойдет Она вписалась Скорее всего Лично в этот проект Не потому что Ей надо еще Дом из денег А чтобы там Точно не было Трансгендеров Понимаешь Слушайте Я хотел вам тут Рассказать про интересную Тему в этом плане Я не знаю Просто Многие из вас Скорее всего не слезят Потому что Знаете Это там Что там у пиндосов Как бы происходит Да В Америке Типа тиктокер Типа тиктокер Короче Ты такой Что Кто Короче Есть такой чел Который Раньше Был актером На Бродвее Которого зовут Дилан Молваней Вот Прям Дилан Молваней Пишется Как Он в какой-то момент Начал проходить Процесс Как говорится Неполного Транзишена Транспереход Да Это типа Когда ты Как бы Письку себе Не отрезаешь Но выглядишь Как девочка Такой Фембой Дилан Нет Я не по этому Блядь Я не по этому Можно Можно я Сразу Перетащу Одну тему Которая у нас Была Чуть ниже Можно Я ее Перетаткивай Ну пожалуйста Перетаткивай Но смысл в том Что мы хотели Я хотел кое-что Просто проговорить Про эту тему Вот Короче В общем Это Дилан Молваней Стал внезапно Очень популярной И он прямо сейчас Супер-пупер тиктокер И у него один за другим Идут рекламные контракты И смысл в том, что Периодически некоторые рекламодатели Прям объебываются Очень сильно со своей Типичной корца Они не понимают свою аудиторию Не совсем, смотри У них есть некоторое ядро аудитории Которое типа супер-гипер Вот прям супер ядро аудитории А они потом говорят Нам надо было, знаете что сделать Выйти за пределы нашего ядра аудитории К другой аудитории Которая типа не наша Как Sony такая, а давайте наши игры на ПК Будем издавать, что может пойти не так А давайте студия Сама портирует Last of Us 1 ремейк И эти чуваки, которые всю жизнь На PlayStation работали Ну как бы примерно Но там ситуация следующая Тут случился какой момент Что приходит Сначала Это повесть в двух главах Сначала приходит компания Bud Которая делает Ну не компания Это в общем-то как вы знаете Это бренд И у них есть бренд Такого легенького пива Типа мочи А-ля Миллера И короны Которая называется Bud Light Такой очень легкий лагерь Который огромное количество Американцев Особенно консервативных Американцев Любит пить Собственно на гриле Пока вышли с сессоны Пожарить на заднем дворе Вот И короче Подожди Тихо Тихо Это нет Пока рано Или что Пока рано Ну вот Короче они пьют Bud Light И соответственно Это такое прям Такое прям Бродют пиво Такое Прям настоящее И вот Тут дают Такому фембою Прекламировать этот самый Bud Light Который прям Тотальное несовпадение Просто аудитории И Ну На фоне того Что типа там вообще В целом Сейчас как бы У людей немножко Как бы У людей немножко Как так скажем Знаете Столкновение Интересов И разделение Особенно явное Сейчас в США Среди разных Аудиторий Ну У консервативных Людей прям Бомбануло Пиздец Там еще Там еще есть Два Два аспекта С этой рекламы Гениальных связанных Да Что Во-первых Значит Вот ты говоришь правильно Про популярность Среди республиканцев Да И про Редников Консерваторов Есть еще один Второй момент Ты знаешь Не попали в аудиторию Раз Окей Но Но Типа Захотели привлечь новую Проблема в том Что людям В процессе Трансперехода Даже когда он завершен Алкоголь пить особо нельзя Потому что они пьют гормональное И рекламировать им пиво Ну Это прям Биг Брейн идея Не совсем Как бы В этом Дело Дело в том И в этом тоже Я в этом тоже говорю Народ бомбит по-другому Дело в том Что Люди пришли Журналисты к БАД И говорят Блин Чуваки А вы уверены Что это правильная Была идея Вот это все И представитель БАДа Сказал о том Что типа Бля Ребят Это стопудово Мы это все продумали Мы не отступаемся Как бы Все заебись Вот И мы типа Преследуем более молодую Аудиторию Короче Потому что Вот мы хотим Чтобы условно Чуваки 18-30 летний Которые в тиктоке Все Чтобы они тоже пили Наше пиво После чего Бомбануло всех Еще раз Еще сильнее Кидрок Блядь Помните Того рокера Короче В своих Социальных сетях Стреляет в БАД В каком-то Там городе Устроили Как бы Россию 2.0 Короче Они взяли Купили Огромное количество Этого БАДа Проехались по нему Катком Отлично Там короче Народ Просто Огромное количество Всяких Кантри певцов И прочих Сказали что Раньше в моем райдере Короче Во всех городах Был БАД Короче Нахуй Никакого больше БАДа Слоган Пивоменятина В пиве Эстроген Вырасти себе Грудь А самое главное Тимур не сказал У компании Санэнбеф Или кто там Владеет БАДом Или как там АБВ У них там Что-то Айкенбух Чуть-чуть 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 Ленин Бухенвальд Написан Ну да То есть Короче У этого холдинга У них Этот Упало на 5 Миллиардов Капитализация Просто Единый момент На 5 Миллиардов Ты же знаешь К чему это приведет Приведет к тому Что они скажут Мы все делали правильно Вы расисты И просто гомофон И она еще упадет На 10 Они скажут Еще раз Что все правильно делают А вот АБНБФ Она называется Эта компания Точно Да И короче В чем прикол Что Потом случился Второй момент Дело в том Что На фоне Всей этой истории У Дилана Малова Еще больше выросла Аудитория И как бы Несколько компаний Пришли к нему И сказали Что типа Блять А чем мы хуже А БМБ Вот давайте Обосуремся вместе Еще раз Вот Короче Следите за руками Как это происходило Типа Мы Не такие расисты Как наша Блядская аудитория Как люди Которые несут Нам деньги И так Короче Следите за руками Приходит компания Внимание Nike Woman Бренд И такие типа Давайте Захуярим Атлетические Короче Дженский Бренд Вот Дилану Малвани Который Не атлет Не женщина И не спортсмен Да Не говоря про то Что у женщин Еще очень бомбит От транс Спортсменов И в этом и есть прикол Короче Когда он начинает Это рекламировать Огромное количество Женщин приходит И говорит Вы знаете Женщинам Блогерам Дают Там чуть ли не Ну типа Вот по поводу Спортивной одежды Чуть ли не 10% бюджетов 90% бюджетов Уходит мужикам И там типа Футболистам Американским футболистам Сокер там Футболистам И прочим Легкоатлетистам Типа Плавающим Плавцам Плавчихам Там и прочим Короче Женщинам Уходит вообще Мизер Понимаете Так вы нас и тут Объебали Да вместо Вы же пяти к женщинам Рекламировать женскую одежду Вы пошли к трансгендеру Вы пошли к мужику Понимаете А почему Почему Знаешь что ответили Они сказали что Be kind Be inclusive Понимаешь И там короче Женские Как бы плавчихи И прочие Короче Бомбят и говорят о том Что ребят Мы не можем добиться Спонсорства Женских команд Короче по футболу Там по плаванию По легкой атлетике У нас не получается Этого сделать И вы отдаете бюджет Кому Не женщине Понимаете Какого хера Почему Скандал еще не закончен Все еще идет Нет он еще раскручивается Прямо в процессе Да А теперь Внимание Вишенка на торте Вишенка на торте В какой то момент Дилан молвания Обмолвился о том Что типа Да я из тампокса Могу поработать А потом А потом в следующем Тиктоке Сказал о том Что тампокс С ним связался И прислал ему Сэмплы Я напоминаю Что он не завершил Переход Он его только начал Зато мы все знаем Куда он его засунул Давайте честно А вот А вот А вот Ты знаешь Что это может быть Сюрприз Потому что В принципе Если тебя разобьют Нос Пивом Бат То ты всегда можешь Сунуть два тампона Я Я хотел бы вот здесь На самом деле Я вот говорил Что я хотел бы Можно Можно я закончу Всю эту историю Потому что у нас Гениальный абсолютно Комментарий в чате Это серия из Сауспарка Я уверен Что ее выпустят Через месяц Которую Которую написала Черджи Петти Но есть нюанс Слушайте Я просто на этом фоне Хотел вам Поделиться историей Как я стал Трансфобом Блядь О давай Блядь Чувак Слушай Вот такие вещи Лучше не произносить Я сейчас объясню Я сейчас объясню Я такая же мразь Как Роулинг Вот серьезно Я когда вижу Мужчину Который превратился В женщину У меня что-то щелкает И я Я не могу себя контролировать Я не могу это смотреть То есть мне прям Вот Блядь Противно Если Там условно Ты видишь Каких-нибудь геев Мне похуй Абсолютно Мне просто Блядь Мужик Поцелал мужика Мне похуй Я смотрю сериал Мне надо срать Или там Девочка посмотрела девочку Я обычно на одном Черно-желтом сайте Такое смотрю Поэтому Мне в этом плане Тоже похуй Но как только Я вижу мужика Который превращается В женщину Или там Переодевается В женщину Знаешь как они называются Кроссдрессеры Драгквины Я тоже Это не переношу Там есть важный момент Драгквин Это те кто делает Это на сцене Чистой воды А трансвестит Это те кто делает В обычной жизни тоже Да И короче Я вот не могу Ничего с собой поделать У меня какая-то Вот блядь Нахуй фобия Я реально говорю Я трансфоб Я не могу блядь Это выносить Ну вот Я тут сидел Слушал Spotify И Spotify Внезапно Охуительно Пиздатая музыка Заиграла А у меня там Плейлист Знаешь Плейлист называется Музыка Под которую Стоит читать Новеллы Стивена Кинга Ну так Она такая Знаешь Мрачная Тягучая Такая Очень таинственная Прикольная Если ты помнишь Фильм Исчезнувшая Gone Girl Мы с тобой В кинотеатре Его смотрели Блядь Лет 5 назад Когда он там Выходил лет 10 назад И Там была Пиздатая музыка Ее сделал Композитор Как же его звали По-моему Это Атикус Роч Атикус Рос Да И этот И Nine Inch Nails Да Атикус Рос Правильно И я думаю Блядь Какая же Пиздатая музыка Дай-ка посмотрю Смотрю Атикус Рос Интересно Альбом называется Dispatchers from Elsewhere Я такой Типа Че Это Это Че Такое Смотрю Dispatchers from Elsewhere Это музыка К сериалу Который Так и называется Послание Из-за Нового Мира Dispatchers from Elsewhere Я такой Типа Про что Сериал Начинаю читать Синопсис И думаю Блин Надо посмотреть Ну потому что Синопсис довольно Прикольный Короче В чем В чем история Собственно говоря Есть Чувак Которого Которого Играл В Как я встретил Вашу маму Джейсон Сигал Вот этот Чувак Так Он играет Такого Я бы сказал Он играет Нео Из матрицы До того Как он Стал Избранным Типа Такой Чувак Который Программист Весь себе На уме С людьми Практически Не общается Постоянно Сидит В компьютере Там Занимается Своей работой Ходит На скучную Офисную Работу У которого Ничего в жизни Не происходит Ну блять Абсолютно Ничего Интересного И в какой-то Момент Он идет По улице И видит Объявление И на столбе Написано Типа Идет набор В школу А не школу Идет набор В Институт Добровольцами Изучать язык Дельфинов Он такой В смысле Изучать язык Дельфинов Он такой В голове Себе рисует Сразу картину Что знаешь Там типа Надо будет С дельфином Общаться Там гладить Ты понял И дальше Вся та история Которую Наса протелывала Понятно Так Хорошо Потом идет дальше На столбе Видит Надпись Там типа Изучаем мысли Людей Ну или Какая-то такая Короче Очень странное Объявление Знаешь Прям очень странное Объявление В итоге Он срывает Это объявление И поскольку У него в жизни Ничего не происходит Он идет Навстречу В этот институт Институт Естественно Сверхсекретный Он приходит туда Там сидит охранник Говорит Вы куда? Он такой Я вот в этот институт А институт Называется Жижун Институт Жижун Это Такой термин В английском Это типа Как Неинтересный Банальный Плоский Вот что-то вроде того Как-то так Это переводится Так Пресный Во Пресный Пресный То есть Вот такой И Он приходит В этот институт Там сидит охранник Говорит Вы куда? Он говорит Ну вот Вам на 10 этаж Возьмите карточку И читайте И идите строго Точно по ней Он берет карточку На карточке написано Он выходит из лифта На карточке написано Сделайте 5 шагов вперед Он делает 5 шагов вперед Повернитесь направо Он поворачивается Там коридор Идите до конца коридора И не оглядывайтесь Он идет Короче по коридору То есть Такая прям происходит С ним Знаешь прям Какая-то игра разума Типа того Он заходит В этот В коморку Там стоит Один одинокий телевизор Стоит Одинокое кресло Он садится В это кресло Ему показывают ролик В стиле Игры контрол Знаешь там Где Появляется Ученый И такой говорит Спасибо что пришли В нашей В нашем институте Мы изучаем Теорию сознания И так Насколько Всякие Разные супер-пупер штуки Про которых Вы никогда в жизни Не слышали Вот И у чувака У него прям Начинается Блядь Я наконец-то Куда-то попал Ну то есть Со мной что-то происходит И у него прям Ощущение магии Такое Знаешь Возникает Я смотрю этот сериал И думаю Какой же пиздец сериал Почему про него Кто-нибудь слышал Почему я А он вышел там В двадцатом году что ли То есть он не такой Старый сериал И я смотрю Думаю Блядь Какой же пиздец сериал Надо пацанам рассказать Надо обязательно Подкастик Блядь Охуйительный сериал Просто Вот И смотрю его дальше И проходит момент И главный герой Приходит в магазин Ну то есть С ним происходят Некие события Я не буду их спойлерить Если вы будете смотреть Ну вот Он приходит в магазин И знакомится с девушкой Которую зовут Симона Она прикольная То есть Выглядит достаточно симпатично Такая красивая девушка Но есть какой-то момент Который меня в ней Насторожил Она же прям видно Что она очень Это Это здесь видно Блядь В сериале Нихуя не видно Чувак Вот здесь видно? А? Ну здесь нет А когда ее ноги показывают То видно Да Ну короче Многим Муж Я смотрю И у нее Такой голос Слегка Схрипотцой Я думаю Ну мало ли Голос схрипотцой Полез короче На МДБ смотреть А это короче Трансгендер Так Ну и что тебя смущает? Чувак Меня ничего не смущает Но просто в этот момент Я понял Что я трансфоб Я не могу Смолить этот сериал Мне начинает это бесить Почему? Почему? Ты можешь Давай попробуем декомпозировать Что именно тебя Сериал пиздатый Мне понравился Так В нем 10 серий Второго сезона нет То есть он закончен А в седьмой серии Происходит вот этот поворот И главный герой Влюбляется в эту девушку И он ведет себя с ней Абсолютно Как с обычной девушкой Ну то есть у них там Любовь, морковь и все прочее Так А она ему говорит Я не могу С тобой строить отношения Потому что я девушка транс Так Ты не готов К девушке трансу Он говорит Ну я тебя люблю Как бы Ну то есть у меня вот Вот все Трамвай куплю Да, трамвай куплю Вот Она ему говорит Приходи через год Может быть через год Ты что-то там исправишь Вся история Про таинственный институт Про какую-то Блять Непонятную игру Все вот эти Майндгеймс Где Ты не понимаешь Это действительно игра Или это какой-то Маркетинговый трюк Или это Не знаю Тайный эксперимент Военных Или еще что-то Все Все семь серий Которые вели Да К развязке Они все выброшены Нахуй В мусорное ведро Потому что В седьмой серии Сериал делает Вот этот поворот И речь идет о том Как один мужик Полюбил трансгендера И сериал Блять Заканчивается этим Что они Блять Типа Сначала не могли быть вместе Потом они становятся быть вместе И живут долго и счастливо Ты такой А можно мне Вот вернуться обратно В тот момент Когда это было похоже На игру Control Вот можно было Блять Туда вернуться Сними свой сериал Я думаю Что за пиздец Ну то есть Кто написал сценарий И сценарий Блять Ты будешь смеяться Написал именно этот чувак Который играл В как я встретил Вашу маму Блять И он же блять Исполнительный продюсер Этого сериала Я в курсе кстати Что он же играет Главную роль В сериале Терапия С Харристофордом Который я тебе советовал Почему Конкретно в этом сериале Он играет довольно хуел Потому что у него такая роль Знаешь Типа Дженерик мужика Типа Короче я не смог Повороть Вот в себе Вот эту Фобию Я не знаю Ну да Это наверное фобия Мне кажется Что в какой-то момент В жизни Тебе Может быть Тебе бы пригодилось То чтобы ты С такими людьми Вживую соприкоснулся С трансгендерами Блять не дай бог И с трансгендерами И как бы Со всеми там Странными людьми На твой взгляд Потому что Чем больше Ты сталкиваешься С такими людьми Вживую Тем Ты намного проще Начинаешь воспринимать их Там В медиа В сериалах И так далее Просто когда ты там Условно живешь Где-то в далекой Казани Вот Чувак Или там типа В Москве То тебе становится сложнее Я все понимаю У меня нету Какой-то Там не знаю Предупреждения По поводу Геем Да например Ну любит мужик мужика Ты мне насрать Нет Смотри Для тебя все равно Это такая немножко Ксенофобская история Конкретно С трансами У меня есть Очень простая Мысль Мне кажется Что меня наебывают И когда меня наебывают Я такой Блять Это потому что Ты в голове Воспринимаешь Все это Как некий Такой знаешь Для тебя женщина Это потенциальный Половой партнер Любая женщина Да наверное И поэтому Как бы Если ты Как бы видишь Там типа Женщину Которая на самом деле Не женщина Тебя наебывают В плане того Что это все таки Не твой партнер Потому что ты не хочешь мужика Вот Но я говорю Как только ты начнешь Сталкиваться с такими людьми Вживую почаще И просто видеть Что вот бывают Такие 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 И вообще это Обычные нормальные люди А среди них бывают И классные И долбоебые И хорошие И плохие Ты будешь намного спокойнее Все это воспринимать И видеть Просто мне повезло Я в жизни Очень много разных людей Встречал И в том числе и таких Поэтому Я совершенно спокойно К этому отношусь И как бы Не парюсь по этому поводу Ладно Короче Если тебе Нормально Можешь посмотреть Мне ненормально Я не смог избавиться От этого ощущения Потому что сериал Первый там условно Семь серий Хороший Но дальше он превращается Я даже Подумал о том Что если бы Знаешь Если бы это был Сериал про историю любви Пацана и девчонки Наверное Мне бы понравилось Намного больше У меня не было Никаких бы претензий К нему вообще Это потому что Ты ксенофоб И с предубеждением Относишься Ко всему этому А на самом деле Я говорю Опять же Это все Из-за недостатка общения То есть Как только Ты побольше Бообщался Мне кажется Для этого Тебе может быть Стоило бы съездить Куда-нибудь за границу Ну типа пообщаться Поговорить Хотя бы Съезжай в Таиланд Да Спасибо Ну а что Там хорошо Тепло Понимаешь Девушек много разных Понимаешь Димка Все отлично будет Да-да Спасибо большое Не удивлюсь Если вас после этого выпуска Западят Apple Podcast Ну кстати Я хотел сказать Довольно классную штуку Возвращаясь к трейлерам Которые показали Вот мне что понравилось Очень Дело в том Что Вышел трейлер Сериала Первого На моей памяти Сериала В котором сыграл Роберт Дауни Младший Как ни странно Он в нем играет Сразу несколько ролей По-моему Чуть ли не четыре И как бы Сериал вообще Про довольно неожиданную тему Дело в том Что это сериал Про то Как в Америку Приезжают Шпионы Из Этого Из Вьетнама И как бы Там в основном Играют вьетнамцы И рассказывают Про жизнь Вьетнамцев В 70-е годы Которые соответственно Были между Типа коммунистической Частью Вьетнама И не коммунистической Частью Вьетнама И соответственно Вот как они Как у них там Шпионы приезжают Еще и в США Который напомню Как раз участвовал В этой самой войне Вот И Выглядит сериал Довольно неплохо Снят круто И опять же Как бы Вот интересно Что туда Пришел Роберт Дауни-младший Что сериал От HBO Он в качестве Исполнительного Продюсера Ты понимаешь Он там А он там играет Да? Он играет Четыре роли Сразу Четырех человек Разно Короче Выглядит очень Заманчиво Интересно И я прям Жду Но его явно Как бы Так скажем Сильно заранее Анонсировали Потому что Во первых Опять же А24 снимает Выглядит красиво Так подожди Подожди В 2024 году Подожди Подожди Вот В любом случае Короче Смотрите Начинаем Давайте потихонечку Поговорить дальше Про наш впечатление Димка уже начал В общем-то Вот Я хотел сказать Про свою Интересную штуку Смотрите Дело в том Что Помните Мы Пару выпусков Назад Говорили о том Что мы с Димой Запустили Destiny 2 И Соответственно Поиграли И в общем-то Там оказалось Нихуя непонятно Ничего Ничего не было ясно Тебя сразу Забрасывают Типа В далекую часть Компании Как бы Ты нихуя не понимаешь Короче У меня еще была Куча ошибок На PlayStation И в общем-то Я такой охуел И сказал Что в пизду Короче Вот Так получилось Что сейчас Я нахожусь Не дома И Единственная консоль Которая у меня Есть вообще Как бы В доступе Это старенькая PS4 Pro Я короче На нее установил Свой турецкий аккаунт Российский аккаунт Короче Скачал Все что только можно И в какой-то момент Подумал Бля Типа Надо бы попробовать Может быть Поиграть Короче В Destiny 2 Вдруг она Блядь Запустится Как бы И там Не будет ошибки Тортл сраной И она запустилась И ошибки Тортл В итоге не возникло Короче Я такой Ну хер с тобой Короче Поиграю В 30 фпс Вот На PS4 Pro Как бы Ну че Посмотрим Че там Короче И тем более Что у меня было Три дополнения Которые я купил По дешевке Еще давно Что-то получил На халяву Что-то Что-то По дешевке Купил Вот И Она у меня реально Запустилась И как бы Я Причем запустилась Не в самой последней Текущей миссии А запустилась Как бы В директоре То есть Где ты можешь Выбрать Как бы Соответственно Ну Все миссии И я такой думаю Бля Ну Как бы Там написано Прям Типа Если хотите Начать Типа Что-то Идите туда Я такой Ну окей Короче Иду И я вижу Что Всех моих Там Гарденов Все мои Там Типа Находки Волте Все Что у меня Было Все Типа Увеличили До 1600 Лайта И говорят Все Пиздуй Давай Работай Короче Я такой Ну окей Я начинаю Потихонечку Проходить Прохожу Прохожу И в общем Вижу Что Как бы Действительно Компании Можно Пройти В том Виде В котором Вот они Присутствуют Они нормально Как бы Работают Ну то есть Все более-менее Понятно Все более-менее Ясно И Я потихонечку Прохожу 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 Дохожу После этого Типа До Этого Бианд Лайта Прохожу Его Короче Получаю Новую Способность Стазис Короче Дохожу Потихонечку До Вич Квина Даже Димка Ко мне в какой-то момент Присоединяется Да Со мной Поиграл Но Есть небольшой Нюанс Я прям чувствую Что что-то Что-то не так Короче Что Судьба Прям Сильно-сильно Перепрыгивает Особенно Когда ты прилетаешь Тауэр И у тебя Блеть По Тауэру Ходят и эти Фолины И кабалы Ты такой Что Типа В моей игре Этого еще нету Где я прохожу Короче Я понимаю Что что-то не так А потом я вижу Как начинает Прыгать сюжет Очень сильно Между Шэдоу Кипом Который Вот ты Блеть До конца Его прошел Такой Все Все прошел Короче Раз Такой Типа Лайтфол Не лайтфол Би-яндлайт Раз Очень сильно Прыгнул сюжет Я такой Блин Как будто Что-то Что-то пропущено Короче Потом раз Типа Проходишь Би-яндлайт Хуяк Перепрыгивает Короче В Виткуин И ты понимаешь Что блять Точно Ну стопудово Есть моменты Про которые тебе говорят Ну это сезон Ты пропустил сезон И тут мы подходим К самому главному Просто пиздецу Дело в том Что в игре Реально Взяли И сделали Часть сюжета Закрыли За сезонами Как что это такое Типа у тебя появляются Сюжетные миссии В игре Которые доступны В течении определенного Времени А потом из игры Исчезают И это не просто Сюжетные миссии Это охуеть Какие важные Сюжетные миссии Потому что они Очень сильно Двигают сюжет дальше Прям так сильно Что у тебя Ну условно знаете Как в Марвеле У тебя допустим Если Вот знаете Вот у нас тут Тор А вот у нас тут Типа Вот еще кто-то А вот еще кто-то А теперь Перчатка бесконечности Вот у нас Черная пантера Кто Ну да Была же Черная пантера Какая черная пантера Я вообще хуй знает Кто это Ты че чувак Не видел фильм Он же был доступен Целых 5 месяцев Такой Че Как бы А вот еще Человек муравей Он же был доступен Еще 3 месяца Ты такой Че Как бы Это вообще Блять кто Я уже говорил тебе Много раз Что очень глупо За это ругать ММО Ну как бы ММО Она должна быть Нет не глупо И нет не должна Как бы Потому что Когда знаешь Когда я читаю Гигантское количество Бомбящих По этому поводу Тредов На реддите И по всему интернете Люди просто тебе берут И пишут А почему Файнал фэнтези 14 Не вырезают Контент Ну Тимур тут прав Потому что Мы любим Геншин импакт Да А почему В Геншин импакте Не вырезают Контент А почему В Elder Scrolls Online Не вырезают Контент А Как так Объяснитесь Ко пожалуйста Товарищ ММО Оправдатель Как бы Я могу объяснить Давай Destiny много весит То есть она весит Там 100 гигабайт Сейчас Это не проблема 75 А Elder Scrolls Online 120 гигабайт весит И ничего Контент Не вырезали Объяснитесь Ко еще раз Пошел нахуй Примерно так В бандже отвечает Я если честно Я солидарен С Тимуром Да Что наверное Это действительно Не очень классно Но Я бы хотел Все таки Обратить Внимание На то что Окей Shadow Keep Допустим И там Beyond Light И прочее Они Так скачут Друг через друга Но вот последние Два DLC Это Witch Queen И Как она Вот эта Последняя Lightfall Они же В общем-то Там ничего такого В сезонах И не происходило То есть тебе показывают Все это Рекапом В заставке Ты когда Блять Серьезно Ты когда Ты когда Ты когда Запускаешь Witch Queen Тебе показывают Видеоролик В котором тебе говорят Что вот это Вот это Вот это Было Да Ты это пропустил Но тебе же показали Что происходило Никуя мне не показали Короче Смотрите Для того чтобы Посмотреть Все то что в игре Вырезали Нахуй Мне пришлось Посмотреть Четырехчасовой ролик На ютубе Которым тебе берут И говорят Что типа Чувак На самом деле А вот вы знаете Как бы Саватун Как бы Вот откуда Вся эта хуйня А вот она Вот тут А вот вы в курсе Что там была Целая сюжетная кампания Как Саватун Короче Захуярили В кристалл Короче И С ней сидела Мара Соф А как Она потом сбежала А куда Она потом сбежала А чего А куда Ты такой Ебать Этого ничего нет В игре А потом тебе говорят А вы в курсе Что на самом деле Вот там Тревелер Короче Вот он там Взлетал А его чуть не уничтожил Распутин Такой Чё А вот как бы С Распутиным Как бы С ним разбирались Две сестры Как бы И вот А Распутина Пересадили в тело робота Такой Чё Вот И ты такой Когда И всё Это было там Всё что тебе Не показали в заставке Потому что Пошёл ты нахуй Понимаешь Вот И прикол в другом Ты в курсе Что во многие Из этих миссий В течение года Можно сыграть Если ты купил Абонемент Или если ты купил Делюкс версию Лайтфола Которая позволяет тебе Сыграть в предыдущие Сезонные миссии Но если у тебя Этого ничего нету То ты идёшь Нахуй Понимаешь И тебе приходится Смотреть Четырёхчасовое видео На ютубе Чтобы просто Всё это узнать Это Австрономически Хуёвое решение И Как бы Ну То есть Народ бомбит Просто пиздец Как по этому поводу И я прям Ну Я почитал Что там происходило Как бы С вообще там Разработкой игры И Они На самом деле Как бы У них Им удалось В целом Игру привести В чувство Она более или менее Сейчас нормальная Но У них был В 2022 году На GDC Ну Выставка Которая Ген Девелоперс Конференс Проходит В Сан-Франциско И не в Сан-Франциско В Лос-Анджелесе Вот И Они показали Типа график В котором Они показали Как типа Destiny 1 Каждую неделю Снижалась Плеер база Потихонечку Да И как она Снижалась В Destiny 2 И там типа Она снижается Увеличивается В зависимости Типа от выходящих Дополнений Всяких там Ивентов Там и прочего Так вот В Destiny 2 График снижения Был намного Более резкий Чем у Destiny 1 То есть в Destiny 1 Народ оставался Длительное время А потом раз И возвращался А в Destiny 2 Все было очень плохо Интересно почему И они типа Потому что игра Блять хуевая была Они выпустили Обрубок В котором Ни хуя ничего не было И все было плохо И они приняли Типа эти уроки Сделали игру лучше Там очень много Переработали Вообще у Destiny 2 Сейчас дела Довольно таки Неплохо Чувак я тебе уверяю Что Блять Не знаю Насчет неплохо Но вот последние DLC Которые Lightfall Приняли очень хуево И мы с тобой в подкасте Блять почти полчаса Бомбили по поводу того Какое она говно Но смотри В целом В целом У Destiny 2 Вообще Оверолл В целом Да Как бы если посмотреть Как вот она работает сейчас У игры Идут дела Хорошо То есть Плеер база большая Деньги Они стригут Нормальные Короче в целом Все окей Но народ бомбит Очень сильно Как бы от того Что для нового игрока Который сейчас приходит Как бы там полный пиздец Вообще Ни хуя не понятно ничего А это проблема Ты знаешь Не только у Destiny Эта проблема Вообще в принципе Давайте-то полагетствовать Чувак Как бы у огромного Количества игр У Final Fantasy 14 Например Это намного лучше Все сделано И они просто Объебываются Прям Ну типа У тебя есть Знаешь Как так скажем Лекалы Как вот сейчас Положняк на рынке Ты берешь И говоришь А нихуя Мы делать так не будем Потому что у нас Движок говно И этого мы не умеем Того не умеем И вот так не умеем Бляд Давайте будем Вот дальше не уметь Короче Да и получается Все хуёло Но Они обещали Что якобы К выходу Следующего DLC Которая будет Называться По-моему The Final Shape Типа Ну финальная форма Они вроде как Типа должны придумать Какое-то решение Которое позволит В игру Типа Вернуть часть контента И как-то сделать Кривую Как бы Вот Входы для людей Намного проще И лучше Чем Типа Есть сейчас Но Я хотел по этому поводу Еще вот что сказать Что на самом деле В игре Очень сильно упростили Многие Супер Бесячие механики Которые были там Во времена Forsaken Типа И ранней Destiny 2 То есть там Типа Кривые апгрейдов Типа Там всякие ресурсы Менеджмент ресурсов Все это Блять Нахуй убрали Не надо больше Собирать никакие ресурсы На планете Потому что Ты можешь Можешь собирать Можешь не собирать Но они не нужны Ни для апгрейдов Больше ни для чего Вообще Вот есть какие-то модули Эти модули Очень просто покупают Очень просто Нарабатываются Зарабатываются Типа Вот Путь апгрейда Очень простой Менеджмент ресурсов Простой Короче Активностей стало Так много И всяких баунти Там Уровней Всего-всего Которые ты можешь получить Что ты можешь реально Зайти Там Типа Несколько часов В неделю И Ты не будешь себя чувствовать В какой-то момент Что как бы Тебя застопорили И как бы Нет возможности Там прокачаться Или еще что-то такое У тебя блять Всегда будут активности Которые можешь пойти Сделать И что-то за это Реально получить И пойти прокачаться И что-то как бы Ну Дальше что-то подрочить еще То есть Количество контента И способов Работы с ним Стало много И Механика работы с ним Стало тоже много Ролить оружие Тоже В основном Уже больше не нужно Ты можешь находить Крутые оружия Как бы их там прокачивать А можешь вообще Блять с нуля Создавать Такие оружия С такими перками Которые тебе нужны Буквально Прямо ролл Сделать стопроцентный Который тебе нужен И В целом Много стало активностей Которые не требуют От тебя там На шестерых В рейд идти Появились данжи На троих Которые как бы Почти как рейд Вот мы с Димкой Прошли например Данж Который Проходится как раз таки В шедл кипе По моему Где Вот мы с Димкой Вдвоем Тяжело Но нормально Затащили Короче Все сделали Как бы там Интересные механики Такие рейдовые Ну прикольно Таких данжей стало Тоже много Короче Так что если вы вдруг Как и я Человек Который там Поиграли допустим До форсекин И бросили игру И после того Как типа вот Мы с Димкой Посмеялись На дестани 2 Предыдущий раз Тоже забросили ее То я хочу сказать Что на самом деле Игру они сильно переработали Они сделали Очень многие вещи Проще И как бы В нее стало играть Интересно Если вам хочется Знаете Позадрачивать что-то С постоянным результатом С постоянными Дофаминовыми Триггерами Где типа А вот ты это заработал То заработал Это заработал Так И вот Плюс 2 лайта Плюс 3 лайта Плюс 1 лайта Там и так далее То в принципе Дестани 2 Дестани 2 Супер дешево В казахском аккаунте Себе Типа А ну то есть Сезон пасс Шарится А там Что еще Сильвер Наверное шарится Да Местная валюта Сильвер Я по сути Купил Сильвер Потом зашел На playstation И купил себе Сезон пасс Чтобы поиметь Доступ К всей активности Сезон пасс Плюс у меня там уже 65 левелов Вкачено Поэтому я такой подумал Блядь у меня столько наград Надо как бы их Как-то получить Тем более что Я хотел бы еще добавить Такой момент Что Я вот поиграл с Тимуром Ну на самом деле Совсем немного Но Мы поиграли в Вич Квин И вот я бомбил По поводу В прошлый раз По поводу Lightfall Вот этого Нового DLC Насколько же Сильна разница После того Как например Пытаешься зайти Вич Квин И смотришь Как там все поставлено И как это поставлено В новом DLC То есть новая DLC Это просто кусок говна какой-то А вот старая Вич Квин Она прям ухуительная То есть я прям С большим удовольствием Прям погонял с Тимуром Я не уверен Что я буду проходить Ее целиком Или там Как-то задротить В нее Но В нее прям было интересно Поиграть А вот новая DLC Это просто пиздец И мне вообще кажется Что знаешь Что они сделают Смотри У них сейчас выходит Точнее Выйдет там Допустим Либо в этом году Либо в следующем Final Shape Да Типа последняя Последняя Как мне кажется Я не знаю То есть это не точно Но слухи такие ходят Последняя DLC Для Destiny 2 А дальше они будут пилить Destiny 3 В которой что-то Должны поменять Я думаю Что они ее уже давно пилят И выпустят скоро Потому что Все говорят Что Final По идее Там же в чем прикол Что Final Shape По идее Это будет история О том Как вроде как Вот этот Главный злодей По сути такой Эмиссар Даже не эмиссар А скажем так Типа Некое существо Которое смогло Максимально сильно Овладеть Нейтральной стихией Darkness Точно так же Как Тревелер Существо Или конструкт Который смог Максимально овладеть Силами Лайта Тоже нейтральный Да Ну то есть Не воплощение Скорее понимаешь А они же Во всех последних DLC Пользователи Педалируют Что Light и Darkness Это просто Такие элементы Которые Они просто нейтрально Существуют Но у тебя есть Одно существо Или конструкт Тревелер Который Максимально овладел Лайтом Ну хорош Мы поняли Историю Что да Будет История о том Что Light и Darkness Вместе смешаются Об этом История Об этом историем Ходила еще со времен Когда мы Помнишь в бету Destiny играли Давным-давно Там еще В тринадцатом году Вот И Тогда утек Как раз Дизайн документ Bungie Типа Что там должно было происходить И вот ты Так вспоминаешь Спустя 10 лет Типа Что происходило В Destiny Ты такой А ну да В общем-то Все как и было Тогда придумано Блять Они в общем-то Все точно так же Не сделали Ну да Так и есть Они в общем-то То что написал Он когда-то Стэнтон Они переработали И в каком-то виде В игру засунули Из того Что по крайней мере Я видел Да Слушайте Но в любом случае Я хотел сказать так Что как бы Я меняю свое мнение Относительно того Что когда я там Просто поражал На Destiny Они действительно Ее сильно переработали Она действительно Сейчас очень играбельна И многие вещи Из того Что они Тогда Делали условно Типа 3 года назад И это было Блять Прям бесило И вот Отталкивало от игры Я просто помню Как я зашел В Destiny 2 Вот на уровне Форсекина И когда-то Вот это проходил А потом зашел По-моему Форсекин Что-то типа Через год что ли Еще раз Я когда увидел Количество ресурсов Которые там Типа необходимы Для апгрейдов Для того Для сего Для пятого Для десятого Я просто охуел И закрыл игру сразу же Они все это поправили И стало существенно Проще играть И я Осторожно советую Что если вы забросили Destiny Когда-то так же Как и я Давно Ну там На уровне Форсекина Может быть Дайте ей шанс Попробовать Посмотреть Как она работает сейчас И может быть По скидону Потому что Ну там Что-то по-моему 300 лир что ли Это 1200 рублей Стоит все три дополнения Или по-моему Еще дешевле даже По-моему Даже еще дешевле Короче Все дополнения Как бы Три Они стоят Недорого А Lightfall Сейчас стоит По-моему 450 лир Это что-то типа Ну короче 2000 рублей Вот Если прям Очень хочется Можно пойти И купить себе Его короче На Playstation На турецкий аккаунт И он запустится На вашем Нормальном аккаунте Русском Если вы там играете Поэтому Как бы Вполне возможно Что может Попробовать Может быть Дайте шанс Тоже второй Поиграть Я играю Я бы говорю До 65 лаврова Уже докачался Потому что я играю До хуя В нее Это игра В которой я играю Я почти все время Ну то есть Вот в которой У меня есть время Поиграть на Playstation Я играю Только в Destiny Сейчас второй И поэтому Вот мы даже Думаем Чуваками Я думаю Да Если мы Должны в рейды Сходить Который Я не ходил Там есть рейды Которые Можно в четвером Брайки Мог бы Вместо Вместо Чтобы тратить На это время Мог бы Пойти И пройти Это сказать Last of Us Потом вспомнил Блин А мог бы А мог бы Поиграть Вместе с нами И в рейды Сходить А могли Было бы Сесть С ADZ Написать Новый Ну зачем Можно же В рейд Сходить Ладно Короче В общем Destiny 2 Аккуратно Советую Вернуться Если вдруг Не возвращались И будем сейчас Собирать Тусовку На рейды Короче Пацаны Как старые Добрые Времена Давайте Слушайте Я хотел рассказать Про Сериал Дом с прислугой Я уже Про него Рассказывал Давно Первый сезон Тимур Посмотрел первый сезон Ему понравилось Я могу сказать так Если вы не смотрели Первый сезон И не слушали О том Чего вам говорил Пойдите Посмотрите Первый сезон Классный Второй сезон Полное говно Третий сезон Еще хуже Просто пиздец Четвертый сезон Последний И сериал Полностью закончен То есть Пятого сезона Не будет Четвертый сезон Можно смотреть И он реально Хороший Единственное Что Ну я прям Очень красненько Про него могу сказать Что Если вы Ожидали От Шьямалана Что у него Будет Логичная И понятная Концовка То вы наверное Просто Как это Новый парень Здесь Вы Не очень понимаете Как это происходит У Шьямалана Шьямалан Это Блядь Любитель Вот это Поворотов Поэтому Некоторые Моменты В четвертом сезоне Скажем честно Странные Мягко говоря Концовка Она Она Оставляет Простор Для Интерпретации Того Что происходило В сериале Все 4 сезона Вот Но вообще В целом Мне понравилось То есть Я не хочу Ее сильно спойлерить Или как-то Прям Привязываться К этой Придираться Точнее К этой концовке Я могу сказать Так Когда у тебя Открытый Финал И Ты Скажем так Как хочешь Так и интерпретируешь У тебя Комьюнити Неизбежно Разделится На несколько Ну скажем так Противовольствующих Групп Да Это то же самое Что происходило Там не знаю С Ласту вас Кому-то Понравилось Кому-то Не понравилось Но в целом Как бы Смотря К какой Группе Вы принадлежите Вам так же И концовка Этого сериала Вот примерно Так Будет То есть Либо Вы ее полюбите Либо вы бы Изненавидите Весь сериал Просто Блядь На всю жизнь Я полюбил Мне понравилась Концовка Вот Но я могу понять Почему она Скорее всего Тимуру не зайдет Слушай Мне понравился Первый сезон Я буду смотреть дальше Потому что Смотри Я когда сейчас Летаю в самолетах У меня Есть Крутая Штука Для айпада Типа Можно скачать Сериал Скачать его Можно По сути Нативными Способами Раньше Можно было И в еще Одном Приложении Скачать Но Эти пидарасы Отключили Возможность Этого Део Поэтому Я захожу В Apple TV Plus Там Благо Теперь Контент Просто Жопы Жуй Они Реально Наснимали Много Чего Крутого И я Беру И так Скучать 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 Короче И поэтому Я так На сервант И добрался Потому что Ты его советовал Я его В первую очередь И решил посмотреть Я вот Пока сейчас летал А я много летал Посмотрел Реально Вот по сути Первый сезон Довольно легко И Я уже скачал Себе весь второй сезон Тоже в айпад И я еще просмотрю Другие сериалы Тоже Которые тоже советую Всякие там Вот и терапию И там Вот мне очень понравился Москита Кос Тоже как бы Вот сейчас потихонечку смотрю Но Я думаю Что я посмотрю Все таки Знаешь Подтошню Второй и третий сезон Ну так Если надо будет Поскипаю просто Но Ты меня заинтересовал Потому что Четвертый сезон Хороший Поэтому Ну Надо Надо дотерпеть Просто я вот сейчас С тобой разговариваю И понимаю Что Наверное Четвертый сезон Хороший Потому что Второй и третий Были говно Но если сравнивать С первым То нет Четвертый сезон Похуже Просто первый сезон Это прям вот Хорошее начало Тебе интересно Что дальше будет Дальше все пошло по пизде, и потом к четвертому сезону исправили. Кстати, знаешь, почему? Почему так произошло? Почему? Потому что у Шималана есть дочка, и его дочка очень хочет в кинопроизводство. Ну, прям вот, блядь, хочет, не хочет. И он дал ей возможность порулить сериалом, в котором он исполнительный продюсер. И некоторые серии она срежиссировала. И это, блядь, видно. Насколько актером был до пизды. Оператору было до пизды. Всем было до пизды на команду этой девушки, которая типа вообразила себя режиссеркой. И, знаешь, это я в который раз вспомнил историю, что на детях гений из природы отдыхает. Чувак, это вот, блядь, про дочку Шималана. Вот я тебе серьезно говорю. Поэтому некоторые сюжетные решения во втором и третьем сезоне были, блядь, странные. Вот то же самое и в четвертом. Но в целом, я говорю, мне понравилось. Я уверен, что комьюнити разделится. Наверняка разделится. Ну да. Так, пацаны, я хотел вам рассказать про еще один сериал. Apple TV Plus. Который я натолкнулся совершенно случайно. У него был очень интересный трейлер. Он меня очень заинтересовал. Называется The Big Door Price. Предсказание в русской версии. Предсказание. Но, по сути, как бы, это типа приз за большой дверью, так скажем. У него интересная фабула по трейлеру. Заключается она в следующем. Что в неком небольшом городке, в неком магазе, совершенно случайно, никто не понимает, как, появляется аппарат, который, типа, ты можешь сесть в него, скинуть два доллара, нажать на кнопочку, и тебе попросят твой social security number, ну, это, типа, условно, снился в России, и приложить руки, отпечатки пальцев. Он немножко подумает и выдаст тебе карточку, в которой расскажет про твой потенциал всей твоей жизни. Кем ты можешь быть на самом деле. И там, типа, люди, которые туда приходят, как бы, они выясняют, что они могут быть кем-то, типа, кто вообще, ну, совершенно неочевидный. Например, директор местной школы, ей выкатывается карточка, что она может быть байкером. Она, блядь, идет и тут же покупает себе байкерскую, там, типа, косуху, мотоцикл и начинает гонять. Или там, типа, чувак, который, собственно, владелец этого магазина, ему пишется, что короче, ты должен быть магом. Ну, типа, этим, там, развлекательным. Иллюзионистом. Иллюзионистом, да. И он говорит, блядь, да я всю жизнь мечтал этим быть. И тут же начинает там все монетки, короче, из ушей доставать, там, и так далее. Ну, и вот, как бы, куча таких историй. В итоге весь город начинает ломиться в вот этот автомат, как бы, все получают эти карточки. И вот рассказывается история людей из этого города, как бы, какие у них там есть сложности, какие-то там взаимодействия, которые... А это комедия или что? Такой драмедия, я бы так сказал. Там местами, местами прям драма. Да, я понял. Вот. И там местами прям довольно интересные вот в преломлении вот этого всего, что, типа, человек, как бы, вроде как, ну, как бы, испытывает какие-то сложности, там есть какие-то прям вызовы, так скажем, жизненные, да, которые в преломлении того, что, типа, вот появляется новый фактор, как бы, да, типа, что вот все сошли с ума по этому автомату, а вот он вправду работает или не вправду, как бы, да. И, как бы, я посмотрел, по сути, все текущие вышедшие серии, по-моему, пять, что ли, штук их вышло. Они, так скажем, некоторые из них экспозиционные, некоторые рассказывают про конкретных героев. Вот. Ну, так, с упором на конкретного героя. И пока что мне очень нравится. Действительно интересно. Опять же, такая, ну... Я бы так сказал, что большой потенциал. Ты все еще не понимаешь, как бы, к чему все это идет. Но мне кажется, что может, как бы, закончиться все круто. А может просраться. Вот. Но пока мне очень нравится. Снято очень красиво. Герои интересные, фактурные. Такие, что прям, ну, действительно интересно посмотреть кто, чего, как, почему, зачем. Поэтому я прям советую. Вот. Если вам нравятся такие интересные с заманухой сериалы, такие вот не комедийные и не слишком сильно драматичные, то, как бы, посмотрите. Возможно, вам понравится. Слушайте. Мы на наших стримах прошли Resident Evil 4 ремейк. И, собственно говоря... Я не на стримах это сделал. Максимка у нас, да, играл не на стримах, но в целом мы оба с ним прошли ремейк Resident Evil. Че, какие впечатления, Макс? Ну, ты знаешь, я тебе так скажу. Как человек, который оригинал прошел в VR, наверное, раз 5 или 6. Мне очень понравилась VR-версия на Oculus 2. Я прям обожаю ее. Я считаю, что если вы хотите поиграть в Resident Evil 4, у вас есть квест 2, вообще прекрасный способ это сделать. Но я очень ждал ремейк. Мне нравится 4 Resident. Я могу сказать так. А Димка меня еще поправит, потому что, в принципе, вы можете всегда посмотреть его лонгплей. Если не считать достаточно лениво, на мой взгляд, переделанный остров, вот финальную треть игры, да, где ты в острове уже оказываешься, которая практически побуквенная, и это плохо, потому что остров – это самая неудачная часть Resident 4, по большому счету. Мне очень понравилось. Мне понравилось, как переделали деревню. Мне понравилось, как они в целом здорово обошлись со многими локациями. Они узнаваемые, но в то же время новые. И мне очень понравилось, как они поработали спейсингом первых 70% игры. То есть, какие-то локации были вырезаны, они полностью переделали замок. Прям вообще с нуля. Замок гигантских размеров теперь. Замок вообще не узнать. Мне очень понравилось, как сделан экшен. Вообще, в целом, вот третье лицо в Resident вернулось, да, после восьмой части. Мне очень понравилось, как сделан ганплей. Они пофиксили, кстати, на PlayStation 5 затыки с производительностью патчем, потому что они были. Вот. И я так скажу, некоторые моменты в этой игре откровенно, просто откровенно сделаны из расчета, что у нее через полгода появится VR-версия. Ты думаешь? Нет, не думаю. Она официально анонсирована. А, да? Да. А VR-версия официально анонсирована. И я вот с нетерпением в нее вернусь. Я поэтому ее не прохожу второй раз до конца, потому что мне очень хочется это сделать в VR. Но в целом, вот из всех тех игр, которые вышли в первой половине года, это первая настоящая AAA, в которую ты играешь абсолютно не отлипая, потом, когда ты ее прошел, такой, хм, надо еще разок. Вот примерно такие эмоции она у меня вызвала. Да, она таких эмоций не вызвала, но я могу сказать сразу, я уже в подкасте говорил, что я в свое время Resident Evil 4 пропустил, когда он выходил там на PlayStation 2 условный. Или когда там был PlayStation. Когда он вышел на всех возможных консолях и платформах мира. Вообще изначально, смотрите, с Resident Evil 4, я буквально маленький ликбез, потом Димку не буду прервать. Изначально Resident 4 выходил на Кубе и GameCube. И он там был очень красивый и графически очень сильно опережал все, что выходило на других консолях, потому что там был туман очень крутой, там был очень крутой свет, там были очень крутые эффекты. И я, поскольку у меня был товарищ с GameCube, который был существенно старше меня, он тогда уже в универе учился, я у него посмотрел, он 4 Resident, а он еще дурачок, он купил тот самый знаменитый геймпад с бензопилой. Вот, значит, настолько он сильно любил Resident, у него были богатые родители. Вот, и мы, собственно, сидели и играли с ним в четвертый резик, потом у меня появилась PlayStation 2, ни о какой пока версии речи не шло, пока у меня был овощным в тот момент. И я на PlayStation 2 купил четвертый Resident Evil на вторичке. У меня, кстати, я идиот, у меня была не чиповная PlayStation 2. Вот, и я такой запустил, а она выглядела гораздо хуже, чем на GameCube. Просто вообще, я думал, ну может у меня какие-то ошибки восприятия, может игры просто мне красивее казались. Но я в итоге забросил Resident 4, и не стал его проходить достаточно долгое время. И в этом вопросе, потом, когда я уже вырос, я понял, что нет, меня память не подводила. GameCube версия была реально гораздо красивше. Но самая убогая версия была на ПК, где вообще было выключено любое подобие освещения, и фактически ты играл в самую убогую версию игры из всех возможных. Это очень странно. Слушай, я играл в Resident Evil 4 в 2017 году, то есть когда уже, знаешь, уже и седьмая часть была, и много чего было. И мне не нравился Resident Evil 4. Я, блядь, не любил его вообще абсолютно. Вот этот ремейк заставил меня игру полюбить. И я теперь думаю о том, что я был очень сильно несправедлив в наших подкастах к четвертой части, когда говорил, что она дерьмо какое-то. Ну, потому что она, знаешь, она сохранила все то, что делала Resident Evil 4 любимой игрой. Сеттинг. Осовременила ее очень сильно. Да. Over the top момента, когда, знаешь, Леон просто берет с разворота нахер по зомби бьет, да. Но при этом так их здорово осовременила, что они не вызывают кринж. Они выглядят абсолютно нормально для современного игрока. Нет, нет. Они выглядят нормально для Resident Evil, давайте честно. Да, да, да. Ну да, но ты понял, о чем я. То есть в этом плане она мне очень напоминает абсолютно такую же сравнимую, на мой взгляд, по качеству работу с первым Dead Space. Да. Вот первый Dead Space. Да, именно ремейк. Вот они оба примера примерно одного и того же подхода. Заметь, да, в этом году вышло уже два пиздотых ремейка. Да, да, да. Может еще что-то выйдет. Ну, короче, мы с Димкой советуем. Она реально клевая. Может она там не крышесносная какая-то, но если вы вот ищите во что поиграть, это прям отличная игра для этого. Да, только есть один момент. Тимура играть не нельзя. Да. Я вообще ненавижу Resident Evil. Чувак, тебе нельзя в нее играть, потому что у тебя у Кэйр. Ты будешь собирать каждый. Каждый ебаный, блядь. Каждое ебаное сокровище. Каждый ебаный сундук. Каждый ебаный все. Ты будешь всех, блядь, крыс собирать. Всех, блядь, сайды для этого, для торговца делать. Ты все будешь делать. Нам, кстати, там занесли и был стикер, а ты пропустил. Да, да, у меня была корона, у тебя был котик, а у Димки был Рикардо Милос. Чувак из Воронежа в майке с мандарином занес 15 рублей. Ой, 15 евро. Да, спасибо за втраказ за регулярное спасение кукухи. Надеюсь, благодарны слушатели и помогать сохранить ваши. Еще как. Спасибо. По скриптам. Когда новые СДЗ? Когда эти двое из рейдов Destiny выйдут? Один. Из рейдов выйдет. Один. Вот, не, мы, я думаю, что запишем. Если получится, может быть, на следующей неделе сделаем. Но будем смотреть по ситуации, ребят. Говорил по поводу того, что не надо добавить помещение, который... Никаких дедлайнов. Никаких дедлайнов. Когда-нибудь, может быть, мы запишем. Скорее. О, господи. Так, Максимка, а ты там еще посмотрел... Слушайте, говоря про японщину, вот мы говорили про хорошую игровую японщину, а сейчас у нас будет классический влог про аниму. Но я коротко. Во-первых, хит сезона однозначный. Это вот такой вот аниме, от которого никто ничего не ждал. Оно оказалось клевым. Тома девушка. Оно так называется буквально. И суть анимы... Оно про трансгендеру, да? Да? Нет, вообще нет. Это романтическая комедия про девушку, которая такая типичная пацанка, то, что называется томбоем. Но это именно девушка, то есть не что-то там такое. И она, в общем-то, у нее есть друг детства, который считал ее чуть ли не до седьмого класса парнем. Потому что она выглядела как пацанка, а когда они пошли в одну школу, и она оказалась в средней школе в женской форме, он такой... В смысле ты девочка? Вот. И она в него влюблена. Серега, ты чего, блядь? Да, да, да. На этом, кстати, строится... Помоги. Помоги выбросить из этого тела. На этом строится львиная доля юмора в сериале, кроме шуток. Но, помимо вот этих комедий непониманий, вот этой вот истории, что она занимается спортом, что она на самом деле очень крутая в карате, потому что ее папаша держит дадзё, куда ходит, собственно, ее возлюбленный тоже. Ну вот. Там есть, конечно, это дело, но мне очень понравилось, что там вот то редкое аниме, это поймут люди, которые смотрят Кагую, например, каст персонажей работает полностью. То есть, там есть каст персонажей, лучшая подруга, там девочка, которая перевелась, и так далее, и так далее. И все эти персонажи в итоге, а надо сказать, что Том и девушка, это законченное аниме, то есть, оно полностью поставлено по законченной манге, поэтому вся история там заканчивается за сезон. Там не будет продолжения, это тоже здорово, по-своему. Вот абсолютно все в касте работают, и они выстреливают. При этом аниме нарисовано недорого, то есть, это недорогой праймовый сериал, там достаточно скромная анимация, там достаточно скромные моменты, связанные с палитрой или деталями. Но таланта у авторов хватает очень классно это маскировать, и тебя это никогда не напрягает. Плюс это реально очень смешная комедия. Поэтому, если вы любите Кагую, если вы любите какие-то вот такие вот легкие романтические комедии, где пара быстро понимает свои отношения, а не тупи 28 серий, чтобы подержаться за ручки, очень советую Тома девушкой, и это прям реально прекрасное, легкое и очень, можно сказать, такое смешное аниме. Еще одна вещь, которая вышла буквально на днях, это полнометражка по Кагую, который на самом деле оказался мини-сезоном. Это 4 серии по 25 минут. Госпожа Кагуя в любви как на войне, первый поцелуй никогда не заканчивается, такое семиэтажное название на русском. Как у везде, во всех этих сраных анимов. Да, но это адаптация, наверное, лучшей арки из манги, посвященной развитию отношений в общем-то основной парочки после третьего сезона. Мне кажется, что этот мини-сезон правильно сделали, что порезали на 4 серии, потому что из того, что я слышал от людей, ходивших в кинотеатр, как-то ощущалось, как будто взяли, склеили несколько эпизодов. По факту так и было, потому что, в общем-то, у каждой серии есть опенинг, у каждой серии есть тендинг, и каждая серия логично обрывается и перетекает одну в другую. Все, там 4 серии по 25 минут. Мне всегда было интересно, а что мешало японцам просто взять, отрезать начальную песню, отрезать конечную песню, так они так и сделали, и склеить это в один фильм два часа. Они так и сделали, но просто один фильм склеивается плохо, потому что это рассчитано, что ты будешь все-таки смотреть как сериал, понимаешь? По пейсингу даже, по монтажу. Дим, евангелионы, ребилды. Что ребилды? Что не так? Просто отрезаешь, тебе да, он, коку, и все, и вот тебе, как бы, нормальный тебе фильм получается, заебись, да? Подожди, ребилды есть фильмы, они по полтора часа каждый. Да, так и есть, они берут просто, они, по сути, взяли сериал, порезали на дворе билда. Ты хочешь сказать, ладно, хорошо, я не буду спорить, да, я... В общем, история в том, что прекрасная Кагуэ, все такой же абсолютно абсурдистский юмор, абсолютно тот же уровень комедии, который разлетится просто на мемы, никаких спойлеров давать не хочу, но в целом, все еще у сериала классно получается сохранять вот этот баланс между драмой и развитием героев, потому что, что классно в Кагуэ, да, почему ее так любят, не только потому, что там классные шутки про говно, да, в том числе. Шутки про говно. Я что-то не помню. Я помню только, когда танцует, как ее звать, там на самом деле очень много пошлых шуток. Мне очень понравилось, как, знаешь, как в английских субтитрах, понятия не имею, как на русский перевели, там, Мика Ина, это девочка, которая дисциплинарный совет возглавляет, она неправильно понимает намерения своих друзей, такая, что вы хотите устроить на Рождество оргию? На что и говорят, shut up, horny disciplinary committee. Мне просто очень понравилось это. Очень советую. как бы она все еще смешная, она все еще драматичная, она все еще очень красиво нарисована, бюджета они вкачали нормально, потому что это для кинотеатров рисовали. И это лежит на абсолютно всех площадках, если у вас, кстати, есть подписка на Crunchyroll, на Crunchyroll все лежит с русскими субтитрами. Очень советую. Слушайте, я тоже вам расскажу про аниме, которое я совершенно случайно пропустил, оно вышло аж в 2017 году, и вообще неожиданно его я не посмотрел, я про него никогда в жизни не слышал, нашел абсолютно случайно. Дело в том, что я расскажу вам про аниме, которое называется Невеста Чародея. И оно довольно интересно, так скажем. Нарисовано очень необычно, и я, наверное, знаете, с трудом даже, я пытаюсь просто вспомнить, видел ли я когда-нибудь что-то подобное, и вроде как ты где-то что-то подобное когда-то где-то что-то видел, но не можешь никак вспомнить. И, наверное, единственное, с чем я мог бы сравнить, это, знаете, есть... Я бы так сказал, знаете, что это аниме, которое сделано как будто бы студией Гибли, но для взрослых. Прямо вот для взрослых-взрослых. И это сериал, соответственно, он... Причем, что интересно, это сериал, у которого есть еще один подсериал. Подсериал надо смотреть в тот... Это там всего несколько серий, его надо смотреть в тот момент, когда вы дошли в основном сериале до 13 серии. То есть вы дошли до 13 серии, отвлекаетесь на подсериальчик, возвращаетесь, обратно смотрите. Вот. И фабула довольно интересная. Дело в том, что у вас есть некая девочка, которая живет в таком обычном, типа, мире, и у нее начинаются большие проблемы в жизни, у нее мама там оканчивает жизнь самоубийством, как бы ее все бросают, она всех бросает, короче, и еще до кучи она видит того, чего, в общем-то, обычно люди не видят. То есть всяких духов, каких-то непонятных, там, фейри, там, и прочее. И в какой-то момент у нее настолько полный пиздец жизни, что она попадает в рабство. Ну, это современный мир, типа, ну, то есть в современном мире попадает в рабство. Я бы так сказал, что судя по тому, что происходит в мире, это такие условно 70-е, 80-е, 90-е годы. Ну, примерно. Так, типа, потому что вроде как там, типа, все современно, но, например, не ходит никто с мобильными телефонами. Ну, там, типа того. Вот. И ее на аукционе рабском выкупает чувак, который сразу становится понятно, что это маг, потому что это чувак, который ходит с огромной, блядь, головой, черепом какого-то рогатого животного, типа барана. Похож на варлока типичного. Такой типичный варлок, да. И он ее... Он ее забирает к себе и говорит, типа, тебе не о чем бояться, ты станешь моей ученицей. Потому что мы сейчас находимся в том времени, когда магов становится все меньше. И, как бы, вообще, вот, как бы, так получается, что для того, чтобы сохранить вообще наши там знания вот это все, нужны ученики. Вот. И все больше и больше становится понятно, что буквально с первых же там, типа, первая-вторая серия становится понятно, что, в общем-то, это не совсем человек и что это некое, типа, существо, которое пытается прикинуться человеком, по сути. И он очень древний. То есть, типа, существует, типа, задолго до Иисуса, как там говорят. Вот. И при этом, что интересно, что весь сюжет подается очень порционно, очень аккуратно. и аниме настолько, вот, как у студии Гибли, красивое, и такое прям очень аккуратное, когда ты прямо сидишь и смотришь, ты понимаешь, что у тебя, знаешь, такие долгие экспозиции, красивые персонажи, красивые, там, типа, какие-то, вот, там, окружения, местами просто невъебенно красивая анимация. Такая, что ты просто такой, что? Ну, просто там какие-то такие битвы происходят, какие-то, там, моменты, очень интересные кадры, и вот реально местами, как будто смешали Синкая и, как бы, соответственно, студию Гибли. И ты сидишь такой просто охуеваешь, как бы, от того, что настолько что-то интересное, что-то клевое происходит сейчас на экране, мистическое, такое, магическое, что вот, и его так хорошо подали, что оно не в лоб, без вот этих всех шуток-прибауток современного аниме, без Исикая, без, и все такое, типа, вот, на серьезных щах, но какое-то очень правильно такое интригующее такое, то есть, такой какой-то драматический триллер, я бы так сказал. И мне очень понравилось. Настолько, что это, наверное, одно из лучших аниме, которое я видел вот за последнее время. Я прям, я еще не досмотрел до конца, но мне очень понравилось. И вот химии персонажей, и вообще какие интересные сюжетные повороты, и какие-то вот, как оно и нарисовано, музыка, музыка просто потрясающая, местами, ну, то есть, саундтрек просто ебейший. И вот ты сидишь, просто смотришь, и такой, ебать, ну, просто, это просто что-то настолько интересное, настолько необычное, настолько трогательное, что ты просто не можешь оторваться, пока вот не посмотришь. Я вот буквально потихонечку порционно, там, по паре серии день, последнюю вот там неделю. Кстати, пишут в чате, что второй сезон сейчас выходит. Вполне возможно, я буду с удовольствием его ждать, потому что... 56 лет? Получается, что да, да, потому что он в 2016-2017 году вышел первый сезон. Второй сезон Ван Гоинге сейчас. А, ну, может быть, я просто до него не дошел, потому что, вот я говорю, там, типа, мини-сезончик вышел буквально сразу же за первым сезоном, но он, как бы, типа, рассказывает о событиях в районе 13-й серии, как бы, Ну, то есть, так скажем, типа, мини-приквел, чтобы объяснить, типа, что, почему, зачем и как. Ну, Короче, я очень советую, и, если вы любите такие вот незаезженные, там, всякие сикаи, вот, например, там, типа, вот, если вам нравится необычный аниме, типа, помните, я советовал для тебя Бессмертный, например, который тоже просто, просто охуительный, очень крутой, то вот это вам очень понравится, и если вы вдруг пропустили, его, то обязательно обратите внимание, потому что это что-то, что-то с чем-то просто, очень крутое аниме, вот, такие дела. Слушайте, мы все посмотрели фильм от Apple, который называется Tetris. Самый захайпленный фильм буквально, типа, там, прошлого месяца. Но это не фильм от Apple, тут надо пояснить, что Apple просто взяли и купили этот фильм в определенный момент у дистрибьютора, то есть, этот фильм вообще, по идее, должен был выйти в широкий прокат, насколько я помню, историю его создания. Это достаточно многострадальная экранизация, которую, в общем-то, тащили, ну, по-моему, года с 2012-го. Я писал еще для одного портала про кино, новости. Я помню, я писал про эту экранизацию, это было очень задолго до того, как я вообще познакомился с Димой и Тимуром. Вот, и, наконец, это вышло, в общем-то, вышел фильм Tetris, про что мы рассказываем. И с Tetris очень интересная история, потому что я специально, чтобы сверить стрелки перед подкастом, у меня есть очень хороший приятель, он живет в Британии. Он британец, он вообще не экспат, ничего, он чисто британец. Вот, и мы с ним общаемся по поводу Вахи, мы с ним, в общем-то, давние приятели по сетевым играм. Я ему говорю, чел, посмотри, пожалуйста, фильм Tetris. Мне нужен западный взгляд. Мне вот надо посмотреть, как ты его воспримешь свежим сознанием человека, который живет не в России и не из России. Это очень интересно, потому что мне фильм Tetris показался странным. Вот я не могу его назвать плохим, он странный. Это буквально фильм о том, как мужик поехал порешать вопросики, вернулся домой к семье, потом еще раз порешал вопросики, а потом дорешал вопросики и уехал обратно. Да, что-то прометание кабанчиком. Вам не показалось, что у фильма такое ощущение, что у него разные части писали разные сценаристы? Да, как у любого долгостроя. И я тебе больше скажу, у меня такое ощущение, что разные сцены снимали реально очень разные съемочные команды, потому что какие-то сцены, вот ты смотришь, особенно все, что касается Советского Союза, ты смотришь, это просто Red Alert, это вот уровень клюквы где-то как в катсценах Red Alert 2. Ну да. Ну я бы не сказал бы, что, конечно, клюквы. Нет, клюквы. Там яблоко-молоко просто. Вот прям сидит. Серьезно. Очень многие вещи из того, что там описываются, как бы я слышал от своих знакомых, которые буквально сталкивались с этим. Нет, ты не понимаешь, о чем мы сейчас. Мы сейчас говорим не про сюжет, хотя он тоже наигранный, надуманный, по большому счету, в ряде своем. Так, что сказал твой знакомый западный? Да, да, я закончу, просто как я это увидел. там проблемы, понимаете, ты привык, что после Чернобыля, ну вот говоря про хорошую экранизацию Советского Союза, ты привык, что очень внимательно относятся к реквизиту, к эстетике, к особенностям каким-то. Чернобыль, конечно, был не без греха, но он выглядел ну очень аутентично. При этом я могу сказать, что с изображением Советского Союза, я это знаю не понаслышке, у нас сейчас второй фильм в СССР происходит, который мы снимаем, очень сложно аутентично это воспроизвести. На уровне интерьеров, на уровне улиц даже, потому что улицы не просто так найти, да, которые сохранились в аутентичном виде. Да, слушай, там, блядь, Мерседес в кадре, как бы ты такой же, окей, спасибо. А там видно, что это Москва, которую снимали где-то в Бухаресте, да, то есть это явно Москва, снятая в Венгрии, никто даже не старается политься, да наплевать 10 раз. А знакомый, наоборот, а он говорит, слушай, хорошее кино, захватывающее, интересное. Вот, я так понимаю, у тебя, наверное, бомбит, как у русского, от того, как там все показано, но это нормально, не волнуйся. И поэтому у фильма достаточно высокая оценка, у него 7,2 на МДБ, по-моему. Слушайте, мне насрать, как там показан Советский Союз, потому что, скажем честно, это можно воспринимать как клюкву только до определенного времени. Теперь это не воспринимается как клюква, это воспринимается как-то, наверное, так и было. Есть за одним, блядь, единственным исключением, чуваки, есть пиздатишная документалка от BBC, которая про Тетрис тебе как раз и рассказывает. Она рассказывает всю ту же самую историю. И прикол в том, что я эту документалку смотрел. И после этого ты смотришь художественный фильм. Я, конечно, все понимаю, когда у тебя в самом начале фильма написано, что основано на реальных событиях. Это не значит, что будет дословно реальные события. Оно типа основано, ну то есть как бы далеко не все. Но, Сука, зачем же настолько сильно перевирать всю эту историю? Я просто вот этого не пойму. чтобы приводить это в историю сюжетную комедию. Драма ради драмы. Там реально, да, там реально добавили некоторых персонажей просто ради того, чтобы было как бы интересней смотреть, скажем так. Потому что за переговорами трехсторонними по передаче прав на Тетрис наверное, блядь, не так интересно наблюдать. Если ты не дрочишь на видеоигры и тебе там не похуй на Тетрис, например, да? То есть, наверное, надо добавить там семейную линию, линию с каким-то КГБшниками, блядь, хуй пойми откуда взятую. История с тем, что, типа, давайте, не знаю, там, типа, его переводчица окажется тайным агентом КГБ и ты такой, блядь, что? Ну вот. И то есть, вся эта история, она в документалке BBC прекрасно рассказана и все, блядь, прекрасно знают, что происходило с Пажетом, что происходило с Тетрисом в те времена. Ну вот. В фильме все нахуй переврано. То есть, прям совсем. Но самый интересный момент, который, с которого я просто хохотал, это когда главный герой, он типа коммерсант, да, то есть он должен приехать и договариваться по поводу продажи прав на игру. И он приезжает в Нинтендо, показывает пальцем на монитор и говорит, а это у вас на каком, типа, операционной системе, точнее, на каком языке программирования написано вот этот порт Тетриса? На оси? Или там, на, там, на ассемблере? Ты говоришь, на оси? Отлично. И он сидит и в офисе Нинтендо перепечатывает, блядь, Тетрис. Это такой тупорылый момент, сука, он... Это тупорылый момент для человека, который не смотрел начало фильма и пропустил важную историю о том, что чувак не просто коммерсант, а сам, блядь, программист. Да, но это неправда, чувак. Чувак, это неправда. Он не программист. Ну, как бы тебе об этом сюжете... Ну, чувак, тебе об этом сюжете как бы, типа, рассказывают, а потом ты, типа, эту деталь упускаешь, и тебе непонятно, откуда следует одно из другого, понимаешь? То есть, ты хочешь сказать, что хуй пойми, какой программист приезжает в японскую компанию и такой, ой, дайте, дайте я вам сейчас напишу, блядь, порт на гимбой. Ты не скажешь, что все звучит просто тупо? Ну, то есть, это глупо. Он не так сделал. Он сделал не порт, он, типа, сделал базовую... Поменял количество линий, да, которые там выдаются. Он сделал базовую, типа, прототип игры, который, как бы, ну, примерно дает представление о том, что там, типа, происходит. Я не понимаю, зачем... Как его там звали? Хэнк? Хэнк Роджерс. Это, кстати, чел, который до сих пор управляет Tetris Company. Зачем ему... А они, кстати, вместе с Пажетом ей управляют. Да, да. Некоторые моменты сделаны, ну, реально, просто вот, знаешь, для того, чтобы добавить драмы лишней. Когда у тебя Пажет на все бывает от КГБ на... Там, самым, как его... На москвиче, или что там, блядь, он запорожил, не помню. Да, я могу. И он съебывает от него так, что у него чуть ли не там искры из-под колес. Ты понимаешь, что это, ну, это как бы преувеличение, но это художественное преувеличение. То есть это как бы такое. Ну, просто, у меня бомбит не от того, как здесь показались, сэр, мне насрать. И не от того, что здесь клюка, тоже насрать абсолютно. А то, что оригинальная история, она местами даже интересней. Ну, потому что там были некоторые моменты, которых в этом фильме просто не показали. Зато они добавили вот эти ненужные, на мой взгляд, сюжетные линии. Ну, я бы сказал, зачем-то сделали это все в жанре какой-то детективной практически драмы местами. Это при том, что у Тетриса есть, например, очень интересный аспект. Я очень надеялся, что фильм это покажет, фильм вообще это проигнорил. На уровне концепции, как инженер советский, выросший в советской системе по большому счету, приехал в США. Вообще, как он адаптировался на Западе вообще, как для него этот слом мира был показан. Папажинов, кстати, про это часто говорил в интервью, что как он привыкал к тому, что люди вообще могут жить по-другому. Это вообще с точки зрения даже драматургии и психологии, по идее, интереснее, да, показать вот этот слом советского человека. Совершенно другой жизнью. Но нет, давайте мы погоню, чтобы там у нас еще обязательно Горбачев был. Хорошо, хоть он пиццу-хат не рекламирует. Вот. И ты такой, ну зачем? Это просто не нужно этой истории. Ну это все добавлено исключительно для антуража. Да, это просто для предсказуемости западного зрителя. У меня сложилось такое впечатление. Фильм хороший. Если вы знаете о чем как бы реальные события были, то фильм рассказывает о них ну довольно поверхностными местами и просто нагло врет, потому что некоторые вещи были просто по-другому сделаны. Просто по-другому ушли переговоры, по-другому было все абсолютно. Вот. Но как бы это художественный фильм, наверное, нет никакого смысла от него требовать ну там супер-пупер достоверности, да, тем более, что это основано на реальных событиях, а не реальные события, как они были. Но вот что я фильму простить не могу, это то, что у него, говорю, как будто сценарий писали несколько разных человек. То есть фильм постоянно балансирует между тем, что он типа такой веселый, типа а-ля Тед Ласса, да, то есть такой типа комедия как бы, но в то же время такая типа драмеди. Драмеди, драмеди, да. В какой-то момент он включает прям совсем лютую драму, а в какой-то момент начинается блять сериал Бригада, нахуй. И ты такой, сука, ты не ожидаешь этого поворота. Там вообще адский жанровый качели творятся. То есть это странно, и когда смотришь фильм, ну, когда вот он заканчивается, у тебя остается странное впечатление от фильма. Вроде ты посмотрел неплохое кино, но на самом деле ты бы ничего не потерял, если бы просто его не смотрел. То есть у меня вот какие-то такие впечатления. Абсолютно согласен. Но попробовать стоит. Слушайте, ну и отзыв, который вы ждали от меня в подкасте, этот вопрос был много раз поднят. Я, правда, не буду растекаться мыслью подрева, потому что девайсы уже полтора месяца, и на многие вопросы вы ответы знаете без меня. Мне, наконец-то, Женя, огромное тебе спасибо прям адресно передаю в подкасте. Приехал по PlayStation VR 2, который я заказывал из США. Шлем у меня сейчас подключен к консоли в другой комнате, я его в видеоверсии в камеру тащить не буду, но я, в общем-то, почти прошел в нем восьмой резидент, я очень много в нем поиграл в гран-туризм и в пачку других игр, в том числе на двух стримах, которые я делал по PlayStation VR 2. И что я могу сказать? Во-первых, экраны реально очень крутые, то есть вот весь тот хайп по экранам, он не врет. HDR-экраны в VR реально очень здорово меняют погружение в лучшую сторону. Второй момент это то, что у PSVR-а... Я вот постараюсь говорить уникальные какие-то вещи, которые не повторяли уже другие ревьюверы. Чувак, я не слышал, что говорили другие ревьюверы, я не смотрел ни один обзор шлема. Ты можешь мне вместе с ревьюверами объяснить, в чем прикол? Значит, прикол в том, что этот шлем, он правит вообще все косяки, которые были у PSVR-а 1. Во-первых, там inside-out tracking, теперь тебя трекают камеры, как в Quest 2. И также трекаются контроллеры. Контроллеры абсолютно новые. Это два Sense-контроллера. Это такие вот достаточно интересные. По картинкам они похожи на контроллеры от Quest, но на самом деле в руках они лежат вообще иначе, гораздо удобнее, чем контроллеры от Quest. Они на аккумуляторах, не на батарейках, то есть их надо заряжать. И они очень здорово ложатся в мои большие лапища. Я слышал претензии, что некоторые не достают докурков с совсем большими руками, но мне кажется, таким людям будет дискомфортно везде, кроме как в каком-нибудь индексе, где совсем гигантские палки. Вот. Трекинг работает безупречно. Шлем трекается безупречно. Контроллеры трекаются даже лучше, чем в Quest 2, потому что за спину они не теряются, за бедро они не теряются. Это большая проблема была на Quest 2. Отличные экраны, отличная частота обновления. Шлем очень удобно сидит на голове, потому что вот эта вот история с хау-окреплением, она осталась. И Sony усовершенствовала конструкцию так, что у тебя больше степеней свободы, резиновая вот эта гофра, которая сидит на глазах, она меньше пропускает свет. И самое главное, они в этот раз очень хорошо продумали процесс настройки, поскольку теперь у тебя ровно один провод, никакой, никакой больше ебли с чем угодно. А он втыкается в USB-C консоль, да? Он втыкается в передний USB-C, все. И дальше происходит совершенно шикарная, шустрая настройка, где PlayStation сама рисует границы, сама распознает препятствия, сама корректно ставит уровень пола. Мне практически ни разу не пришлось корректировать уровень пола. Значит, все очень здорово. Мне еще ко всему вдобавок, что очень понравилось в устройстве, чего я, кстати, от него вообще не ожидал, это того, что оно очень хорошо укомплектовано. То есть, тебе из коробки по факту ничего и не нужно. То есть, я думал, вот я сейчас нацеплю наушники и буду с полноценными наушниками большими играть, но все равно это немного костыль. Я когда стримил ребятам VR, вот эти вот мои соньки постоянно падали, они немного на это не рассчитаны. Инзоны тоже большеваты, и даже пульсы, они сидят на голове не идеально. Так вот, если вы покупаете PS VR 2, неожиданное открытие, комплектные затычки, офигенные. Вот те затычки, которые идут к шлему, которые вы можете втыкать назад в специальную конструкцию и хранить их там в специальных резиновых заглушках по бокам, они отлично звучат. Там главное хорошо подобрать набор силиконовых заглушек, которые идут в комплекте по свои уши, чтобы у вас была хорошая изоляция. Отличный звук совершенно. Я теперь играю только в них. А там можно воткнуть другой? Можно, можно использовать абсолютно любую беспроводную гарнитуру. А миниджек есть там? И миниджек там тоже есть, если у тебя проводные наушники. То есть там сзади есть миниджек и уже появляются third party наушники с этим крепежом, который повторяет форму шлема. Вот. В этом плане с наушниками они все очень хорошо продумали. Коммутация максимально простая, сопряжение максимально простое. Говоря про игры, игр реально не очень много. Я абсолютно согласен с претензией, что стартовая библиотека не очень богатая. Но, во-первых, те игры, которые есть, достаточно длинные. Call of the Mountain проходится, наверное, часов за восемь. Это та игра, которая шла в комплекте у меня с бандой. Для VR-а игры слишком много игр, кажется. Нет, это нормально. Алекс идет где-то 12 часов. Значит, резик это примерно 12 часов, если проходить его неспешно. есть ряд игр, которые портированы с первого PSVR-а типа No Man's Sky. Вот. Ну и там, естественно, есть свои хиты типа Павлова, у которых времени до тех пор, пока вам не надоест. Значит, что касается самого шлема в плане недостатков. Потому что все достоинства знают. Отличные экраны, прекрасный трекинг, у Sony получилась эргономика, то-се. А я сейчас немного буду ругать, потому что этого не ждут, а мне кажется, это важно сказать и скорректировать ожидания. Во-первых, скриндор-эффект, это эффект, когда видно пиксели, расстояние между пикселями экрана, он хоть и минимальный, но он все еще есть. И особенно... Ну, не как, наверное, на первой части шлема. Не-не-не, он даже лучше гораздо, чем в Квесте 2, потому что экран более классный в плане цветопередачи. Но он все равно есть, особенно он проявляется в сценах, где серый цвет, где много серого цвета. Вот этот градиентный переход между белым и черным там скриндор заметен хорошо. Вторая история заключается в том, что вы должны учитывать форму своей переносицы. Я сейчас поясню. В VR невозможность сделать устройство, которое будет подходить всем. Это просто так не бывает. Все, что касается вашей башки, оно не бывает универсальных размеров. Вам даже дужку от очков надо индивидуально подбирать, да, в магазине оптики. И в данном случае PSVR 2 справляется максимально хорошо для универсального устройства. На Алене он сидит прекрасно. Он прекрасно сидит, например, на голове моего отца, на голове моей подруги очень хорошей. У них нет никакого дискомфорта. У меня, простите меня, пожалуйста, дорогие зрители, у меня жидовский нос. Вот есть у меня такая проблема. Я такой типичный еврей в плане носа. Он у меня такой большой, с таким очень большим выступом на переносице. И PSVR 2 мне на эту переносицу достаточно сильно давит. Там есть момент, где гофра не закрывает пластик, и ровно на эту штуку мне приходится переноситься. Я в итоге решил эту проблему тем, что сходил в оптику, купил силиконовые накладки, которые используются для очков, и наклеил силиконовую накладку просто внутрь шлема. Это просто тот момент, который надо иметь в виду. То есть, вот этот вот момент под нос мне был дискомфортен. Еще одна вещь, с которой вы можете столкнуться, это то, что шлем хоть и старается, но полноразмерные наушники на нем носить некомфортно. То есть, да, можно подключить пульсы, да, можно подключить инзоны, но субъективно по качеству звука разница между инзонами и комплектными затычками не такая высокая, как разница в комфорте. Поэтому, если вам не нравятся комплектные затычки, просто купите другие затычки получше. И я в этом плане не советую полноразмерные наушники, они еще, как всегда, добавляют дополнительный провод. А если у вас беспроводные, это дополнительный вес. Вы и так играете, и он вам нафиг не нужен. И третья проблема, как и у всех гарнитур с inside out трекингом, потому что трекинг идет по камерам, требуется хорошо освещенное помещение. То есть требования к свету достаточно равномерному, они, может, невысокие. Я играю в не очень хорошо освещенной комнате, но это то, что надо иметь в виду. Это при том, что первый PSVR мог работать в темноте, потому что он трекался по лампочкам. Он трекался камерой по лампочкам и делал это в темноте достаточно хорошо. Здесь не так, здесь надо играть в освещенном помещении. И последняя проблема, она, кстати говоря, на мой взгляд, вот главный недостаток, который мало упоминают во всех обзорах, а он действительно достаточно серьезный для кого-то, для кого-то незначительный. Он касается так называемого sweet spot. Sweet spot это та точка, где у вас идеальный фокус. То есть идеальный фокус в PSVR. И идеальный фокус в PSVR можно поймать только в очень узком промежу, диапазоне расстояний. Надо очень долго калибровать шлем, чтобы найти хорошую позицию и запомнить ее. Потом вы это будете быстро повторять. Потому что чтобы добиться вот такой классной цены, Sony использовала в PSVR 2 линзы Френеля. Это такие нарезные линзы колечками. И у этих линз есть недостаток. Если ты чуть-чуть отклонишься от точки хорошего фокуса, все будет немножечко размытым. И люди, которые жалуются на размытие в PSVR 2, скорее всего, просто неправильно поймали вот эту точку фокуса. Вот этот sweet spot. Поэтому внимательно покрутите туда-сюда шлем и найдите ту позицию, где прям максимальный фокус достигается. И чего в шлеме нет? Какие страшилки я могу сразу развеять? Во-первых, в нем не укачивает. Если вас укачивает в VR в целом, то трюк с жвачкой все еще работает. Живете жвачку, играете в VR, все, вообще полностью пропадает эффект укачивания. Вот. Второй момент, в нем не потеешь. Они продумали вентиляционное отверстие спереди и они реально работают. Это, наверное, первый VR, в котором я мог сидеть в квартире без открытого окна и не потеть. То есть, в этом вопросе линзы очень хорошо вентилируются и вопрос вентиляции продуман санями очень здорово. И третий момент, который, в общем-то, абсолютно тоже не доставляет никаких проблем, это тот факт, что вот этот вот провод, он вообще не мешает. Я очень боялся, что после Oculus с его Air Link это будет напрягать, это вообще не напрягает. Там очень хорошо проброшен кабель, он так выходит из шлема, что ты в нем практически не путаешься. Вот. И в этом вопросе тоже все сделано достаточно хорошо. Единственное, что стоимость. Его сейчас реально найти в России со 45 тысяч рублей, без всего голый такой шлем. Ну, там все в комплекте, включая контроллеры. И давайте так диапазон возьмем. От 45 до 60. Вот примерно так. И что я могу сказать? За эту цену прямо сейчас, если вы не VR-энтузиаст, я вам его покупать не советую. Потому что надо подождать библиотеку. Ну, объективно, да? Я его купил, вообще не думая, по той простой причине, что я его воспринимаю как руль. Это для меня, в первую очередь, аксессуар для Gran Turismo 7. Потому что Gran Turismo 7 VR это вообще другая игра. Она настолько сильно трансформируется, что шлемы окупаются полностью. Если вам наплевать на Gran Turismo, даже пока и не думайте, подождите, пока выйдут аксессуары. Это тоже важно, потому что у вас будут всякие дополнительные линзы, всякие дополнительные штучки, которые вы можете на шлем навертеть. Они появятся в течение года. Во-вторых, выйдут игры. А в-третьих, самая главная цена, да? За эту цену что вы можете купить? Допустим, возьмем бейслайн в 50 тысяч, вот как средний, между самой низкой серой ценой и такой средней, медианой. За эти деньги можно купить квест, который будет на 128 мегабайт. И квест, честно, как устройство, хуже. Мне он понравился гораздо меньше, как шлем. Но у квеста есть преимущество. Квест автономный. И лучшие игры в квесте идут прямо в самом квесте. То есть вам для этого даже не нужен ПК. Игры запускаются прямо в шлеме. Это очень круто на самом деле, когда ты можешь поехать условно к родителям и в Resident Evil 4 поиграть прямо в самом шлеме. Это очень клево. Значит, но эргономика, но батарейка, потому что шлем всего 2-3 часа живет от одной батарейки и так далее, и так далее, и так далее. Пика 4. У Пика 4 я его таки помацал. Он у нас появился в универе. Пика 4 классный, но Пика 4 это, я скажу честно, это шлем, который покупают под пиратство. Чувак, Oculus Quest тоже покупают под пиратство, просто проблема в том, что в последней прошивке 51 мета взяла и отрубил тебе нахуй возможность устанавливать и ПК-шки, и ты такой, сунгар! Тебе в ДВП надо просто зайти. не получится. Теперь уже нельзя это сделать. Жаль. Я расскажу потом, когда разберусь, может быть, будет способ уже, знаешь, на ФОПу да, там уже есть. Да, и еще один момент, связанный с PS VR, который, ну, просто надо иметь в виду, он с очень высокой долей вероятности, но пока работать не будет никогда. То есть, вы покупаете аксессуар для конкретной консоли. Я купил, это прекрасно, это осознавая, но если вы тешите какие-то надежды, что шлем будет работать на ПК, с высокой долей вероятности нет. Виноват в этом даже не протокол, он как раз стандартный, где там дисплей порт via USB-C, или как он там называется. кстати, компас познает PS VR как внешний монитор, если что. Вот, и даже не какие-то пропоритарные фишки, там, скорее всего, не будет фофф-рендеринг работать, потому что это внутренняя прошивка PlayStation 5 обеспечивает. Знаешь, как он на русском называется? По-витэй-рендеринг, как он называется на русском? Ямковый рендеринг. Ну, почему бы и нет? Знаешь, почему? Потому что ямка в радужке, да. И ты знаешь, да, напоследок, вот профивиэй-рендеринг это самое большое опасение людей насчет того, как он работает, потому что технология новая и звучит страшно. Блин, она работает идеально. Самый главный шок. То есть эту штуку делала Sony компания Tobi. Это недруландская компания, которая занимается вот этим трекингом глаз для всяких ПК-симуляторов. Можете купить для ПК себе специальный трекинг и типа этот трекер будет следить за вашими глазами и, соответственно, вертеть в кабине камеру. В зависимости от того, куда вы посмотрите. Это очень удобно в играх типа Microsoft Flight Simulator, например, там, Евротрака. И с этой компанией Sony начала сотрудничать, она заключила с ней договор, и, в общем-то, весь трекинг делала эта компания. Он инфракрасный, он по вашим зрачкам идет. Нет ни одной игры, нет ни одного сценария, где у меня бы игра вообще как-то хоть раз я увидел, что она трекает мои глаза. Я очень старался наебать эту технологию. Закрывал один глаз, я закрывал оба глаза надолго, потом их открывал, он и мгновенно назад хватает твои глаза, вообще мгновенно. Я могу сказать, что на твоих стримах по VR, которых у нас было две штуки, одна про Гонтуризм, а другая про Resident Evil и разные другие игры, это было заметно. Ну то есть было заметно, когда ты смотришь куда-то не туда и видно, куда ты смотришь. Это очень забавно. Ну то есть это... При этом в VR ничего не видно, ты даже не осознаешь этого. И, кстати, очень классно, несмотря на то, что Call of the Mountain, мне не сказать, что прям я в восторге от нее, как от VR игры, она просто хорошая. Вот прям просто хорошая игра, не более того. И, кстати, она местами слишком нагло копирует Аликс. Прям очень странная сейчас все игры копируют Аликс. Не согласен. Восьмой Resident, кстати, без этого вполне обходится. Но ты смотри, там есть очень клевая штука. Когда ты стреляешь из лука, если ты туда навел лук, она летит примерно в этом направлении, стрела. Но если ты смотришь на конкретный объект своими глазами, стрела летит именно в этот объект. И это сделано очень... То есть она загибается, типа... Да, да, она чуть-чуть подцеливается твоими глазами. Вот это вот подцеливание, которое обычно сделано с помощью моушн-контроля, ну вот этот гиро-эйминг на консолях, он сделан там глазами, и он работает очень хорошо. И мне кажется, вот для игр типа Horizon, где именно лук, где именно такие какие-то инструменты, которыми сложно целиться, не оружие, вот эта история с трекингом глаз, она реально здорово используется геймплейно. Вот. И в этом плане вот эта технология, я ее ни в одном шлеме пока не видел. Вроде как ее нигде пока нет. Мне нравится, я не помню, в каком-то из хорроров, да, который вышел на PSVR. А, это Until Dawn был. Ой, не Until Dawn, это Dark Pictures. Да, в Dark Pictures под VR, как она там называется... Да-да-да, я понял, о какой игре ты говоришь. Как она называется? Я не помню, честно. Короче, от создателей Until Dawn Dark Pictures 0 VR, чисто. Switchback, 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 да. Вот там используется история того, что в какой-то момент ты встречаешь манекены, на которые ты смотришь, типа, и начинаешь моргать, и они, типа, появляются только тогда, когда ты на них сморгаешь. Да, когда ты моргаешь. И, наверное, для хоррора это идеально работает, но, блядь, я просто не представляю себе историю того, где она еще может использоваться в играх. Это странно. Я тебе только что объяснил с подцеливанием. Ну, с подцеливанием. Она может использоваться в интерфейсах, когда ты навигацию интерфейсов делаешь глазами. На самом деле, это очень классно сделано при калибровке. Когда ты калибруешь eye-tracking первый раз, тебя просят следить глазами за точкой. Просто точка по экрану уходит, и ты следишь за ней глазами. И вот в этом вопросе ты можешь глазами осуществлять какие-то быстрые движения по интерфейсу. Знаешь, где это очень полезно? В играх типа элиты какой-нибудь, где семиэтажный интерфейс в кокпите. Короче, это можно использовать, если захочется. Скорее всего, никому нахер это делать не захочется. Но сам факт того, что вот если у вас есть страх, что феверейтед рендеринг работает медленно, или вы можете заметить его, или вы там, типа трекинг за вами не успеет, если вы не будете фонариком светить в сенсоры, нет, работает он идеально. Это мое самое главное, наверное, приятное впечатление от PSVR 2, что да, есть проблемы с софтом, есть некоторые особенности эргономики, есть, конечно, момент провода, не всем он понравится. Но вот все то, что Sony обещала, хардварно, она обещала пиздатый экран, там реально пиздатый экран. Она обещала пиздатый рендеринг, там реально пиздатый фофрендеринг, он работает безупречно. Она обещала пиздатый трекинг контроллеров. Контроллеры, это просто мечта после мувов нахер. Вспоминая мува на PSVR 1, ты такой, господи, это же прекрасно. И единственная слабость в данном случае у железа, это то, что контроллеры живут примерно 3 часа. Ну, 3 часа они работают. С другой стороны, если вы сидите в VR дольше 3 часов, ну, не советую так делать, надо все равно делать перерывы хотя бы в час, просто чтобы отдохнуть. Ну и вот тот факт с эргономикой, который я подчеркнул. А так, мне устройство понравилось, но, ребят, не торопитесь, ну, правда, не торопитесь. Подождите игр, подождите аксессуаров, если вам не горит играть в Gran Turismo 7 с рулем, нормально, ждет, ну, реально ждет. К тому же, я почти уверен, что Sony все-таки под Рождество скинут цену, потому что есть ощущение, что устройство уже рассчитано на прайс-кат, потому что оно выполнено, вот, я не знаю, как это описать, ощущается, что оно пластиковое, ощущается, что это сделано намеренно, ну, с целью удешевить конструкцию, но при этом оно не ощущается дешево. Вот это вот очень хороший компромисс, которого они смогли добиться. Поэтому вот такие какие-то у меня впечатления, пускай и немножко сумбурные. Ну, окей, я подожду, когда там Half-Life Аликс выйдет. Да? Да, тоже вариант. Если выйдет, конечно. Слушайте, я хотел вам рассказать про китайский сериал. Ого! Я, кстати, тоже поставил своего вышлиста и сейчас послушаю тебя внимательно, стоит ли его смотреть или нет. Сериал называется Сантии, это три тела в переводе с китайского. На самом деле правильный перевод будет «Задача трех тела». Она, в общем-то, это сериал, основанный на книжке Люци Синя. Это фантаст такой китайский, довольно известный, который получил Хьюга, Небюлу, еще куча всяких наград. Его переводили на английский язык и на русский переводили. Ну, короче, он больше всего известен именно своим циклом, который называется «Задача трех тела». Причем это название на самом деле первой книжки, а цикл называется по-другому. Он называется «Память о прошлом земли» или как-то так. А «Задача трех тела» это только первая книга из них. Ну, вот, как говорится, название хорошее придумали, теперь будем все называть «Задача трех тел», несмотря на то, что это как бы только первая книга. Тоже самое, как «Игра престолов». Это же тоже, блядь, название только первой книжки. А вообще-то она называется «Цикл «Льда и пламени», но нет. Сериал так вот сделал. Короче, китайский сериал. Я начал смотреть, потому что я читал книгу. Я читал все три книжки. Я очень советую вам почитать «Люци свинья». По-моему, это очень крутой фантаст, очень крутые мысли, очень крутое все. Есть одна, блядь, гигантская проблема. «Задача трех тел» это самая хуёвая его книга. Вторая часть круче, третья часть ещё круче. Я так и не смог пробиться сквозь вот эти все истории про китайскую компартию валения леса и прочее. Я просто забросил. А это я сейчас объясню. Смотри, значит, история «Задача трех тел» в следующем. В мире происходят некие непонятные события. То есть учёные по всему миру начинают кончать жизнь самоубийством начинают. В основном дело касается физиков, но иногда и там других областей. Погибает одна известная девушка, которая занималась квантовой физикой. Она пишет в предсмертной записке, что физики не существует и никогда не существовало. Собственно, с этого начинается сам по себе роман и сериал, соответственно, тоже. Это происходит не только в Китае, это происходит по всему миру, поэтому правительство разных стран формирует некую боевую группу, которая должна бороться с некими террористами, которые это заставляют делать, потому что никто не может поверить в то, что учёные по всему миру вдруг внезапно с каких-то таких-то хуёв начинают просто умирать, просто кончают жизненным-убийством. Это не какие-то подставные убийства, как там Хитман типа всех прибил, подстроив это всё как самоубийство. Нет, это по-настоящему убийства, просто люди вот так себя ведут. Почему никто не знает? Ну и, соответственно, записки тоже одинаковые, тоже могут насторожить. Поэтому правительство создают боевую группу так называемую. Туда входят американцы, китайцы, европейцы, русские и там ещё несколько стран, которые типа обмениваются информацией и так далее. В этой боевой группе есть, точнее, приглашают множество учёных, которые должны ну как бы свой взгляд на проблему изложить. И, собственно, туда приглашают главного героя, который занимается наноматериалами. То есть он создаёт скажем так сверхпрочные нити какие-нибудь там, знаешь, для космического лифта, для какого-нибудь там материала, который там типа с наноструктурами, которые очень сложно уничтожить и так далее. Он присоединяется в качестве ну такого типа помощника, что ли, который рассказывает о том, что вот вот это здесь учёный имел в виду вот эту теорию, вот это здесь учёный имел в виду другую теорию и так далее. Для того, чтобы военные и все остальные там полицейские и все, кто это расследует, понимали, о чём идёт речь. Очень быстро выясняется, что есть некий культ, который даже, скажем так, не культ, он скорее больше похож на некую организацию, с учёными по всему свету наложивает отношения. Она называется «Грани науки». И эта организация занимается тем, что, ну просто как бы обогнать организацию, она ничем противонезаконным не занимается. Она занимается ну просто рассказом о том, что сейчас происходит в мире науки. Учёные туда добровольно вступают, выступают с докладами, выступают там с какими-то ивентами и так далее и тому подобное. Но все умершие учёные были к этой организации, ну имели какое-то отношение. У организации есть фишка, они между своими членами общаются в VR-игре, которая называется «Задача трёх тел». Ну собственно говоря, это вот отсюда и пошло название. Что происходит в игре? В игре происходит непонятная, совершенно лютая ебанина, которую главные персонажи пытаются понять на протяжении ну почти всего первого сезона, что в ней происходит. существует некий мир, в котором есть периоды стабильности, а есть периоды хаоса. Эти периоды сменяются абсолютно случайным образом, никто не понимает почему, никто не понимает в чём смысл игры и собственно говоря, главные герои, один полицейский, а другой вот этот учёный, они пытаются до сути происходящего там добраться. Скажу сразу, книжку я читать советую, а вот сериал я не советую совершенно. Но не потому, что он хуёво снят, или потому, что там хуёво играют китайцы, или потому, что там хуёвая компьютерная графика, она там действительно хуёвая, потому, что это дорама. Ты знаешь, что такое дорама? Да, но это же по сути такой азиатский тип таких вот пиздостраданий, как бы, это я бы так сказал. Не совсем пиздостраданий. Смотри, вот у бразильцев было в своё время бразильское мыло. Знаешь, вот это вот. Прости, пожалуйста, ты в курсе, да, что как бы в общей сложности на данный момент в процессе выходит или вот прям выйдет сейчас три сериала по книге. И это типа первый. А есть на самом деле ещё один и ещё один. Вот я пока гуглил, кто играет в этом сериале, как там зовут главных героев, как зовут актёров, и просто типа гуглил, вот что-то китайцы вдруг про него сняли. Я выяснил, что в одном только Китае выходило три экранизации этой книги. Одна, это мультик полнометражный, очень хуёвая 3D-графика, блядь, просто про неё нахуй забудьте. Второе, это полнометражный фильм, в котором нахуй выклюну половину сюжета книги, он никому не понравился, судя по его рейтингу. Вот. И четвёртое, это вот этот сериал. А, ещё есть какой-то сериал 2016 года, он тоже говно. То есть как бы вот. А ещё вроде как западные снимают сериал тоже. Да, Netflix снимает, и там будет играть, знаешь кто, там будет играть, который в «Игре престолов» был такой толстый парень, как его зовут-то? Сэм, его звали, да, по-моему? Вот, который с Джоном Сноутом. Сэм Уайсген. Да, который с Джоном Сноутом всё ходил, помнишь? Вот он будет играть в американской версии. И это тот момент, когда я советую, наверное, дождаться экранизации от Netflix, потому что, поскольку это Дорама... Там всё очень наигранное, очень экспрессивное. это... Хуй с ним. Это вот вообще насрать на это абсолютно. Проблема в другом. Сериал, он не просто экранизирует книжку, он дословно её экранизирует. это Дорама. Вплоть до абзацей, чувак. Да, да, я знаю. И идёт первый сезон 30 серий по часу. Ты понимаешь, 30 часов ты смотришь... Дима ещё... Оттуда можно было выкинуть, блядь, серий 20, наверное, легко. Дима ещё не знает, что я периодически вынужден терпеть корейские Дорамы, которые смотрит моя жена. Просто как бы здесь, ну, блядь, настолько затянуто, что это просто невозможно. Если в книжке вот эта история про старый Китай, когда там были прям адовиши и коммунисты, которые там типа всех расстреливали, если в книжке это было там, ну, условно, там, может быть, страниц там, не знаю, 100, да, к примеру, из 1200, то в сериале это, блядь, просто целая сюжетная нахуй линия, и она, блядь, не заканчивается, а там просто, ну, нечего рассказать. Поэтому они просто добавили туда ещё больше драмы, ещё больше всего. Это просто невыносимо смотреть. Я не знаю, может быть, это у меня, как сказать, влияние западных сериалов, которые гораздо короче. Ну, то есть, условно говоря, я бы с удовольствием посмотрел бы 10 серий первого сезона, например, или там 8, как Netflix, и так далее. Но 30, сука, да вы просто пойми, что если я буду слушать аудиокнигу «Задача трёх тел», она закончится часов за 20, а сериал идёт 30, понимаешь? То есть, вот настолько он затянул. Добро пожаловать в азиатское сериалостроение. Короче, ты не советуешь, ждём, что там Netflix снимает. Да, но я практически верю, что Netflix обосрётся, блядь, по полной, потому что это очень китайская история. Она про коллективизм, про то, что обязательно перед внешней опасностью нужно сплотиться там, и типа, ты понял идею. И лучше почитайте книжку, вот серьёзно. Блядь, книжка, на мой взгляд, идеальная. Я почти уверен, лучшей экранизацией получится игра от авторов Genshin Impact, которая выйдет через 8. Слушайте, давайте мы плавно всё-таки перейдём к нашей рубрике лучшей статьи прошедшей недели. У нас статей сегодня много, и, в общем-то, открыть рубрику мы бы хотели со статьи... Опять, вот у нас всё очень просто в подкасте. Вастрик пишет статью, мы её советуем. Это работает так. Вастрик хорошие статьи пишет же. Да, о чём и речь. И поэтому Вастрик опять написал статью, и мы опять её советуем. Он рассказывает про то, сможем ли мы выстроить искусственный интеллект так, чтобы он нас не убил. Статья написана Вастриком с авторствием, с другими людьми, и очень понятно прямо на пальчиках рассказывает вам, как работает ИИ. А самое главное, за что мне статья понравилась, она рассказывает, как ИИ не работает. Очень советуем вам почитать. Совершенно, опять же, неповторимый авторский стиль Вастрика, прекрасная инфографика, замечательные оформления. Я очень надеюсь, что они продолжат писать на эту тему, потому что вроде как задатки на продолжение есть. Конечно. Тема-то, блин, благодатная. Просто важно каждую неделю писать что-то. Согласен, согласен. Короче, очень советую. Слушайте, я в свою очередь хотел посоветовать совершенно офигенный блокпост у организации FreeSound. Она заключается в том, что там, по сути, рассказали, как совершенно случайным образом умудрились найти целую огромную кучу магнитных кассет, причем даже не кассет, а магнитных пленок. Лент. Это, по сути, вот кинопленка, только на ней налеплены магнитные слои специальные. И на них нашли архивы с 30-х годов различных звукорежиссеров, которые приходили-уходили, 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 и как бы пополняли этот архив по сути, как бы он все больше и больше становился. И там нашли оригинал того самого Крика Вильгельма. Прямо вот как его записывали. Типа, ну что ты тут хуёво кричишь? Вот так не надо кричать, покричи по-другому. А что у тебя получается хуёво? Давай ещё раз такой. Блин, это так круто. И там они прямо рассказывают эту всю историю и классный блокпост. И опять же, там есть куча всяких сэмплов, которые вы можете услышать, как некоторые звуки в кино зарождались ещё там в 50-х. И с того времени так и кочуют по кино. У нас Димка любит очень Крик Вильгельма. Постоянно тоже про него всегда рассказывают. Все-все любят Крик Вильгельма, кто со звуком работает. Я его, блядь, терпеть не могу, погибанутый что ли? Это была ирония. Но, кстати, ещё одна статья, которую я хотел посоветовать на Салти Волчер, это статья про новый фильм Мэтта Дэймона и Бена Аффлека, который рассказывает про кеды Эйр Джордана и как они появились. И это только-только биографические фильмы. И вообще, как вы помните, Мэтт Дэймон и Бена Аффлек вообще снимали много довольно интересных фильмов. Ну как много? Несколько. Вот. И прикол в том, что в этот раз тут рассказывается про историю сюжета, историю сценария нового фильма, как он появился, его написал совершенно молодой чувак, и как он боялся, что его по всем голливудским меркам задвинут на самый-самый-самый последний вообще там, типа, ряд. В итоге ему дали возможность, нормальность участвовать в съемках фильма, и самое главное, что ему отдали, по сути, все лавры, и так и написали, что вот, типа, created by, и written by, типа, вот этот чувак. И он говорит, что это был какой-то вообще невероятный опыт. И вот он рассказывает, по сути, в этом интервью, как вот этот опыт работы с Бен Аффлеком и Мэттом Дэймоном в качестве продюсеров был. Довольно клевая, интересная статья, идите, почитайте. Еще одна статья, которую я хотел тоже посоветовать, это статья про то, как в данный момент, вот прямо сейчас, в США назревает просто безумная гонка фармацевтических компаний по лекарствам от ожирения. И, как бы, на самом деле, многие сейчас слышали о том, что, например, в тех или иных мерах начали использовать лекарства, которые изначально были на основе инсулина для диабетиков, как на их основе некоторые из лекарств начали использовать для того, чтобы тупо худеть. Ну, типа, вкалываешься инсулин, жрешь и не толстеешь. Ну, я очень сильно, очень сильно упростил. Но смысл в том, что, типа, в США сейчас прямо целыми пачками начинают, как бы, вкидывать эти исследования и патенты на вот эти самые лекарства, которые якобы позволят тебе, типа, или очень сильно быстро похудеть, или вообще, типа, не жреть. И это считается новым витком, который, как бы, в ближайшие 10 лет, типа, будет очень супер просто огромным рынком вот во всем мире. И вот этот рынок, вот он прямо на наших глазах сейчас зарождается. Вот можете почитать, что к чему. Там в том числе один из самых известных, одно из самых известных препаратов это Озенпик. Про него, может быть, вы тоже слышали. Вот. Ну и еще одна статья, которую мы сегодня упоминали в подкасте, как бы, как раз-таки по поводу того, как умудрились запустить вулкан и протон на Apple Silicon в Asahi Linux. И, в общем-то, как вот эти так называемые две девушки, никто на самом деле не знает, действительно ли это так, как бы, как вот они сидели и разрабатывали, как раз, как они делали вот этот самый реверс-энжиниринг вот в Apple Silicon и GPU на Apple Silicon. И как они умудрились на нем запустить в итоге и вулкан, и протон. И, опять же, как бы, с помощью вулкана и DX VK они смогли запустить игры на DirectX 12 в том числе тоже. Вот. Так что очень интересная статья. Если вы любите покрасноглазить или вы хотя бы в целом интересуетесь темой, то почитайте у них вот там в блоге. Вот. Такие дела. Да, и слушайте, нам еще быстренько Донатас занес 10 долларов. Здесь был Донатас. Спасибо. Спасибо, бро. Слушайте, ребята, на самом деле, спасибо большое, что вы нас смотрели. Спасибо большое, что слушали. Спасибо большое всем тем, кто донатил. Сейчас для нас это крайне важно. Вот. Ну и, собственно, как раз таки не забывайте подписываться на нас на Патреоне, на Бусти, на Apple Podcast. Я могу сказать, что Apple Podcast, кстати, нам долгое время денежки не хотел выплачивать, а потом взял и как выплатил сразу за пару месяцев. Вот. Как бы, все дело в том, что, как бы, с этим бывать иногда сложно. Но в любом случае все три системы пока что работают и, в общем-то, мы вам очень благодарны, потому что ваша поддержка нам прям сильно сейчас очень помогает. Да, чисто. А мы стараемся выпускать интересный, классный контент. В том числе, опять же, не забывайте, мы вам говорили, что многие наши стримы на Ютубе превращаются в итоге в такие маленькие подкасты. И мы заметили, что на самом деле у нас стримы начало смотреть все больше и больше и больше людей. И иногда бывают такие, знаете, девиации, когда, например, алгоритмы Ютуба начинают советовать какие-то наши очень старые стримы или старые подкасты. Или ДТКД, да. Или ДТКД. И у нас там, знаете, какой-нибудь 208 выпуск подкаста хуяк там. 40 тысяч просмотров прилетает. С лишних просто, знаешь, которые просто кликнули и такие, блядь, что за говно. Да нет, на самом деле, кстати, я тебе могу сказать, что почему... От них и комментарии прилетают очень интересно такие странные. На самом деле, почему Ютуб нас начал активно советовать людям, потому что у нас очень хороший процент просмотра. У нас люди, которые приходят на вот эти старые всякие стримы, на старые всякие там ДТКД. Они зависают. Они реально зависают. Там средние просмотры от вот этих... ну, совершенно типа новых людей, да. Там средние просмотры типа полтора-два часа. Чувак, ну, это очень круто. Просто чувак спал и случайно Ютуб автоматически включил. Дим, на тысяч чуваков, да, поспал. Да, и что? Людей много. 8 миллиардов, блядь, на планете. Тебя какая разница? Проценты крутятся, подкасты мутятся. Да, окей, хорошо. А для того, чтобы подкасты мутились, мы от всей души хотим поблагодарить наших патронов, кто заносит на большее денег на бусте и на патреон. Это, во-первых, две черточки. Александр Довыгора, Антон Кузнецов, Антон Зефон, Артем Логинов, Донатас, Денис Артюшин, Денис Бондаренко, Дмитрий Карабенков, Евгений Богомолов, Егор Тихомиров, Екатерина Александровна, Женечка Калинин, Замбарь из интелла.it, Ильин Егор, Лед под ногами майора, Лубневский Дима, Мишин Импоссибл, Михаил Аронов, Мятная Рысь, Никита Бескорсый, Никитос больше не пивной насос, Олег Ончки, Петр Лаврентьев, Петя Третьяков, Сахалинец, Сергей Рыбачок, Станислав Бартунский, Цареубийца Джейми Корк, Алексей Шелепов, Алексей Пасников, Алекс Колов, Алексей Карпов, Антон Ленский, Артзен, Артур Глюлин, Чарлей, Дирандин, Дмитрий Мельков, Дрэгонмастер, Дрэнтозавр, Евгений Петрунко, Ферзизис, Функа Попрошу.ком фигурки в России, fxfortrader.ru, Григорий Яфа, Хедорелф, Игорь Богданов, Илья Кузнецов, Иван Даниленко, Джек Ванилла, Джаст Рега, Хелиус, Максим Лебедев, Майкл Кужель, Монтройгер, Мистер Вэлери, Нексен Су, Никита Стрельников, Никита Стрельников на Патреоне, спасибо тебе чувак, Павел Петлич, Роман Космодемьянский, Сергей Гычко, Степан Бугачев, Ти Юджин, Валерия Неборская, Влад Лялин, Вячеслав Шинауров, Вайсбёрд, Вайзерс, и 4 завтрашейха, 3 на Патреоне, 1 на Бусти, которые посчитали нужным остаться анонимными, спасибо вам пацаны и девчонки, огромное, спасибо, ребят, слушайте, ну мы с Тимурчиком попробуем сделать СДЗ, если он в состоянии будет, а то у него, а если будет не в состоянии, пингуй у нас готовы шоуноты на кабинет, да надо и то, и то делать, у нас на самом деле много висит очень тем, нужно просто собраться с духом, у меня просто сейчас будут ближайшие дни 5, так скажем, тяжелые, потом выскочит немножко момент, у меня будет несколько дней на следующей неделе, которые может быть мы попробуем сделать, заодно нам нужно будет завтракас через неделю как раз таки выпускать, еще один, да надо, ну вот, а дальше как бы у меня могут быть там типа сложности, опять переезд, короче, понятно, да, слушайте, ну на этом мы заканчиваем наш подкаст, спасибо вам большое, что смотрели, спасибо, что начали, спасибо, что слушали в аудиоверсии, если вы до этого дослушали, то вы молодцы, давайте до следующего раза, всем пока-пока, че-пока,